Майкл Крайтон. «Стрела времени. Роман». Перевод с английского Бришина. Москва. Эксмо. 2001 год. Это вымышленная история. «Все великие империи будущего будут империями духа». Уинстон Черчилль. 1953 год. «Если вы не знаете истории, то не знаете ничего». Эдвард Джонстон. 1990 год. «Меня не интересует будущее. Я интересуюсь будущим будущего». Роберт Дониджер. 1996 год. Введение. Наука в конце столетия. Сто лет назад, на исходе 19 века, ученые всего мира испытывали чувство глубокого удовлетворения от сознания того, что им удалось создать исчерпывающую картину физического мира. Как выразился физик Алистер Рей, к концу 19 столетия казалось, что известны уже все основные фундаментальные принципы, управляющие поведением физической Вселенной. Действительно, многие ученые утверждали, что изучение физики почти закончено, и в ней больше не может быть сделано никаких крупных открытий. Осталось лишь уточнять детали и вносить в картину завершающие штрихи. Но вторая половина заключительного десятилетия явила свету несколько прелюбопытнейших сюрпризов. Рентген открыл лучи, проникавшие сквозь человеческую плоть. Поскольку их природы не удалось объяснить, он назвал их «икс-лучами». Два месяца спустя Анри Беккерель случайно обнаружил, что кусок урановой руды испускает некое излучение, засвечивающее фотографические пластинки. А в 1897 году был открыт электрон, носитель электричества. И все же в физике сохраняли спокойствие, уверенные в том, что существующая теория уже в ближайшее время найдет объяснение для всех этих аномалий. Никто не решился бы предсказать тогда, что не далее, чем через какие-нибудь пять лет, их самодовольное представление о мире самым бесстыдным образом претерпит головокружительное изменение. В результате Коева возникнет совершенно новая концепция Вселенной и появится ни на что не похожая технология, благодаря которым повседневная жизнь на протяжении 20-го столетия будет меняться самым невообразимым образом. Если бы вы в 1899 году решились сказать какому-нибудь физику, что спустя сто лет можно будет при помощи висящих в небесах спутников Земли передать в каждый дом движущиеся изображения, что бомбы невообразимой мощности станут угрожать существованию всего человеческого рода, что антибиотики помогут преодолеть инфекционные заболевания, но болезни перейдут в контрнаступление, что женщины получат избирательное право и пилюли для контроля рождаемости, что самолеты, способные взлетать и приземляться без помощи человека, будут ежечасно поднимать в воздух миллионы людей, что можно будет пересечь Атлантику со скоростью 2000 миль в час, что люди совершат путешествия на Луну, а потому тратят к ней интерес, что в микроскопы можно будет разглядеть отдельные атомы, что люди станут носить с собой телефоны весом в несколько унций, унция 28,35 грамм, и разговаривать со всем миром без проводов, и что большая часть этих чудес станет возможной благодаря устройствам размером с почтовую марку, построенным на основе новой теории, именуемой квантовой механикой, Если бы вы сказали все это, то выслушавший подобные бредни физик почти наверняка объявил бы вас сумасшедшим Почти ни одно из этих явлений не могло быть предсказано в 1899 году, потому что общепризнанная в то время научная теория утверждала, что подобное невозможно, а для тех немногочисленных явлений, которые невозможными не считались, таких, например, как самолет, нельзя было предположить массового применения. Нетрудно представить себе один самолет, но 10 тысяч самолетов, одновременно находящихся в воздухе, не могло бы себе позволить никакое воображение. Так что можно с полным основанием утверждать, что на пороге 20-го столетия даже наиболее информированные ученые не имели ни малейшего понятия о том, что ожидает человечество впереди. Сейчас, когда мы стоим на пороге 21-го века, ситуация странным образом повторяется. Физики опять полагают, что физический мир получил исчерпывающее объяснение, и в ближайшем будущем не может быть никаких революций. Наученные прошлой истории, они больше не выражают это мнение публично, но все равно думают именно так. Некоторые знатоки пошли еще дальше и принялись доказывать, что наука, как отрасль человеческой деятельности, выполнила свою функцию, и ей больше нечего открывать. Но, подобно тому, как в последние годы 19-го столетия появились намеки на то, чего можно ожидать впереди, так и на исходе 20-го века можно заметить кое-какие указания на возможные серьезные перемены в будущем. Одно из наиболее важных – это интерес к так называемой квантовой технологии. Он проявляется в том, что на множестве различных направлений ведется усиленная работа по созданию новой технологии, использующей фундаментальные свойства субатомной структуры и обещающей в корне изменить наше представление о соотношении возможного и невозможного. Квантовая технология решительно опровергает соображение здравого смысла по поводу того, что функционирует этот мир. Она предсказывает появление мира, где компьютеры не надо включать, где предметы можно обнаружить, не глядя на них, где невообразимо мощный компьютер может быть построен из одной единственной молекулы, где информация немедленно передается из одной точки в другую, безо всяких проводов или сетей, где для исследования отдаленных объектов не требуется контакта с ними, где компьютеры проводят свои вычисления на просторах других вселенных, где телепортация «Передай меня, получу, Скотти» является самым обыденным явлением и находит многообразное применение. В 90-е годы исследования в области квантовой технологии начали приносить результаты. В 1995-м квантовые сверхзащищенные сообщения были переданы на расстояние 8 миль, а это позволяет предположить, что в наступающем столетии будет построен квантовый интернет. В Лос-Аламосе физики измерили толщину человеческого волоса при помощи излучения лазера, который на самом деле не направляли на волос, но только могли направить. Этот невероятный противофактический результат обозначил возникновение новой области внеконтактного исследования, которое было названо «обнаружением слепудок». А в 1998 году в трех лабораториях, находившихся в разных концах мира, Инсбруке, Риме и Калифорнийском технологическом институте, демонстрировали эксперимент по квантовой телепортации. Физик Джефф Кимбелл, лидер команды Калифортека, заявил, что квантовую телепортацию можно использовать для материальных тел. «Квантовое состояние одного предмета может быть транспортировано другому предмету. Мы считаем, что знаем, как это сделать». Кимбелл в порядке предположений очень кратко упомянул о том, что они могли телепортировать человека, но на сегодня кто-нибудь мог бы реально попробовать проделать это с бактерией. Эти квантовые курьезы, бросающие вызов логике и здравому смыслу, пока что удостоились весьма небольшого внимания публики, но оно еще усилится. Существует мнение, согласно которым в первые десятилетия нового века большинство физиков во всем мире будут работать над теми или иными аспектами квантовой технологии. И поэтому неудивительно, что к середине 90-х годов несколько корпораций предприняли исследования в области квантовой физики. В 1991-м была основана компания «Квантовые приборы Фуджитсу». В 1993-м группу квантовых исследований под руководством Чарльза Беннета сформировала IBM. Их примеру последовали такие компании, как ATT и другие, например, Университет Калифортек, правительственные организации наподобие Лос-Аламоса и исследовательский центр расположенный в Нью-Мексико, корпорацией под названием ЭТК. Находящийся всего лишь в часе езды от Лос-Аламоса центр МТК в первой половине десятилетия смог добиться замечательных успехов. Действительно, теперь стало ясно, что МТК оказалась первой компанией, которой в 1998-м году удалось найти практическое применение для передовой квантовой технологии. Если оглянуться назад, то станет видно, что МТК смогла захватить лидерство в драматической борьбе за новые технологии, благодаря сложившейся комбинации специфических обстоятельств и значительной доле везения. Хотя компания неизменно заявляла, что использование ее открытий абсолютно безопасно, так называемая корректировочная экспедиция смогла со всей очевидностью показать, что опасность существует. Два человека погибли, один исчез, а еще несколько перенесли серьезные заболевания. Можно со всей определенностью утверждать, что для молодых аспирантов, участвовавших в экспедиции, эта новая квантовая технология, предвестница 21-го века оказалась вовсе небезопасной. Типичный эпизод из истории частных войн произошел в 1357 году. Сэр Оливер де Ван, благородный и достойный английский рыцарь, захватил города Кастельгард и Ларок, стоявший на реке Дордонь. По общему мнению, этот самозванный владетель правил воистину справедливо и был любим людьми. В апреле земли сэра Оливера были захвачены буйной ордой из двух тысяч бригандов, рыцарей-грабителей, под командованием Арно де Серволя, лишенного духовного сана монаха, носившего прозвище Архипаста. Спалив дотла Кастельгард, Серволь снес близлежащий монастырь Сен-Мер, убил всех монахов и разрушил знаменитую водяную мельницу на Дордонии. Затем Серволь погнался за сэром Оливером к крепости Ларок, где произошло ужасное сражение. Оливер умело и доблестно защищал свой замок. Современные источники относят эффективность действий Оливера на счет его военного советника Эдуарда де Джонса. Об этом человеке мало что известно доподлинно, зато его биография окружена легендами в духе Мерлина. Так, например, считалось, что он мог исчезнуть во вспышке света. Летописец Одраем утверждает, что Джонс прибыл из Оксфорда, но другие источники считают его миланцем. Поскольку он путешествовал с группой молодых помощников, то, вероятнее всего, Джонс являлся странствующим мудрецом, нанимавшимся к тем, кто оплачивал его услуги. Он был искушен в использовании пороха и артиллерии, новых для того времени технологий. В конце концов, Оливер все же потерял свой неприступный замок. Некий шпион открыл вход, позволив солдатам архипастыря войти в твердыню. Такие предательства были типичны для сложных интриг тех времен. Из книги «Столетняя война во Франции» Бейкса, 1996 год. Карасон. Никто из тех, кого квантовая теория не потрясает до глубины души, не понимает ее. Нильс Бор, 1927 год. Квантовую теорию не понимает никто. Ричард Фейнман, 1967 год. Не нужно было пытаться срезать дорогу. Дэн Бейкер вздрогнул, когда его новенький седан Mercedes S500 подпрыгнул на грунтовой дороге, уходившей вглубь резервации индейцев Навахо в Северной Аризоне. Окружающий пейзаж приобретал все больше черт пустыни. В долине востока краснели «Месос». На запад, сколько хватало глаз, простиралась плоская выжженная равнина. «Месо» по-испански «плоскогорье», «плато». Здесь и дали, за исключением оговоренных случаев, примечание переводчика. Получасом ранее они миновали деревню, пыльные дома, церковь и маленькую школу, прижавшуюся к голой скале. Но с тех пор не видели вообще ничего. Только безжизненную красную пустыню. В течение часа они не встретили ни одного автомобиля. Наступил полдень, и солнце взирало на них прямо из зенита. Бейкер, сорокалетний подрядчик-строитель из Финикса, начал ощущать себя неуютно. Тем более, что его жена, архитектор, была одной из тех артистических натур, которые никогда не думают о таких прозаических вещах, как газ и вода. Бак его автомобиля был наполовину пуст, а мотор понемногу начал перегреваться. «Лис», — обратился он к жене, — «ты уверена, что мы едем правильно?» Сидевшая рядом с ним жена водила пальцем по карте, прослеживая маршрут. «Это должна быть та самая дорога», — ответила она. «В пути водителей сказано, что нужно проехать четыре мили после поворота на Коросон-каньон». «Но мы проехали Коросон-каньон двадцать минут назад. Мы, вероятно, не заметили его и проскочили мимо. Как мы могли не заметить здание фактории», — осведомила жена. «Не знаю». Бейкер не отрывал взгляда от дороги. «Но здесь нет ничего. Ты уверена, что действительно хочешь попасть туда? Я имею в виду, что мы можем найти знаменитые ковры «Навахо» в Сидоне. В Сидоне продаются любые ковры». «В Сидоне нет подлинных изделий», — твыркнула она. «Конечно же, они подлинные. Дорогая ковер, это и есть ковер. Плетенный». «Ладно», — вздохнул он, — «плетенный». «А это не одно и то же», — продолжала Лис. «Магазины Сидона набиты барахлом для туристов, и ковры там акриловые, а не шерстяные. Я хочу настоящий плетеный ковер, а они продают их только в резервации. А может быть, в факторе найдется старый Сент-Пейтинг из тех, которые, начиная с двадцатых годов, плетет Хостинг Лах. И я хочу его». «Хорошо, Лис». Бейкер вообще не мог понять, зачем еще им один плетеный ковер работы Навахо. У них и так уже было две дюжины. Лис разложил их по всему дому, и еще несколько штук спрятала в шкафах. Дальше они ехали в молчании. Дорогу впереди покрывала мерцающая горячая дымка, из-за которой казалось, что машина вот-вот нырнет в серебряное озеро. А еще на дороге и вдоль нее появлялись миражи, изображавшие здания или людей, но они неизменно исчезали, стоило подъехать поближе. Дэн Бейкер снова вздохнул. «Наверное, мы все-таки проскочили мимо. Давай проедем еще несколько миль», – предложила она. «Сколько конкретно?» «Не знаю, еще несколько». «Сколько, Лис?» «Давай решим, насколько далеко мы зайдем в поисках этой штуки». «Еще десять минут», – предложила она. «Ладно», – согласился Дэн. «Десять минут». Он взглянул на указатель топлива, и в это мгновение Лис резким движением закрыла рот рукой и воскликнула. «Дэн!» Бейкер вновь уставился на дорогу. Как раз вовремя, чтобы увидеть промелькнувшую фигуру. Человек в коричневом, у обочины, и услышать громкий удар с той же стороны. «О, Боже!» – воскликнула она. «Мы сшибли его!» «Что?» «Мы сшибли этого парня!» «Ничего подобного. Мы наскочили на выбоину». В зеркале заднего вида Бейкер видел, что человек все так же стоит на обочине. Но автомобиль двигался дальше, и фигура в коричневом быстро тонула в облаке пыли. «Мы не могли сбить его», – сказал Бейкер. «Он все еще стоит». «Дэн, мы задели его. Я видела это собственными глазами. Я так не думаю, дорогая». Бейкер снова взглянул в зеркало заднего вида. Но теперь в нем не было видно ничего, кроме облака пыли позади автомобиля. «Будет лучше, если мы вернемся», – сказала жена. «Почему?» Бейкер был почти уверен в том, что его жена ошибается, и они не задели человека, стоявшего около дорог. Но если они все же зацепили его, пусть он даже получил самую легкую травму – ушиб головы или царапину, это будет означать очень серьезную задержку в их поездке. Они, конечно, не смогут до темна добраться до Феникса. Любой, кто мог встретиться в этих местах, без всякого сомнения был индейцем Наваху, а они должны были доставить его в больницу или, по крайней мере, в ближайший крупный город. Это был галоп, куда они совершенно не намеревались ехать. «Мне казалось, что ты хочешь вернуться?» «Хочу. Тогда давай вернемся. Я просто не хочу никаких проблем, Лис». «Дэн, я не верю тебе». Он вздохнул и затормозил. «Ладно, я разворачиваюсь. Разворачиваюсь». Он, осторожно, стараясь не попасть в красный песок по сторонам дороги, где можно было бы застрять, развернул машину и направился обратно по той самой дороге, по которой они приехали сюда. «О Иисусе!» Бейкер резко нажал на тормоз и выскочил в облако пыли, поднятой его собственным автомобилем. От жары, почти физически ударившей ему в лицо и моментально забравшейся под одежду, он задохнулся. «Должно быть все 120 градусов», подумал он. «Примерно 49 градусов Цельсия». Когда пыль улеглась, он разглядел лежавшего на обочине человека. Тот пытался приподняться, опираясь на локоть. Парню, если его можно так назвать, было лет 70. Он был бородатым, имел заметную лысину и весь дрожал. Кожа у него была бледная, и он совсем не походил на наваху. Коричневая одежда смахивала на длинный халат. «Может быть он священник?» – подумал Бейкер. «С вами все в порядке?» – спросил Бейкер, помогая человеку принять сидячее положение на пыльной дороге. Старик закашлялся. «Да, со мной все нормально». «Вы не хотите подняться?» Бейкер испытывал большое облегчение, так как не видел у старика никаких следов крови. «Подождите минуту». Бейкер осмотрелся. «Где ваш автомобиль?» – поинтересовался он. Человек снова закашлялся. С трудом подняв голову на слабой шеи, он окинул взглядом пыльную проселочную дорогу. «Дэн, мне кажется, что он травмирован», – сказала лис из автомобиля. «Похоже», – согласился Бейкер. Старикан вроде бы совершенно ничего не соображал. Бейкер снова огляделся кругом. Со всех сторон простиралась плоская пустыня, сливавшаяся на недалеком горизонте с мерцающим туманом. «Никакого автомобиля, ничего». «Интересно, как он сюда попал?» – проговорил вслух Бейкер. «Вот что», – заявила лис, – «мы должны отвезти его в больницу». Бейкер подхватил незнакомца подмышки и помог ему подняться нами. Одежда человека была тяжелой, сделанная из какого-то материала, напоминавшего войлок, но старик не потел от жары. Больше того, его тело показалось при прикосновении прохладным, почти холодным. Пока не пересекали дорогу, старикан тяжело навалился на Бейкера. Лис открыла заднюю дверцу. «Я могу идти», – с трудом выговорил старик. «Могу говорить». «Вот и прекрасно», – похвалил Бейкер, помогая ему устроиться на заднем сидении. Человек лег на кожаное сидение, скорчившись в позе эмбриона. Под своим халатом он носил обычную одежду, джинсы, клетчатую рубашку. Дверь за собой он закрыл, и Лис вернулась на переднее сидение. Бейкер растерянно топтался около машины на жаре. Каким образом старикан мог оказаться здесь в полном одиночестве? Как он мог не вспотеть в своем одеянии? Можно было подумать, что он только что вышел из автомобиля. «Возможно, он сидел за рулем», – подумал Бейкер. «Возможно, он заснул», – «возможно, его автомобиль сбился с дороги и попал в аварию», – «возможно, в автомобиле находился кто-то еще, и этот кто-то угнал машину». Он услышал, что старикан бормочет – «оставить и взвесить». Потом вернуться, сразу же разобраться, как…» Бейкер пересек дорогу, чтобы взглянуть на то место, где недавно находился странный человек. Он переступил через очень большую выбоину, подумал было, что ее стоит показать жене, но потом решил не делать этого. Рядом с дорогой он не увидел никаких следов шин, зато ясно разглядел отчетливые следы старика на песке. Следы уходили от дороги в пустыне. На расстоянии примерно 30 ярдов Бейкер заметил сухое русло, небольшой овраг, уходивший вдаль. Следы, казалось, шли оттуда. Он пошел по следам до оврага, постоял на краю и заглянул вниз. Там не было никакого автомобиля. Он увидел только змею, скользившую меж камней подальше от него, и содрогнулся. В нескольких футах от его ног, внизу, на солнце, ярко сверкнуло что-то белое. Бейкер, старательно балансируя на каменистом склоне, спустился, чтобы взглянуть вблизи. Предмет оказался кусочком белой керамики, размером примерно с квадратный дюйм, похожим на электрический изолятор. Бейкер поднял его и с удивлением обнаружил, что квадратик оказался прохладным на ощупь. Вероятно, это был один из тех новых материалов, которые не поглощают тепла. Поднеся пластинку к глазам, он увидел, что с одной стороны отпечатаны буквы МТК, а сбоку имелась своеобразная кнопка, утопленная в материале. Он спросил себя, что может случиться, если он нажмет кнопку. Стоя на жаре, окруженной огромными валунами, он надавил на нее. Ничего не произошло. Он нажал еще раз, опять ничего. Бейкер выбрался из оврага и вернулся к автомобилю. Старикан спал и громко храпел. Лис изучала карту. Ближайший крупный город Галлоп. Галлоп, согласился Бейкер, включая двигатель. Выбравшись с рекордным временем обратно на главное шоссе, они направились на юг, в Галлоп. Старик все еще спал. Лис посмотрела на него и негромко окликнула мужа. Дэн, что? Ты видел его руки? А что с ними? Кончики пальцев. Бейкер оторвал взгляд от дороги и, быстро повернувшись, взглянул на пассажира. Кончики пальцев у Старикана были красными. Вернее, две первых валан. Ну и что? Он просто обгорел на солнце. Только до середины пальцев? А почему не всякий? Бейкер пожал плечами. Раньше его пальцы такими не были, продолжала Лис. Когда мы его подобрали, они не были красными. Дорогая, скорее всего, ты просто не заметила этого. Я заметила, потому что обратила внимание. У него маникюр. Я подумала, это очень любопытно, что посреди пустыни вдруг оказался какой-то старикашка с маникюром. Ох-ох-ох, жалобно простонал Бейкер, поглядев на часы. Сколько времени им придется потратить в больнице, в галопе? Вероятно, несколько часов. Он вздохнул на сей раз молча. Дорога идеально прямой лентой разворачивалась впереди. На полпути к галопу Старикан проснулся. Он закашлялся, а потом невнятно произнес хриплым голосом. Мы находимся здесь? Мы находимся хоть где-нибудь? Как вы себя чувствуете, спросил Орис? Чувствую. Я закручиваюсь. Прекрасно. Просто прекрасно. Как вас зовут? Продолжила Орис. Человек недоуменно заморгал, глядя на нее. Квазителефон выгнал меня вон. Но как вас зовут? Прежнее имя в грешных играх с ними, ответил человек. Он все рифмует, заметил Бейкер. Я обратил на это внимание, Дэн. Я видел телепередачу об этом, сказал Бейкер. Стремление рифмовать означает, что он шизофреник. Рифмоплет ведет расчет, заявил Старик. А потом он вдруг запел, громко почти крича на мотив старой песни Джона Дендера. Квазителефон выгнал меня вон, в места, где я был рожден, в старый Блэк-Рокки-каньон, на тихих задворках страны, где были мы все рождены, квазителефон просто вышел вон. Вот это да, восхитился Бейкер. Сэр, снова обратилась к пассажиру Лис. Вы можете назвать мне ваше имя? Необий для худших условий. Волосатые сингулярности препятствуют паритетности. Дорогая, у этого парня неладно с мозгами, вздохнул Бейкер. Если неладно с мозгами, то воняет, как будто ногами, подхватил старик. Но Лис отказывалась сдаться. Сэр, вы знаете свое имя? Позвоните Гордону, ответил человек. Теперь он уже кричал. Позвоните Гордону Стэнли, позвоните. Семейство в целости держите. Но сэр Лис вмешался в Бейкер. Оставь его. Пусть он успокоится, ладно? Нам еще далеко не ехать. Старик вдруг взревел. В местах, где я был рожден. Черное колдовство. Трагическое существо. Пьяный весь мир покрыт. От этого стон стоит. И немедленно начал сначала. И что дальше? Спросила Лис. Не спрашивай. Бейкер позвонил с дороги. Поэтому, когда Мерседес въехал под окрашенный в красный кремовый цветопортик травматологического отделения больницы МакКинли, там уже дожидались санитары с каталкой. Старик вел себя пассивно, пока его укладывали на каталку, но как только его стали привязывать к ней, он разволновался и поднял крик. Отпустите меня! Отвяжите меня! Это ради вашей собственной безопасности, сэр, сказал один из санитаров. Самолчите! Прочь пойдите! Вы опасностью грозите! Негодяи и мерзавцы! Обмануть меня хотите! На Бейкера произвело впечатление то, как санитары обошлись с парнем. Мягко, но тем не менее, все же связав его. Не меньшее впечатление произвела на него и миниатюрная темноволосая женщина в белом халате, вышедшая навстречу им на лестнице. «Я Деверли Цоси», представилась она, протягивая руку. «Дежурный врач». Она оставалась совершенно спокойной, несмотря на то, что человек на коляске продолжал вопить, пока его везли. «Квази-телефон выгнал меня вон!» Все находившиеся в приемном покое уставились на него. Бейкер увидел мальчика лет десяти или одиннадцати с рукой на перевязи. Он сидел на стуле рядом с матерью и с любопытством наблюдал за стариком, шепча что-то на ухо матери. Старикан пел. «Вместо, где я был рожден!» «И как долго он находится в таком состоянии?» спросила доктор Цоси. «С самого начала, с тех пор, как мы его подобрали, не считая времени, пока он спал», уточнил лиз. «Он терял сознание?» «Нет». «Была тошнота, рвота?» «Нет». «И где же вы нашли его?» «В районе Карасон-Каньона». «Приблизительно, в пятидесяти милях дальше». «Там, пожалуй, ничего нет», сказала врач. «Вы знаете эти места?» удивился Дейкер. «Я там выросла». Она чуть заметно улыбнулась. Старика ввезли через распахивающиеся на обе стороны двери. Он все так же продолжал выкрикивать рифмованную бессмыслицу. «Если вы подождете здесь, то я вернусь к вам, как только что-то узнаю». «Это, вероятно, потребует времени. Вы могли бы тем временем поесть». Беверли Цоси имела постоянную работу в университетской клинике Альбукерке. Но в последнее время каждую неделю на два дня приезжала в Галлу, чтобы ухаживать за престарелой бабушкой. И в эти дни ради дополнительного заработка дежурила подменным врачом в травматологическом отделении больницы МакКинли. Ей нравилась больница МакКинли, смело окрашенная ярко-красными и кремовыми полосами. Больница вела большую работу на благо местной общины. А Беверли любила Галлоп. Этот город был куда меньше, чем Альбукерке. И к тому же здесь, в местах обитания своих предков, она чувствовала себя гораздо лучше. Как правило, в травматологическом отделении было довольно тихо. И поэтому появление этого взвинченного, крикливого старика вызвало изрядные волнения. Откинув занавеску, Беверли вошла в бокс, где санитары уже успели снять с больного его коричневый войлочный халат или плащ. Но старик сопротивлялся, и санитары были вынуждены оставить его связанным. Его джинсы и клетчатую рубашку пришлось разрезать. Нэнси Худ, старшая медсестра отделения, сказала, что это не имело никакого значения, потому что его рубашка все равно была непоправимо испорчена. На кармане была пришита бесформенная заплата из другого материала. Он когда-то порвал рубашку и пришел сюда этот клок. Если вас интересует мое мнение, это была никудышная работа. «Нет», — возразил один из санитаров, разглядывая рубашку. «Сюда ничего не пришивалось. Это один кусок ткани. Очень странно, но кусок не подходит, потому что одна сторона у него куда больше другой. Так или иначе, но он этого не заметит», — констатировала Нэнси Худ, бросив погубленную рубашку на пол. «Вы хотите попытаться обследовать его?» — обратилась она к Сосе. Больной продолжал реагировать довольно буйно. «Пока нет. Давайте поставим ему капельницу в обе руки и осмотрите его карманы. Проверьте, нет ли у него хоть каких-нибудь документов. Если ничего не окажется, снимите у него отпечатки пальцев и отправьте факсом в Вашингтон. Вдруг там его смогут идентифицировать по базе данных». Спустя 20 минут Деверли Цоси уже занималась с мальчиком, сломавшим руку, поскользнувшись во время перебежки на третью базу при игре в бейсбол. Этот ребенок в очках казался несколько туповатым, но явно гордился своей спортивной травмой. «Мы обыскали вещи этого Джона Доу», — сообщила, открыв дверь Нэнси Худ. «Джон Доу — условное наименование лица мужского пола, чье имя неизвестно или по тем или иным причинам не оглашается имя Рек. И что же? Ничего полезного. Ни бумажника, ни кредитных карточек, ни ключей. Вот единственная вещь, которая у него оказалась. Она протянула Деверли свернутый клочок бумаги. Он напоминал обрывок компьютерной распечатки, где было изображено множество непонятным образом расположенных точек на координатной сетке. «Внизу было написано «Мон-сте-мере». «Мон-сте-мере», — задумчиво преднесла Деверли. «Вам что-нибудь говорит это?» Худ помотала головой. «Если вас интересует мое мнение, то он псих». «Все равно я не могу давать ему транквилизаторы, пока мы не узнаем, что у него с головой. Так что лучше организуйте ему снимки черепа, чтобы исключить травмы и гематомы», — сказала Деверли Цоси. «Вы же помните, Девер, что рентгеновское исследование может внести изменения в его состоянии. Действия их случаев не проходят бесследно. Почему бы вам не провести магниторезонансное исследование? Так вы сможете осмотреть все его тело. Распорядитесь об этом», — согласилась Цоси. Нэнси Худ повернулась, чтобы выйти, но вдруг воскликнула. «Представляете, какая неожиданность? Приехал Джимми из полиции». Дэн Бейкер волновался. Как он и предполагал, им пришлось провести несколько часов в приемном отделении больницы МакКинли. Вернувшись после ленча буррито с острым соусом из красного перца чили, они увидели, как полицейский на стоянке осматривает их автомобиль, проводя ладонью по дверям. «Буррито — блюдо мексиканской кухни, разновидность свернутых блинчиков с мясным фаршем, тертым сыром или жареными бобами». От одного только вида этой процедуры Бейкера охватил озноб. Он был и собрался подойти к полицейскому, но тут же решил не делать этого. Они возвратились в комнату ожидания приемного отделения. Оттуда он позвонил дочери и предупредил, что они опаздывают. Вообще-то они могли не попасть в Феникс и до завтра. Они ждали. Наконец, где-то в четыре часа дня Бейкер подошел к столу регистратора и осведомился о старике. «Вы его родственник?» — вопросом на вопрос ответила женщина. «Нет, но...» «Тогда, пожалуйста, подождите там. Доктор скоро к вам выйдет». Он вернулся и с тяжелым вздохом сел на место. Потом снова встал, подошел к окну и посмотрел на свой автомобиль. Полицейский ушел, но теперь под дворником ветрового стекла торчал трепещущий на легком ветерке листочек. Бейкер забарабанил пальцами по подоконнику. «В этих маленьких городишках вы, что бы ни случилось, всегда вляпаетесь в неприятности». И чем дольше он ждал, тем больше в его мозгу возникало разнообразных сценариев. Старик впал в кому, и они не смогут покинуть город до тех пор, пока он не придет в себя. Старик умер, и теперь их обвинят в убийстве. Их не обвинят в убийстве, но они должны через 4 дня приехать на коронерское расследование. Коронер – особый судебный следователь в Англии, Соединенных Штатов и ряде других стран, в обязанности которого входит расследование случаев насильственной или внезапной смерти. Человек, появившийся наконец, чтобы поговорить с ними, был не миниатюрной женщиной-доктором, а полицейским. Это был длинноволосый юноша, 20 с небольшим лет, в аккуратно отблаженной униформе. Приколотая на груди карточка сообщала, что его зовут Джеймс Уонека. «Откуда такая фамилия?» – мельком подумал Бейкер. «Вероятно, Навахо или Хоппи». «Мистер и миссис Бейкер», – Уонека держался чрезвычайно вежливо и представился первым. «Я только что разговаривал с доктором. Она закончила обследование и получила результаты магниторезонансной томограммы. Нет абсолютно никаких признаков того, что этот человек был сбит автомобилем. Я лично осмотрел ваш автомобиль. На нем тоже никаких признаков удара. «Я считаю, что вы, скорее всего, попали колесом в выбоину и решили, что задели человека. Дороги там никудышные». Бейкер прожег взглядом жену, которая отвела глаза. «Но с ним все обойдется?» – спросила Лиз. «Похоже, что да. Значит, мы можем ехать?» – напористо осведомился Бейкер. «Дорогой», – напомнила Лиз, – «разве ты не хочешь отдать эту штуку, которую нашел там?» «Ну, конечно». Бейкер протянул керамический квадратик. «Я нашел это рядом с тем местом, где он нам попался. Полицейский повертел квадратик в руках. «МТК», – прочел он вслух буквы, оттиснутые наоборот. «Скажите, пожалуйста, поточнее, где вы нашли это?» «Примерно в тридцати ярдах от дороги. Я решил, что он мог приехать в автомобиле, который свалился с дороги, и проверил. Но там не было никакого автомобиля. Видели что-нибудь еще? Нет, это все». «Хорошо, благодарю вас», – сказал Уонека, засунув находку в карман. «О, чуть не забыл», – продолжил он после секундной паузы, вытаскивая из кармана клочок бумаги и тщательно расправляя его. «Мы нашли это в кармане потерпевшего. Я подумал, может быть, вы уже видели это?» Беккер взглянул на листок, точки, разбросанные не то на координатной сетке, не то между какими-то контурами. «Нет», – твердо сказал он, – «я никогда этого не видел». «Вы не давали это ему?» «Нет». «У вас нет соображений, что бы это могло значить?» «Нет», – отрезал Беккер. «Ничего не приходит в голову». «А мне кажется, я знаю», – вмешалась его жена. «Вы?» Полицейский не смог скрыть удивление. «Да», – подтвердила она. «Вы не возражаете, если я…» Она взяла бумагу из рук полицейского. Беккер вздохнул. Теперь лис превратилась в архитектора и, склонив голову, вдумчиво рассматривала бумажку, поворачивая ее то так, то этак, глядя на точки то сверху, то сбоку. Беккер понимал, почему она это делает. Она пытается отвлечь внимание от того факта, что была не права, что их автомобиль просто попал в выбоину, а в результате они впустую потратили здесь целый день. Она старается оправдать затрату времени, придав хоть какую-то важность этому клочку бумаги. «Да», – объявила она наконец. «Я знаю, что это такое. Это церковь». Беккер уставился на точке. «Это церковь?» Переспросил он с ноткой недоверия. «Конечно же, это план церкви», – уверенно ответила лис. «Вот смотрите. Крестообразные оси, неф, видите? Дэн, вне всякого сомнения, это церковь. И остальная часть плана, эти квадраты в квадратах, прямолинейные очертания, это напоминает…» «Знаешь, это напоминает монастырь». «Монастырь?» – удивился, в свою очередь, полицейский. «Я в этом уверена», – подтвердила лис. «А что касается подписи внизу «Монстемере», то разве не похоже это не на полностью написанное слово «монастырь?» «Я готова биться об заклад. Заявляю вам, я считаю это схематическим планом монастыря». Она вернула листок полицейскому. Беккер многозначительно посмотрел на часы. «Нам, пожалуй, пора ехать. Ну, конечно», – согласился Онака, поняв этот прозрачный намек. Он обвинялся рукопожатием с щитой Беккер. «Благодарю за оказанную вами помощь. Простите, что пришлось задержать вас. Счастливого пути!» Беккер обхватил жену за талию и вывел ее из здания на залитую предвечерним солнцем улицу. Уже было не так жарко, как днем. На востоке в небе висели надутые горячим воздухом шары. Галлоп был центром теплового воздухоплавания. Он направился к автомобилю. Листочек на ветровом стекле оказался рекламой бирюзовых украшений из местного магазина. Он выдернул его из-под дворника, смял и бросил под колеса. Его жена сидела, обхватив себя руками, и смотрела прямо вперед. Он запустил мотор. «Ладно, я сожалею», — сказала она. Голос был сварливым. Но Беккер знал, что иного признания неправоты он от нее не дождется. Он наклонился и поцеловал жену в щеку. «Нет, ты сделала все правильно. Мы спасли жизнь этому старикам». Его жена улыбнулась. Он вывел машину со стоянки и поехал в шоссе. Старик спал на больничной кровати. Нижняя часть его лица была прикрыта кислородной маской. Беверли Цоси сделала ему укол легкого успокоительного. Он расслабился. Дыхание его стало ровным и легким. Цоси стояла у кровати больного, обсуждая случай с Джоньетто, индейцем из племени Апачи, Мескаляро, опытным терапевтом и прекрасным ягностом. Белый мужчина, примерно 70 лет, поступил со спутанным сознанием, неадекватной раздражительностью, дезориентированной, умеренная сердечная недостаточность, слегка повышенные ферменты печени, но более ничего. И они его не сбили автомобилю? Судя по всему, нет. Но очень странно. Они сказали, что нашли его на дороге к северу от Корасон-каньона. Но там нет ничего на целых 10 миль вокруг. Неужели? Джон, у этого парня нет никаких признаков долгого пребывания на солнце, ни обезвоживания, ни кетонизации. Он даже не загорел. Вы думаете, что кто-то попытался убрать его? Дедушка ему надоел, и он уволок его подальше от людей. Да, именно это я и подозреваю. А как насчет его пальцев? Я не знаю, призналась она. У него какая-то проблема с кровообращением. Кончики пальцев у него холодные и потемнели до фиолетового цвета. По виду можно даже опасаться гангрены. Но независимо от того, что это такое, пока он находится в больнице, его состояние стало хуже. Он диабетик? Нет. Болезнь Рейно? Нет. Ниятуа склонился над кроватью и всмотрелся в пальцы. Затронуты только первые фаланги. Все нарушения периферические. Да, согласилась она. Если бы его обнаружили не летом в жаркой пустыне, то я сказала бы, что это обморожение. Беф, вы проверили его на присутствие тяжелых металлов. Это могло быть отравление тяжелыми металлами, кадмием или мышьяком. Этим можно было бы объяснить состояние пальцев, а также и слабоумие. Я взяла пробы. Но анализ на тяжелые металлы делают только в Альбукерке. Ответ поступит не раньше, чем через 72 часа. У него был какой-нибудь документ, медицинская карточка, хоть что-нибудь? Ничего. Мы передали приметы в полицию, отправили факс с отпечатками пальцев в Вашингтон на проверку по базе данных. Но на поиски может потребоваться неделя. Нияту кивнул. А что он говорил, когда находился в возбуждении? Что-то бормотал? Какие-то рифмованные фразы. В общем-то, одни и те же. Что-то насчет Гордона и Стэнли. А потом он добавил «Квази-телефон выгнал меня вон». Квази? Разве это не латынь? Она пожала плечами. Я уже давно не бывала в церкви. Мне кажется, что квази — это слово из латинского языка, пояснил Нияту. Тут они услышали негромкий голос. Простите, пожалуйста. Это был очкастый мальчик, сидевший в обществе матери на кровати в другом конце палаты. Кевин, хирург еще не освободился, сказала Деверли. Как только он придет, мы наложим на твою руку гипс. Он не говорил «квази-телефон», — сообщил мальчик. Он говорил «квантовый фон». Что? Квантовый фон. Он говорил «квантовый фон». Они подошли к ребенку. У Ньетто был удивленный вид. Но что же это такое, этот квантовый фон? Мальчик смотрел на них честными глазами из-под очков. Вообще-то, надо говорить не «квантовый фон», а «квантовая пена». В мельчайших субатомных измерениях структура пространства-времени имеет и регулярный характер. Оно не гладкое, а скорее пузырящиеся, впенистое. Но и потому, что все это происходит уже на квантовом уровне, это называют «квантовой пеной». «Сколько тебе лет?» спросил Ньетто. «Одиннадцать». «Он много читает», — сообщила его мать. «Отец у него работает в Лос-Аламосе». Ньетто кивнул. «И что является частицей этой квантовой пены, Кевин?» «У нее нет частиц», — сказал мальчик. «Это в точности то же самое, что и Вселенная, только на субатомном уровне». «Но с какой стати этот старик рассуждал о таких вещах?» «Потому что он известный физик», — объявил вошедший в палату Уонека. Он заглянул в листок бумаги, который держал в руке. Только что пришло сообщение по спецсвязи. Джозеф А. Трауп, 71 года, физик-материаловед, специалист по сверхпроводимости металлов. «Сообщение об исчезновении передано с его места работы из исследовательского центра МТК в Блэк-Рок, сегодня сразу после полудня». Блэк-Рок — это же около Сангии. Этот город находится в нескольких часах пути в центре Нью-Мексико, совсем рядом с Альбукерки. «Какого черта этот старик делал в Карасон-каньоне на границе с Аризоной?» «Я не знаю», — сказала Дегрелли. Но он загудел сигнал тревоги кардиомонитора. Все произошло настолько стремительно, что Джимми Уонека не успел ничего толком сообразить. Старик поднял голову с подушки, посмотрел на них диким взглядом, а потом его вырвало кровью. Кислородная маска сразу стала ярко-красной. Кровь хлынула из-под маски, струйками побежала по его щекам и подбородку, обрызгивая подушку, стену. Больной издал булькающий звук. Он буквально тонул в своей собственной крови. Беверли уже опрометью неслась через палату. Уонека бежал следом. «Поверните голову», — приказал Ниету, подбегая к кровати. «Поверните». Беверли отбросила кислородную маску и попыталась повернуть голову старика, но тот отбивался, глаза у него были невероятно широко раскрыты в испуге, а в горле все так же булькало. Уонека протиснулся мимо врача, схватил старика за голову обеими руками и силой нажал, заставив его всем телом повернуться на бок. Человека снова вырвало. Кровь обильно обрызгала все приборы и самого Уонеку. «Отсос!» — крикнула Беверли, указывая на трубку, висящую на стене. Уонека попытался удержать старика и дотянуться до трубки, но пол был скользким от крови. Он поскользнулся и ухватился за кровать, чтобы удержаться на ногах. «Ну давайте!» — крикнула Цоси. «Я без вас не справлюсь. Отсос!» Она стояла на коленях и, засунув пальцы в рот больному, оттягивала его язык. Уонека вскочил на ноги и увидел, как Ньетто протягивает ему трубку Отсоса. Он схватил ее скользкими от крови пальцами, а Ньетто принялся крутить вентиль на стене. Деверли начала отсасывать неопреновым зондом кровь изо рта и носа больного. Трубка сразу покраснела. Человек задыхался, кашлял и слабел прямо на глазах. «Мне это не нравится», — сказала Деверли. «Лучше мы...» Сигнал тревоги кардиомонитора изменился. Он сделался высоким и непрерывным. «Остановка сердца!» «Проклятие!» — воскликнула она. Ее одежда с головы до ног была залита кровью. «Весла! Живы давайте весла!» Ньетто, стоявшись с другой стороны кровати, уже держал в вытянутых руках на готове контакты разрядника. Нэнси Худ, порываясь к кровати умирающего, оттолкнула Уонаку. Вокруг уже столпились люди. Уонако вдруг почувствовал резкий неприятный запах и понял, что кишки человека больше не удерживают своего содержимого. Внезапно он ощутил, что старик умирает. «Даю!» — сказал Ньетто, прикладывая контакты к груди больного. Тело содрогнулось. В бутылках на стене клокотала красная жижа. Сигнал тревоги монитора продолжал звенеть. «Задерните занавеску, Джимми!» — сказала Беверли. Он оглянулся и увидел, что на происходящее, раскрыв рот, взирает с другой стороны палаты мальчик в очках. Уонако резким движением задернул штору. Час спустя измученная Беверли Цоси тяжело опустилась на стул возле стола в углу, чтобы написать историю болезни. Бумага должна была оказаться особенно подробной, так как пациент умер. Пока налистала результаты анализов, Джимми Уонако принес ей чашку кофе. «Благодарю вас», — сказала она. «Между прочим, нет ли у вас телефона этой компании МТК? Я должна позвонить им». «Я сделаю это за вас», — предложил Уонако. «Как бы ненароком положив ей руку на плечо. У вас был трудный день». Прежде чем она успела что-либо ответить, Уонако перешел к соседнему столу, со щелчком раскрыл свой блокнот и принялся набирать номер. В ожидании ответа он улыбнулся Беверли. «Исследовательский центр МТК?» Полицейский представился, а потом сообщил. «Я звоню по поводу вашего пропавшего сотрудника, Джозефа Трауба. Подождите минутку, пожалуйста, я соединю вас с нашим директором по кадрам». Но ему пришлось ждать не одну, а несколько минут. Трубки зудела надоедливая музыкальная фраза. Обхватив микрофон рукой, он самым небрежным тоном, на который был способен, обратился к Беверли. «Вы будете сегодня вечером сидеть с вашей бабушкой? Или же сможете пойти куда-нибудь поужинать?» Она продолжала писать, не поднимая глаз. «Я буду сидеть с бабушкой». Он чуть заметно пожал плечами. «Именно так я и думал». «Но она ложится спать очень рано, часов восемь. На самом деле?» Она улыбнулась, все так же не отрывая взгляда от своих бумаг. «Да». Уонака усмехнулся. «Что ж, прекрасно, прекрасно». В телефонной трубке снова щелкнуло, и он услышал женский голос. «Пожалуйста, не кладите трубку. Я соединяю вас с нашим старшим вице-президентом, доктором Гордоном. Благодарю вас». «Да, старший вице-президент», — подумал он. Еще один щелчок, потом скрипучий голос. «Джон Гордон, слушаю вас». «Доктор Гордон, с вами, — говорит, — Джеймс Уонака из полицейского управления Галлопа», — сказал он. «Я звоню из больницы МакКинли в Галлопе. Боюсь, что у меня для вас плохие новости». И он вкратце изложил события последних часов. «Да-да, офицер Уонака, большое спасибо», — сказал Гордон в трубку. «Мы примем все меры. Да-да, мы немедленно займемся этим. Еще раз большое спасибо». Гордон выключил телефон и обратился к Донни Джеру. Трауп мертв. И они идентифицировали его тело. Где? В Галлопе. Мне позвонил коп из отделения скорой помощи. Что они думают о причине смерти? Они точно не знают, хотя предполагают острую сердечную недостаточность. Но у них проблема с его пальцами, нарушение кровообращения. Они собираются произвести вскрытие трупа. Это требование закона. Донни Джер раздраженно отмахнулся. «Нашли гребанную проблему. Вскрытие трупа ничего им не даст. У Траупа произошла ошибка в транскрипции. Они никогда не смогут этого вычислить. И какого черта вы тратите в пустую мое время из-за такого дерьма? Один из ваших служащих только что умер, Боб», – возразил Гордон. «Ах, да, конечно», – холодно ответил Донни Джер. «И знаете что? Все, что я могу сказать по этому поводу, мне на это насрать. Я сожалею. О, конечно, конечно. Пошлите цветы. Только займитесь этим сами, хорошо?» В подобные моменты Гордон обычно глубоко вздыхал и напоминал себе, что Донни Джер ничем не отличается от большинства других агрессивных молодых предпринимателей. Он напоминал себе, что если отбросить сарказм, Донни Джер почти всегда оказывался правым. И еще он напоминал себе, что именно так Донни Джер вел себя всю жизнь. Роберт Донни Джер рано обнаружил признаки гениальности. Технические учебники он начал читать еще когда учился в начальной школе. К девяти годам он уже мог собрать любой электронный прибор, радиоприемник или телевизор, копаясь в вакуумных трубках, транзисторах и проводах до тех пор, пока устройство не начинало работать. Когда его мать как-то раз в тревоге сказала ему, что боится, как бы он не устроил сам себе казнь на электрическом стуле, он ответил ей, «Не будь идиоткой». А когда умерла его любимая бабушка, Донни Джер с сухими глазами сообщил матери, что старая леди была должна ему 27 долларов, и он ожидает от матери возмещения этого дома. Окончив с отличием физический колледж в Стэнфорде в возрасте 18 лет, Донни Джер поступил в лабораторию Ферми близ Чикаго. Там он проработал 6 месяцев и ушел, заявив директору лаборатории, что физика элементарных частиц годится только для анонистов. Он возвратился в Стэнфорд, где работал в области, которая счел более многообещающей – магнетизм в условиях сверхпроводимости. В это время ученые всех отраслей знания уходили из университетов и учреждали компании для эксплуатации своих открытий. Донни Джер поступил так спустя год. Он основал Техгейт – компанию, изготавливающую компоненты для прецизионных микросхем – методом травления, который Донни Джер изобрел буквально между делом. Когда Стэнфордский университет выразил протест, дескать, Донни Джер сделал это открытие, работая в университетской лаборатории, тот отпахнулся – если вы считаете, что здесь есть проблема, то подавайте на меня в суд или же заткнитесь. Именно в эпоху Техгейта резкий стиль управления Донни Джера стал знаменитым. Во время встречи с работавшими у него учеными, он обыкновенно сидел в углу, раскачиваясь на стуле и забрасывал говоривших вопросами. А что вы думаете об этом? Почему вы не делаете этого? А почему это происходит? Если ответ удовлетворял его, он говорил – возможно. И это было наивысшей похвалой, которой кто-либо когда-нибудь удостаивался от Донни Джера. Но если ответ его не устраивал, а обычно бывало именно так, то он рычал – «У вас что, мозги совсем высохли? Не прикидываетесь идиотом? Вы хотите так и умереть, дуракон? У вас в башке нет и половины извилины?» А раздражаясь по-настоящему, он швырялся блокнотами и карандашами и кричал – «Жопы! Все вы затраханные жопы!» Сотрудники Техгейта выносили истерики бешеного Донни Джера, потому что он был блестящим физиком, намного лучшим, чем любой из них. Потому что он досконально знал проблемы, стоявшие перед его командами. И еще потому, что его критика неизменно оказывалась безошибочной. Этот грубо-язвительный стиль, хотя и чрезвычайно неприятный, был столь же замечательно действенным. За два года Техгейт добилась большого прогресса. В 1984 году он продал свою компанию за 100 миллионов долларов. В том же году журнал «Тайм» включил его в список 50 человек моложе 25 лет, которым предстоит оказать решающее влияние на ход завершающей части столетия. В этот список входили также Билл Гейтс и Стив Джобс. «Будь оно все проклято!» — буркнул Донни Джер, оборачиваясь к Гордону. «Неужели я должен сам заниматься каждой мелочью? Господи Иисусе, где они нашли Трауба?» «В пустыне, в резервации Наваху. Где точно?» «Я знаю только, что это произошло в десяти милях к северу от Корасона. Судя по всему, это необитаемые места». «Ладно», — сказал Донни Джер, — «тогда пусть Боретто из службы безопасности отгонит автомобиль Трауба в Корасон и бросит его в пустыне, проткнет шину и уберется оттуда». Диана Крамер негромко откашелась. «Это была темноволосая женщина, тридцати с небольшим лет, одетая в черный костюм». «Я не уверена, что это нужно делать, Боб», — заявила она тоном истинного законника. «Ведь вы же собираетесь подтасовать вещественные доказательства». «Именно это я и хочу сделать. В этом все и дело — подтасовать доказательства. Кто-нибудь захочет узнать, каким образом Трауб там очутился. Вот и пусть там окажется его автомобиль, чтобы они смогли его найти. Но мы же не знаем точно, где. Совершенно неважно, где точно. Просто сделайте это, и все. Но это будет означать, что Боретто плюс кто-то еще узнают об этом. Ну и плевать. Просто сделайте это, Диана». Наступила непродолжительная напряженная пауза. Крамер с нескрываемо несчастным видом смотрела в пол. «Посудите сами», — сказал Донни Джер. «Вновь повернувшись к Гордону. Помните, как Гармен хотел перехватить контракт у моей старой компании. Помните утечку информации в прессу? Помню», — ответил Гордон. «Вы тогда так переживали из-за этого?» Ухмыляясь, — проговорил Донни Джер. «Гармен был жирной свиньей», — пояснил он Крамер. «Тогда он сильно похудел из-за того, что жена посадила его на диету. Мы распустили слухи, что у Гармена неизлечимый рак, и компания из-за этого должна закрыться. Он, конечно, отрицал это, но ему никто не верил, из-за перемены во внешнем виде. «Мы получили контракт, а я послал большую корзину фруктов его жене», — Донни Джер рассмеялся. «И никто не смог проследить, что сплетню распустили мы. Все это входит в правила игры, Диана. Бизнес есть бизнес. Закиньте этот чертов автомобиль в пустыне». Она кивнула, но не подняла глаз. «И далее», — продолжал Донни Джер, — «я прежде всего хочу узнать, какого дьявола Трауба занесло в камеру перехода. Ведь он уже совершил слишком много перемещений и накопил слишком много дефектов транскрипции. Он перебрал свой лимит. Предполагалось, что он больше не будет совершать перемещений. Он не прошел санитарной обработки для перемещений. Вокруг этой камеры у нас полно охраны. Так каким же образом он вошел куда?» «Мы считаем, что он заявил, будто собирается настраивать машину», — ответил Экрана. «Он дождался вечера смены охранников и забрался в машину. Но сейчас мы все это выясняем». «Я не хочу, чтобы вы это выясняли», — саркастически проронил Донни Джер. «Я хочу, чтобы вы это выяснили, Диана. Мы выясним это, Боб». «Это будет куда лучше, черт бы его побрал», — мрачно проворчал Донни Джер. «Потому что компания стоит сейчас перед тремя существенными проблемами. И трауп — наименьшее из них. Другие две куда серьезнее. Намного, намного серьезнее». Донни Джер всегда отличался способностью заглядывать далеко в будущее. Тогда, в 1984 году, он продал Техгейт, потому что предвидел, что развитие компьютерных микросхем скоро уткнется в стенки. В то время такие мысли казались бредовыми. Мощность компьютерных чипов удваивалась каждые 18 месяцев, тогда как их себестоимость вдвое снижалась. Но Донни Джер догадался, что этот прогресс достигается лишь за счет все более и более тесного расположения компонентов на чипе. А это не могло продолжаться вечно. В конечном счете элементы окажутся так плотно упакованными, что чипы будут плавиться от перегрева. И именно это устанавливало верхний предел мощности компьютера. Донни Джер знал, что обществу потребуется еще много грубой компьютерной силы, но не видел, как ее можно получить. В растерянности он возвратился к своим прежним интересам – магнетизму в условиях сверхпроводимости. Он основал вторую компанию «Эдвенс Магнетикс», которая принадлежала несколько патентов, необходимых для создания новых приборов магниторезонансной диагностики, начавших в то время переворот в медицине. «Эдвенс Магнетикс» получала четверть миллиона долларов лицензионных платежей с каждой изготовленной установки магниторезонансной томографии. «Это была настоящая дойная корова», – сказал однажды Нонни Джер. «И работа эта была не более интересной, чем дойка коров». Заскучав от этой спокойной жизни, в поисках новых тревог, он в 1988 году продал компанию. Тогда ему было 28 лет, и он стоил миллиард долларов. Но, по его мнению, ему еще предстояло оставить свою отметку в истории цивилизации. В следующем, 1989 году, он основал МТК. Одним из героев Донни Джера был физик Ричард Фейнман. В начале 80-х годов Фейнман размышлял о возможности создания компьютера, в котором использовались бы квантовые элементы атомов. Теоретически, такой квантовый компьютер должен был оказаться в миллиарды и миллиарды раз мощнее, чем любая когда-либо существовавшая вычислительная машина. Но идея Фейнмана требовала для своего воплощения совершенно новой технологии. Технологии, которая предстояла возникнуть на пустом месте. Технологии, которая должна была изменить все правила. Поскольку никто не видел практического способа построить квантовый компьютер, идея Фейнмана оказалась вскоре позабыта. В 1989 году Донни Джер решил создать первый квантовый компьютер. Идея была настолько радикальной и настолько рискованной, что он нигде и никогда публично не высказывался о своем намерении. Он скромно назвал свою новую компанию МТК, что означало «Международная технологическая корпорация». Штаб-квартиру он разместил в Женеве, где принялся искать подходящие кандидатуры среди массы физиков, работавших на ЦЕРН. ЦЕРН – Европейский совет по ядерным исследованиям. В течение нескольких последовавших лет никто не слышал ни о Донни Джере, ни о его компании. Публика считала, что он отошел от дел, если, конечно, кто-нибудь вообще думал о нем. Но ведь это было совершенно обычным явлением среди видных предпринимателей в области наукоемких технологий – уйти из поля зрения публики и после того, как удалось достичь подлинного благосостояния. В 1994 году журнал «Тайм» опубликовал список 25 людей моложе 40 лет, определявших облик нашего мира. Роберта Донни Джера среди них не было. Никого это не заинтересовало, никто и не вспомнил этого имени. В том же году он перевел МТК обратно в Соединенные Штаты, разместив исследовательский центр в местечке Блэк-Рок, штат Нью-Мексико, в часе езды на север от Аль-Букерки. Вдумчивый наблюдатель мог бы заметить, что он снова укрылся в уединенном месте с группой отборных физиков. Но наблюдателей не было вообще никаких, а уж тем более вдумчивых. Так что никто и не заметил, как на протяжении 90-х годов МТК постоянно увеличивалось в размерах. В штате Нью-Мексико строились все новые и новые лаборатории, нанимались все новые и новые физики. Численность совета директоров возросла от 6 до 12 человек. Все они занимали ведущие положения в компаниях, вложивших капиталы в МТК или являлись персональными инвесторами. Все подписали безжалостные обязательства о неразглашении сведений, одним из пунктов которого предусматривалось депонирование персонального предварительного согласия на проверку при помощи детектора лжи по требованию компании, а также на прослушивание МТК личных телефонов без уведомления владельцев. Кроме того, Донниджер потребовал, чтобы минимальный размер инвестиции был равен 300 миллионам долларов. Это было, как он высокомерно объяснил, стоимость места в правлении. Вы хотите знать, на что я нацелился? Вы хотите стать частью того, что мы здесь делаем? Это стоит треть миллиарда долларов. Либо давайте, либо проваливайте. Мне плевать, какой вариант вы выберете. Но, конечно, ему было далеко не плевать. У МТК уже имелся ужасающий долг. В течение минувших девяти лет компания истратила более трех миллиардов. И Донниджер знал, что ему предстоят новые крупные расходы. Проблема номер один, продолжал Донниджер. Это наши капиталы. Прежде чем взойдет солнце, нам потребуется еще миллиард. Он кивнул в сторону зала заседания. Они сами не допрут до этого. Я должен заставить их принять троих новых членов правления. В той комнате придется как следует поторговаться, заметил Гордон. Я знаю, ответил Донниджер. Они видят, как нарастают долги и хотят узнать, когда же это закончится. Они хотят увидеть конкретные результаты. Именно эти результаты я и собираюсь представить им сегодня. А если поконкретнее? Победа, пояснил Донниджер. Этим говнюкам позарез необходима победа. Кое-какие захватывающие новости об одном из проектов. Крамер затаила дыхание. Боб, но ведь все наши проекты долговременные, возразил Гордон. Один из них должен быть близок к завершению. Скажем, Дордон. Нет-нет, я бы не советовал говорить о нем. Мне самому нужна победа, заявил Донниджер. Профессор Джонстон на нашей никеле просидел во Франции своими ельцами уже три года. Никель монета в пять центов. У нас должно быть что-нибудь, что можно было бы показать. Еще не время, Боб. В любом случае, у нас еще мало земли. Земли вполне достаточно. Боб, туда отправится Диана. Она сможет как следует надавить на них. Профессору Джонстону это не понравится. Уверен, что Диана справится с ним. Один из ассистентов выглянул из конференц-зала и оглядел холл. — Черт, возьми еще минуту! — резко проронил Донниджер, но тут же двинулся к двери. На мгновение задержавшись, он кинул через плечо. — Немедленно займитесь этим. Затем он вошел в зал и закрыл за собою дверь. Гордон шел рядом с Крамер по коридору. Ее высокие каблуки звонко цокали по полу. Скосив глаза вниз, Гордон увидел, что она носила со строгим черным костюмом черные босоножки без пятки. Это был классический облик Крамер, одновременно и соблазнительная, и недосягаемая женщина. — Вы уже знали об этом? — спросил Гордон. Она кивнула. — Но совсем недолго. Он сказал мне всего лишь час назад. Гордон ничего не ответил. Он подавил раздражение. Гордон сотрудничал с Донни Джерон уже в течение 12 лет, со времен Advanced Magnetics. В МТК он проводил в промышленных масштабах исследования на двух континентах, осуществляя руководство работой множества физиков, химиков и специалистов по компьютерам. Он должен был самостоятельно изучить теорию сверхпроводимости металлов, фрактальной компрессии, квантового замещения и ионообмена в мощных потоках. Он по горло погрузился в теоретическую физику, ее самые ужасные отрасли, и смог добиться результата. Исследования шли по графику. Денежные перерасходы были управляемыми. Но, несмотря на его успешную работу, Донни Джер все же никогда по-настоящему не доверял ему. Крамер, напротив, все время пребывала в особых отношениях с Донни Джером. Она начала как сотрудник юридической фирмы, работавшей на компанию. Донни Джер решил, что она толковый классный юрист и взял ее к себе на службу. На протяжении следующего года она была его любовницей. И, несмотря даже на то, что их близкие отношения давно ушли в прошлое, Президент МТК все еще прислушивался к ней. За эти годы Диане удалось предотвратить несколько потенциальных несчастья. «На протяжении десяти лет, — сказал Гордон, — мы молчали об этой технологии. Когда думаешь о ней, то она окажется настоящим чудом. Трауп оказался первой жертвой несчастного случая, ушедшей из наших рук. Хорошо еще, что он попал к такому тупоголовому копу, и дальше дело не пойдет. Но если Донни Джер станет подгонять события во Франции, люди могут начать прикидывать хвост к носу. Ведь в Париже мы уже обзавелись репортером, пытающимся копаться в наших делах. Разве не может получиться так, что Боб невольно раскроет наши секреты? «Я знаю, что он думал обо всем этом. Это и есть вторая большая проблема. Огласка? Да. Опасность того, что все это выйдет наружу. И это его не волнует? Нет, очень волнует. Но у него, кажется, есть планы решения проблемы. Надеюсь на это, — сказал Гордон. Потому что мы не можем все время рассчитывать на то, что в наше грязное белье не вздумает заглянуть никто, кроме тупоголового копа. На следующее утро молодой офицер полиции Джеймс Уонека явился в больницу МакКингли. Он искал Беверли Цоси, рассчитывая, что она посмотрит отчет о вскрытии трупа, умершего накануне старика. Но ему сказали, что Беверли ушла на третий этаж в отделение функциональной диагностики. Он решил отправиться туда же. Он нашел Беверли рядом с белым сканером в маленькой выкрашенной бежевой краской комнате. Она разговаривала с Кельвином Чи, оператором магниторезонансного томографа. Тот сидел перед терминалом компьютера, выводя на экран одно за другим черно-белое изображение. Каждая из них состояла из пяти кругов, расположенных в ряд. По мере того, как Чи сменял кадр на экране, круги становились все меньше и меньше. «Кельвин», — сказала Беверли, — «этого не может быть. Это какой-то артефакт». «Вы просили меня, чтобы я посмотрел данные», — ответил оператор. «А теперь не верите мне? Я говорю вам, что это не артефакт, это реальная картина. Вот посмотрите на другую руку». Чи пощелкал клавишами, и на экране появился расположенный в горизонтальной плоскости овал, в котором были хорошо видны пять бледных кругов. Вот, это ладонь левой руки во фронтальном срезе. Он повернулся к онеке. Примерно это вы могли увидеть, если бы положили кисть руки на колоду мясника, и он рубанул бы ее вертикально, чуть впереди запястья. Очень мило, Кельвин. Ну, я просто хочу, чтобы всем было понятно. Он вновь обернулся к экрану. Ладно, теперь подробности. Пять кругов — это пять пальцевых костей. Вот это сухожилие, идущее к пальцам. Вы же помните, что мускулы, управляющие кистью, находятся главным образом в предплечье. Дальше. Этот кружочек — радиальная артерия, которая несет кровь в кисть руки через запястье. Так. Теперь мы движемся наружу от запястья по последовательным срезам. Изображения стали изменяться. Овал стал уже, и одна за другой кисти начали расходиться, словно делящаяся амеба. Теперь на экране осталось четыре кружочка. Так. Вот мы выбрались из ладони, и видим только пальцы. Мелкие артерии внутри каждого пальца разделяются по мере того, как мы движемся дальше. Становится все меньше. Но вы все еще можете разглядеть их. Видите? Здесь и здесь. Так. Теперь мы подходим к кончикам пальцев. Кости становятся массивнее. Это основная фаланга. Сочленение между основной и средней фалангами. Теперь вот смотрите. Артерии. Они проходят срез за срезом. Вот теперь... Он оконахмурился. Похоже, что возникло препятствие. Словно они отскочили. Вот именно, согласился Чи. Артериолы уходят в стороны. Они не продолжаются, как это должно быть. Я покажу еще раз. Он вернулся к предыдущему срезу. Затем обратно. Было ясно видно, крошечные кружочки артерии, казалось, отскочили к краям больших кругов. Именно поэтому у парня в пальцах возникла гангрена. В них не было кровообращения, потому что артериолы не продолжаются дальше. Деверли помотала головой. Кельвин, я говорю вам. И такая картина не только здесь, но и в других частях его тела. Например, в сердце. Парень умер от острой коронарной недостаточности. Ничего удивительного, потому что связь вентрикулярных стенок с кровеносной системой тоже нарушена. Из-за ткани от старого шрама, возразила Деверли, тряхнув головой. Кельвин, послушайте. Ему был 71 год. Независимо от того, что было не в порядке с его сердцем, оно проработало более 70 лет. То же самое и с его руками. Если бы это нарушение артериол действительно имело место, то его пальцы погибли бы уже несколько лет тому назад. Но этого не случилось. В любом случае, это было вновь приобретенным расстройством. Ему стало хуже, пока он находился в больнице. Значит, вы пытаетесь доказать мне, что машина неисправна? Судя по всему, да. Разве не правда, что ошибки регистрации могут возникать по вине аппаратных средств ЭВМ? И что иногда встречаются дефекты программного обеспечения? Я проверил машину, Дев. Она в порядке? Она пожала плечами. Простите, но я же не собираюсь покупать ее. У вас где-то возникла проблема. Знаете, если вы настолько уверены в своей правоте, спуститесь в патанатомию и посмотрите на этого парня в натуре. Я пытался, ответил Чей. Тело уже увезли. Неужели, удивился Уонека. Когда же? В пять часов сегодня утром. Кто-то из его компаний. Но ведь компания находится где-то возле Санди, заметил Уонека. Возможно, они еще не довезли тело. Нет, уверенно, возразил Чей. Его кремировали этим утром. Да что вы, и где же? В морге Галлопа. Кремировали прямо здесь? Переспросил Уонека. Я же говорю вам, сказал Чей, что с этим парнем определенно связано что-то очень странное. Беверли Цоси, скрестив руки на груди, взглянула на обоих мужчин. Нет, с ним ничего странного, возразила она. Его компания поступила так, потому что смогла организовать все это по телефону, оставаясь на месте. Звонят в морг, оттуда приезжают и кремируют его. Так случается почти всегда, особенно если у покойного нет родственников. Теперь сотрите все это дерьмо, посоветовала она, и вызывайте ремонтную бригаду, чтобы наладить машину. У вас есть неисправный магниторезонансный томограф, а больше ничего. Джимми Уонека хотел разделаться со случаем травма как можно скорее. Но вернувшись в отделение скорой помощи, он увидел полиэтиленовый пакет, в котором лежали одежда несчастного старика и его личные вещи. Не оставалось ничего иного, как только еще раз позвонить в МТК. На сей раз он говорил с другим вице-президентом, госпожой Крамер. Доктор Гордон был на совещании, и связаться с ним было невозможно. — Это по поводу доктора Трауба, — сказал он. — О да, грустный вздох. Бедный доктор Трауб. Такой хороший человек. Его тело кремировали сегодня, но у нас остались кое-какие его личные вещи. Я не знаю, как вы захотите, чтобы мы поступили с ними. — У доктора Трауба нет никаких родственников, — сообщила госпожа Крамер. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из тех, кто работает здесь, захотел бы забрать его одежду или что там еще осталось. О каких личных вещах вы говорили? — Ну, знаете, у него в кармане находилась схема, похожая на церковь или, возможно, на монастырь. — Да ну! Вы не знаете, почему у него могла оказаться схема монастыря? — Нет, правда, ничего не могу об этом сказать. Говоря откровенно, доктор Трауб в последние несколько недель вел себя довольно странно. Он пребывал в сильной депрессии после смерти жены. — Вы уверены, что это монастырь? — Нет, ни в коей мере. Я просто не знаю, что это такое. Может быть, прислать вам эту схему? Если вас это не затруднит. — А что делать с этой керамической штучкой? — Простите. У него был с собой керамический квадратик. Размером примерно с квадратный дюйм и с отпечатанными буквами МТК. Понятно, это совершенно не важно. Я ломал голову, что бы это могло быть. Очень просто. Это личная карточка. Таких я еще не видал. Это новый образец. Мы используем их у себя для прохода через автоматические двери и тому подобных целей. Карточку тоже выслать вам? Если это не доставит вам слишком больших хлопот. Знаете что? Я продиктую вам наш номер Федеральной экспресс-почты. А вы просто положите эти вещи в конверт и опустите в ящик. Дерьмо коробья. Подумал Джимми Уонека, опуская трубку. Он позвонил отцу Грогану, местному католическому священнику, и поведал ему о схеме, подписанной Мон-Сте-Мэре. Наверняка это значит Монастырь Сен-Мэр, сразу же ответил тот. Значит, это монастырь? Наверняка. И где же? Понятия не имею. Это не похоже на испанское название. Скорее, французское. Святая Матерь. Так они называют Деву Марию. Возможно, он находится где-нибудь в Луизиане. А как бы я мог это установить более точно? Спросил Уонека. У меня где-то был перечень монастырей. Дайте мне часок-другой, и я постараюсь раскопать то, что вам нужно. К сожалению, Джимми, я не вижу здесь ничего таинственного. Карлос Чавес был заместителем шефа полиции Галлопа, но собирался вскоре выйти в отставку. К тому же он был опекуном Джимми Уонеки с первых дней службы парня в полиции. Сейчас он сидел, положив ноги в ботинках на стол, и слушал Уонеку с очень скептическим видом. Да, но ведь в этом деле немало странностей, возразил Уонека. Несчастного старика находит за Карасом каньоном. Он лишен рассудка, бредит. Но у него нет ни солнечных ожогов, даже простого загара, ни обезвоживания. Значит, его там бросили. Родственники выкинули его из автомобиля? Нет. У него не осталось родственников. Ладно, тогда он сам приехал туда. Никто не видел автомобиля. Что значит никто? Люди, которые его подобрали? Чавес вздохнул. А ты сам ездил в Карасом каньон, чтобы это проверить? Нет, признался Уонека после секундного колебания. Ты поверил кому-то на слово. Я правильно понял? Да. Полагаю, что так оно и есть. Он полагает. Это значит, что автомобиль может до сих пор находиться там. Возможно. Ну, что ты сделал дальше? Я позвонил в его компанию МТК. И что тебе сказали? Сказали, что у него была депрессия после смерти жены. Логично. Не уверен, ответил Уонека. Потому что я звонил травму домой. И говорил с управляющим. Жена старика умерла год назад. Значит, это произошло в преддверии годовщины ее смерти. Ты согласен, Джимми? Так чаще всего и бывает. Думаю, что мне стоит сгоняться и поговорить с народом из исследовательского центра МТК. Зачем? Он находится в двух с половиной сотнях миль от того места, где нашли этого парня. Я знаю, но что но? Сколько у нас ежегодно туристов теряется в резервации? По трое-четверо в год, так? В половине случаев они умирают, верно? Или умирают потом, верно? Да. И это всегда происходит по одной из двух причин. Либо эти люди – новомодные психи из Сидоны, приехавшие, чтобы пообщаться с Богом Орла и застрявшие там из-за того, что сломался автомобиль. Либо они пребывают в депрессии. Или то, или другое. А этот старик пребывал в депрессии. По их словам, из-за смерти жены. Да я верю этому. Карлос вздохнул. Одни парни впадают в депрессию, другие – в восторг. Но есть кое-какие вопросы, оставшиеся без ответа. Продолжал гнуть свое уонико. Чертеж и керамический чип. Джейми. Всегда находятся вопросы, не получившие ответы. Чавес, прищурившись, взглянул на него. В чем дело? Ты стараешься произвести впечатление на эту симпатичную маленькую докторшу? Какую маленькую докторшу? Не притворяйся. Ты знаешь, о ком я говорю. Черт возьми, нет. Она считает, что в этом случае нет ничего необычного. Она права. Брось это. Но... Джимми. Карлос Чавес вскинул голову. Послушай меня, брось это. Ладно. Я говорю серьезно. Ладно, сказал он ика. Ладно, я брошу это. На следующий день полиция Шипрака задержала компанию 13-летних подростков, раскатывавших в автомобиле с номерами Нью-Мексико. В перчаточном ящике лежали права на имя Джозефа Трауба. Дети сказали, что нашли автомобиль на обочине дороги за Карасон-каньоном, а в зажигании торчали ключи. Дети пили пиво и залили им весь салон, так что все внутри было липким. Лонако не дал себе труда поехать осматривать машину. Еще днем позже ему позвонил отец Гроган. Я проверил то, что вы просили, сказал он. Нигде в мире нет никакого монастыря Пресвятой Девы с таким французским названием Сен-Мер. Хорошо, ответил Лонако. Благодарю вас. Именно этого он, в общем-то, и ожидал. Еще один тупик. Некогда монастырь с таким названием существовал во Франции, но он сгорел дотла в XIV веке. Теперь от него сохранились только руины. Там проводят раскопки археологи из Ельского и Тулузского университетов. Но, насколько мне известно, там мало что сохранилось. Да, лонаки сразу же пришли на память глупости, которые старый чудак болтал перед смертью. Это рифмованная бессмыслица. Во Франции Ель не откроет дверь. Что-то в этом роде. Где это, поинтересовался он? Где-то на юго-западе Франции, неподалеку от реки Дордонь. Дордонь? Переспросил Лонако. Как это будет по буквам? Дордонь. Слава прошлого — это иллюзия. Так же, как и слава настоящего. Эдвард Джонстон. Вертолет углубился в плотную завесу густого тумана. Диана Крамер тревожно заерзала на заднем сиденье. Всякий раз, когда туман чуть рассеивался, она видела очень близко под собой верхушки деревьев. Наконец, она не выдержала. Разве нам нужно держаться так низко? Андре Марок, сидевший впереди рядом с пилотом, рассмеялся. Не волнуйтесь, это совершенно безопасно. Но Марок не казался человеком, которого могло хоть что-нибудь волновать. Ему было 29 лет от роду. Он был высоким и очень сильным. Под его футболкой играли рельефные мускулы. Конечно, никому не могло бы прийти в голову, что он доцент истории Ельского университета. И к тому же заместитель руководителя проекта Дордонь, куда они сейчас и направлялись. «Этот туман уже через минуту разойдется», — сказал Марок. В его речи лишь слегка угадывался родной голландский акцент. Крамер знала о нем все. Марок, выпускник Утрехтского университета, был представителем новой породы историков-экспериментаторов, намеревавшихся возродить элементы прошлого, собственноручно погрузиться в них и таким образом добиться лучшего понимания. Марок был фанатично предан этой идее. Он детальнейшим образом изучил средневековую одежду, ремесла и язык. Не исключено даже, что он был в состоянии принять участие в рыцарском турнире. Глядя на него, Крамер могла в это поверить. «Мне странно», — сказала она, — «что с нами нет профессора Джонстона». Крамер на самом деле рассчитывал иметь дело с Джонстоном лично. И в конце концов она была высокопоставленным представителем компании, которая финансировала их исследования. И протокол требовал, чтобы ее встречал Джонстон собственной персоной. Она намеревалась взяться за его обработку уже в вертолете. К сожалению, у профессора Джонстона на этот день была назначена другая встреча. Да? С Франсуа Берлином, министром памятников старины. Он прибывает из Парижа. Понимаю. Крамер сразу почувствовал облегчение. Конечно же, Джонстон должен был прежде всего уделить внимание властям. Проект «Дордонь» полностью зависел от хороших отношений с французским правительством. «А что, появились проблемы?» — спросила она. «Не думаю, они старые друзья». Вертолет вырвался из тумана в светлое солнечное утро. Каменные сельские дома отбрасывали длинные тени. Когда они пролетали над одной из ферм, гуси во дворе всполошились, и женщина в переднике погрозила вертолеты кулаком. «Она нам не рада», — сказал Марек, указывая на крестьянку своей мощной рукой. Крамер, сидевший позади него, надела солнечные очки. «Конечно, ведь сейчас только шесть утра. Почему мы вылетели так рано?» «Из-за света», — объяснил Марек. «Ранние утренние тени подчеркивают контуры, выделяют различные кочки и тому подобное». Он ткнул пальцем себе под ноги. К передним стойкам шасси вертолета были прикреплены три массивных желтых кожуха. Прямо в данный момент у нас с собой стерео-видеокамера, инфракрасная и ультрафиолетовые камеры, и радар бокового обзора. Крамер указала на заднее окно, за которым виднелась серебристая труба шести футов длиной. А что это такое? Протонный магнитометр. А... и что он делает? «Ищет в земле под нами магнитные аномалии, которые могли бы указывать на захороненные стены, керамику или металл». «Не испытываете ли вы нехватки какого-нибудь оборудования, которое вы считаете нужным?» Марек улыбнулся. «Нет, миссис Крамер. Благодарю вас. Мы получили все, о чем просили». Вертолет стремительно скользил над сливавшимися в зеленую пену верхушками деревьев. Но вдруг Диана увидела каменистое обнажение, скальный фаз, возникший посреди пейзажа. Марек, словно профессиональный гид, говорил почти безумолку. «Эти известняковые утесы остались от древнего берега», — сообщил он. «Миллионы лет назад эта часть Франции была покрыта морем. Когда море отступило, остался пляж. За несколько геологических периодов пляж превратился в известняки. Это очень мягкий камень. Утесы изрыты пещерами». Крамер действительно видела пещеры, темные дыры в скале. «Их там много», — согласилась она. Марек кивнул. «Это часть Южной Франции, одно из мест, которые были населены постоянно и практически непрерывно. Таких на земле не так уж и много. Люди живут здесь по крайней мере четыре сотни тысяч лет. От неандертальцев до нашего времени. И тому есть бесчисленное множество подтверждений». Крамер нетерпеливо кивнула. «А где же проект?» — спросила она, наконец. «Совсем рядом». Лес закончился, сменившись полями, среди которых тут и там были разбросаны фермы. Вертолет направлялся теперь в сторону деревни, расположенной на верхушке холма. Диана увидела группу каменных зданий, узкие дорожки и вздымающиеся в небо каменную башню замка. «Это Бейнак», — сказал Марек, не оборачиваясь. «А вот подступает наш доплеровский сигнал». Крамер услышала в наушниках электронное бибиканье. Сигналы звучали все чаще и чаще. «Приготовьтесь», — предупредил пилот. Марек защелкал переключателями на своем пульте. Зажглось несколько зеленых огней. «Отлично», — одобрил пилот. «Пошел первый разрез. Три, два, один». Пена лесистых холмов ушла за голую скалу, и Диана Крамер увидела раскинувшуюся внизу долину Дордони. Река Дордонь, подобно коричневой змее, извивалась внизу в долине, которую прорезала за сотни тысяч предшествующих лет. Даже в этот ранний час на воде уже поблескивали веслами путешествующие на байдарках туристы. «В средние века по Дордони проходила военная граница», — сказал Марек. «Эта сторона реки была французская, а другая — английская. Бои возобновлялись то и дело. Прямо под нами находится Бейнак, французская цитадель. Крамер смотрела сверху на живописный туристский городок со старинными каменными зданиями и темными тоже каменными крышами. Узкие и извилистые улочки были еще свободны от туристов. Бейнак был просторен на скалистом утесе, вздымавшемся от реки прямо к стенам старого замка. «А там», — продолжал Марек, указывая на другую сторону реки, — «вы видите город Костельнот, английскую цитадель». Высоко на далеком холме Крамер увидел еще один замок, выстроенный из желтого камня. Замок был небольшим, но располагался очень красиво. Три его круглые башни, связанные между собой высокими стенами, изящно вздымались в воздух. Вокруг этого замка тоже располагался необычный и привлекательный туристский город. «Но это же не наш проект», — начала она. «Нет», — согласился Марек, — «я лишь показываю вам обычное расположение поселений в этой области. Всюду, под Ордони, вы сможете найти такие пары, противостоящих один другому замков. В нашем проекте также задействована такая пара, но она находится в нескольких милях вниз по течению. Сейчас мы отправимся туда». Вертолет заложил вираж и устремился на запад над грядой холмов. Туристская зона осталась позади. Крамер с удовольствием заметила, что земля под ними была в основном покрыта лесом. Они миновали расположенный возле реки городок под названием Анво и снова оказались над холмами. После того, как вертолет миновал очередную вершину, перед Дианой внезапно возникло широкое зеленое поле, посреди которого виднелись остатки разрушенных каменных зданий и стен, смыкавшихся под какими-то неожиданными углами. Совершенно ясно, что некогда это был город, раскинувшийся у стен замка. Но сейчас эти стены представляли собой только груды щебня. От замка вообще почти ничего не осталось. Она увидела лишь основание двух круглых башен и жалкие остатки, соединяющие их разрушенной стены. Тут и там, среди руин, белели палатки. В каменных развалинах копошились несколько десятков человек. Еще три года назад все это принадлежало фермеру, разводившему коз, рассказывал Мари. Французы почти совсем забыли об этих руинах, которые заросли густым лесом. Мы вырубили его, расчистили и восстановили контуры. То, что вы видите перед собой, некогда было известной английской твердыней Кастельгард. «Вот это Кастельгард!» — вздохнула Крамер. От него осталось так мало, несколько еще нерухнувших стен позволяли угадать местонахождение города. А от самого замка не сохранилось почти ничего. «Я думала, что увижу здесь побольше», — призналась она. «Через некоторое время увидите». Кастельгард был для своего времени большим городом, с очень внушительным замком, — ответил Марек. «Но для того, чтобы восстановить все это, потребуется несколько лет». Крамер спросила себя, как объяснить это Донниджеру. Проект «Дордонь» продвинулся вовсе не так далеко, как воображал себе президент. Начать капитальную реконструкцию, пока участок все еще представляет собой путаницу каменных насыпей, чрезвычайно трудно. К тому же она была глубоко уверена, что профессор Джонстон окажет яростное сопротивление любому предложению о немедленном начале этих работ. «Мы разместили штаб-квартиру на ферме, вон там», — продолжал просвещать ее Марек. Он указал на несколько каменных домиков, стоявших неподалеку от руин. Около одного из домов виднелась зеленая палатка. «Не хотите ли еще раз облететь Кастельгард, чтобы как следует рассмотреть его с воздуха?» «Нет», — ответила Крамер, стараясь не дать разочарованию прорваться в ее голосе. «Поехали дальше. Что ж, тогда отправимся на мельницу». Вертолет повернулся носом к северу, в сторону реки. Холмы внизу стали ниже, а потом и вовсе сгладились, перейдя в берег Дордони. Машина пересекла широкую темно-коричневую реку и направилась к густо заросшему лесом острову возле дальнего берега. Между островом и северным берегом была теснина шириной, наверное, футов 15, по которой мчался стремительный поток. И здесь Диана увидела остатки еще одного здания, разрушенного настолько, что было практически невозможно угадать, что же здесь когда-то находилось. «Вот это?» — спросила она, глядя вниз. «Что это такое?» «Это водяная мельница. Когда-то здесь был мост через реку, под которым стояли водяные колеса. Энергию воды использовали для того, чтобы молоть зерно и качать большие мехи в кузнице». «Здесь вообще ничего не восстановлено», — вздохнула Крамер. «Нет», — согласился Маре, — «но мы изучили эти руины. Крис Хьюджес, один из наших аспирантов, провел здесь чрезвычайно скрупулезное исследование. Вон он, Крис, рядом с профессором». Крамер разглядела невысокого темноволосого молодого человека, стоявшего рядом с крупной представительной фигурой, которую она узнала профессора Джонстона. Ни один человек не взглянул на ревевший над ними вертолет. Они были полностью сосредоточены на своей работе. Вертолет оставил реку позади и летел теперь над плоской равниной на восток. Внизу прошел комплекс низких прямоугольных стен, видимых в косом утреннем свете как темные линии. Крамер предположил, что на самом деле эти стены имеют в высоту не более нескольких дюймов. Тем не менее, было ясно видно что-то вроде маленького города. «А это что, еще один город?» «Не совсем так. Это монастырь Сен-Мер», — ответил Марек. «Некогда один из богатейших и наиболее влиятельных монастырей Франции. Он был полностью уничтожен в XIV столетии. Там полно землекопов», — заметил Экранер. «Да, это наиболее важный из наших участков». Пока они пролетали над раскопками, Крамер успела разглядеть несколько больших квадратных ям, углублявшихся в расположенные под монастырем катакомбы. Крамер знала, что исследователи уделяли этому месту много внимания, поскольку надеялись найти глубоко зарытые тайники с монастырскими документами. Действительно, несколько уже было обнаружено. Вертолет метнулся в сторону и понесся к известняковым утесам на французской стороне и городку рядом с ними. Машина поднялась к вершинам утесов. «Мы прибываем на четвертый и последний участок», — сказал Марек. «Крепость над городом Безанаком. В Средневековье она называлась Ларок. Хотя она и находится на французской стороне реки, но на самом деле была построена англичанами, которым было чрезвычайно важно иметь постоянную точку опоры на французской территории, как видите, точка весьма солидная. Действительно, крепость представляла собой огромный военный комплекс на вершине холма с двумя концентрическими окружностями стен и занимала площадь более 50 акров. Диана испустила вздох облегчения. Крепость Ларок находилась в заметно лучшем состоянии, чем другие участки проекта. Ее стены гораздо выше поднимались над землей. И понять, что собой представляла эта крепость в годы своего расцвета, было куда легче. Но по ней ползали группки туристов. «Вы пускаете сюда туристов?» — с тревогой спросила она. «Это не наше решение», — ответил Марек. «Как вы знаете, это новый участок, и французское правительство решило открыть его для публики. Но, конечно, мы закроем его снова, когда начнем реконструкцию. И когда же это произойдет?» «О, где-то еще через два, а то и пять лет». Она промолчала. Вертолет сделал круг и поднялся повыше. «Итак», — сказал Марек, — «мы прибыли в конечный пункт. Вы можете теперь представить себе весь проект. Крепость Ларок, монастырь на равнине, мельницу и на другом берегу реки крепость Кастельгард. Хотите взглянуть еще раз?» «Нет», — отрезала Диана Крамер. «Можно возвращаться. Я повидала достаточно». Эдвард Джонстон, профессор Королевской кафедры истории Ельского университета, покосился на проревевший надгеловой вертолет. Машина направилась на юг, к дому, где имелась посадочная площадка. «Давайте продолжать, Крис», — сказал Джонстон, поглядев на часы. «Хорошо», — отозвался Крис Хьюджес. Он повернулся к установленному на трехногом столике компьютеру, подключил разъем ГСП, глобальная система позиционирования, и щелкнул выключателем. «Сейчас, минуту». Кристофер Стюарт Хьюджес был одним из аспирантов Джонстона. У профессора, его всегда называли только так, работали пять аспирантов и две дюжины студентов, влюбившихся в него за время вводного курса по истории западной цивилизации. «Облюбиться в Эдварда Джонстона, — думал Крис, — было совсем нетрудно. Несмотря на то, что ему далеко перевалилось за 60, Джонстон был широкоплечим и подвижным. Он быстро передвигался и казался исполненным энергии и жизненной силы. Загорелый, темноглазый, с саркастической манерой общения, он частенько казался не столько профессором истории, сколько мефистофелем. При этом он сохранял облик типичного профессора колледжа. Даже здесь, в археологической партии, он постоянно ходил в застегнутой на все пуглицы рубашке и пригалстке. Его единственной уступкой, полевым условием, был рабочий костюм и тяжелые ботинки. Но больше всего студенты любили Джонстона за то участие, которое он принимал в их судьбах. Он еженедельно угощал их у себя дома, заботился о них, а если у кого-то из них возникали проблемы с обучением, деньгами или чисто семейного свойства, он всегда был готов помочь преодолеть трудности. Причем делал это чрезвычайно тактично и, по большей части, незаметно для окружающих. Крис аккуратно открыл стоявший у его ног металлический ящик. Прежде всего, он извлек оттуда прозрачный жидкокристаллический экран, который установил вертикально в специальные крепления над компьютером. Затем он перезагрузил компьютер, чтобы тот смог инициализировать экран. «Ну вот», — сказал он, — «осталось всего несколько секунд. Проходит калибровка по ГСП». Джонстон в ответ лишь спокойно кивнул и улыбнулся. Крис был аспирантом в области истории науки, дисциплины, известной как поле непрерывных, ожесточенных споров, но старательно уклонялся от диспутов, сосредоточившись не на современной науке, а на науке и технике Средневековья. Таким образом, он уже превращался в настоящего эксперта в области металлургии, изготовления брони, трехпольного земледелия, химии, дубления и множества других отраслей техники того периода. Свою докторскую диссертацию он решил посвятить средневековой технологии мукомольного производства, предмету, подвергавшемуся незаслуженному пренебрежению. И его, разумеется, особенно интересовала мельница Сен-Нер. Джонстон спокойно ждал. Когда Крис был еще студентом одного из младших курсов, его родители погибли в автомобильной катастрофе. Крис, единственный ребенок в семье, оказался в совершенном отчаянии. Он готов был бросить колледж. Джонстон на три месяца взял молодого студента жить к себе домой, а потом в течение нескольких лет заменял ему отца, помогая советами во всех областях жизни, начиная с управления имуществом, доставшемуся пареньку от родителей, и кончая проблемами, возникавшими в отношениях с любовницами. А проблем с любовницами у Криса было много. После смерти родителей он завел беспорядочные отношения со множеством женщин. В результате в его жизни возникла масса затруднений, таких как ненавидящие взгляды брошенной возлюбленной на семинаре, невероятный полуношный трезвон в его комнате, когда он, находясь в постели с одной женщиной, пропускал свидание с другой, тайные встречи в номере гостиницы с преподавательницей философии, переживавшей отвратительный бракоразводный процесс. Все это стало неотъемлемой и основной составляющей его жизни. Неизбежно пострадали его оценки. И тогда Джонстон взялся за парня, потратив на разговоры с ним несколько вечеров. Но Крис не пожелал прислушаться к советам, и вскоре его имя прозвучало в процессе о разводе. Только личное вмешательство профессора позволило ему избежать исключения из университета. В ответ на эту внезапную угрозу он вынужден был полностью углубиться в занятия. Его оценки стали стремительно улучшаться, и в конечном счете Крис закончил образование пятым в своем потоке. Но за время процесса он превратился в отпетого консерватора. Теперь, в 24 года, он был склонен к нервозности, имел больной желудок и проявлял опрометчивость только в отношениях с женщинами. Ну, наконец-то, проронил Крис, вот оно. На жидкокристаллическом экране появился ярко-зеленый контур. Он дополнял на прозрачном дисплее очертания руин мельницы. Это был новейший метод моделирования археологических структур. Прежде приходилось полагаться на обычные архитектурные модели, из белого пенопласта, которые вырезали и собирали вручную. Но эта техника требовала массу времени, да и вносить изменения в модели оказывалось довольно сложно. Но теперь все модели создавались в компьютере. Их можно было и быстро создать, и легко трансформировать. Кроме того, компьютерная технология позволяла рассматривать модели в пространстве со стороны. В компьютер вводились точные координаты руин, и благодаря использованию заложенной в программу триангуляционной сети ГСП, изображение, появлявшееся на экране, оказывалось с изумительной точностью, вписанным в ландшафт. Они смотрели, как зеленый контур наполняется содержанием, приобретая твердую форму. Вот показался построенный из камня массивный крытый мост, под которым виднелись три водяных колеса. «Крис», — сказал Джонстон, — «ты сделал его укрепленным». В голосе профессора явно слышалось удовольствие. «Я знаю, что это рискованно», — проговорил молодой человек. «Нет, нет», — прервал его профессор. «Я думаю, что в этом есть смысл». В литературе попадались упоминания об укрепленных мельницах, и, конечно, сохранились сведения о неисчислимом множестве сражений за мельницы и право молоть зерно. Но доподлинно известны были всего лишь две укрепленные мельницы. Одна в Бурже, а вторая, обнаруженная совсем недавно, находилась неподалеку отсюда, близ Монтубана. Большинство историков, изучавших Средневековье, полагали, что такие укрепленные мельницы встречались крайне редко. «Базы колонн на уровне воды очень широкие», — сказал Крис. «Как это бывало повсеместно, и два только мельницы становились заброшенной, местные жители начинали использовать ее в качестве карьеры. Они разбирали ее по камушку, чтобы строить свои собственные дома. Но камни в базах колонн остались на месте, потому что они были просто слишком велики, и их не удалось утащить. Мне кажется, что это указывает на массивный мост, вероятно, укрепленный». «Может быть, ты и прав», — ответил Джонстон. «А я думаю». Радиотелефон, висевший у него на поясе, издал негромкий треск. «Крис, профессор с вами?» Министр появился. Джонстон посмотрел на противоположную сторону раскопок монастыря, где вдоль берега реки пробегала проселочная дорога. По ней, оставляя за собой длинный широкий пыльный хвост, к ним мчался зеленый лендровер с белыми буквами на боку. «Да, действительно», — сказал он. «Это может быть только Франсуа, всегда в спешке». «Эдуард, Эдуард!» Франсуа Беллин обнял профессора за плечи и расцеловал в обе щеки. Беллин был крупным, лысеющим, переполненным энергией человеком. Французские слова просто сыпались из него. «Мой дорогой друг, мы видимся слишком редко. У вас все хорошо?» «Да, — Франсуа», — ответил Джонсон, отступая на шаг от этого фонтана экспансивности. «Чрезмерно дружественное поведение Беллина всегда означало наличие серьезной проблемы». «А вы, — Франсуа», — спросил он, «как ваши дела?» «Точно так же, точно так же. Но в моем возрасте это просто прекрасно». Он окинул взглядом раскопки, а потом заговорщическим жестом положил руку на плечо Джонстону. «Эдуард, я должен попросить вас о любезности. У меня возникла небольшая трудность». «Неужели? Вы знаете, это репортерша из «Экспресс». «Нет», — ответил Джонсон, — «совершенно не знаю». «Но он, — Эдуард, я уже разговаривал с ней по телефону. Она одна из этих заговорщиков. Капитализм зло, все корпорации ищадья ада». «Да-да, Эдуард, вы совершенно правы». Беллин наклонился к его уху. «Но она спит с министром культуры». «Это вряд ли что-то меняет», — спокойно отозвался Джонсон. «Эдуард, прошу вас, люди начинают прислушиваться к ней». «Она может причинить неприятности». «Мне, вам, этому проекту». «Джонсон вздохнул». «Да, госпожа Крамер настаивала на том, чтобы вы побеседовали с этой дамочкой». «Джонсон вздохнул снова». «Это отнимет у вас всего лишь несколько минут. Обещаю вам», — заявил Беллин, махнув рукой в сторону Лендровера. «Она сидит в автомобиле». «Вы лично привезли ее?» — удивился Джонсон. «Эдуард, я же пытаюсь объяснить вам. Необходимо принимать эту женщину всерьез. Ее зовут Луиза Дальвер. Крис увидел, что из автомобиля выходит стройная, смуглая женщина лет 45 с резкими чертами красивого лица. Она была элегантна в том стиле, присущем некоторым европейским женщинам средних лет, при помощи которого достигается сложный эффект преуменьшенной сексуальности. Было заметно, что она оделась для поездки. На ней была легкая рубашка цвета хаки и свободные брюки спортивного типа. На шее висела видеокамера и магнитофон. Деловой и целеустремленной походкой, держа блокнот в руке, она направилась к мужчинам. Но по мере того, как женщина подходила ближе, ее шаги замедлялись. Дальвер протянула руку. «Профессор Джонстон?» – произнесла она на безукоризненном английском языке. Ее улыбка была совершенно естественной и теплой. «Я не могу передать вам, насколько высоко ценю ваше согласие уделить мне время». «Вам не за что меня благодарить», – ответил Джонстон, поджимая ей руку. «Вы проделали длинный путь, мисс Дальвер. Я буду счастлив оказать вам любое содействие». Джонстон все так же продолжал держать ее руку в своей. Она все так же продолжала улыбаться ему. Это длилось еще добрые десяток секунд, пока она не заявила, в конце концов, что он слишком добр к ней, а он возразил, что, напротив, это наименьшее из того, что он смог сделать для нее. По раскопкам монастыря шла небольшая группа, разделившаяся на две части. Профессор и мисс Дальвер впереди, Белин и Крис чуть сзади, пытаясь, тем не менее, прислушиваться к тому, о чем идет речь. На лице Белина застыла тихая удовлетворенная улыбка. При взгляде на нее Крис подумал, что его спутник обнаружил новый способ вести дела со столь неприятным министром культуры. Что касается профессора, то его жена умерла много лет назад, и хотя какие-то слухи ходили, Крис никогда не видел шефа с другой женщиной. Он был очарован тем обликом, в котором сейчас предстал Джонстон. Тот не изменил своей манеры поведения, он просто полностью обратил свое внимание на репортершу. Из его поведения было видно, что в мире нет ничего более важного, чем его сегодняшние гости. И у Криса сложилось впечатление, что Дальвер задавала намного менее острые вопросы, чем намеревалась. «Как вы знаете, профессор, — сказала она, — моя газета уже некоторое время исследует материалы, связанные с американской компанией МТК. Да, мне известно об этом. Верны ли мои сведения о том, что МТК финансирует эти раскопки? Да, это так. Нам сообщили, что они отпускают вам миллион долларов в год. Это близко к истине». Несколько секунд они шли молча. Казалось, что журналистка старалась тщательно сформулировать свой следующий вопрос. «В газете есть люди, — сказала она наконец, — которые считают, что это слишком большие деньги для того, чтобы тратить их на средневековую археологию. Что ж, вы можете сообщить этим людям, — ответил Джонстон, — что это не так. На самом деле это обычная стоимость такого большого участка, как этот. МТК дает нам 250 тысяч прямыми платежами, 100 с четвертью — непрямыми, которые идут университету, еще 80 на обучение, стипендии, оплату поездок и проживания, и еще 50 на содержание, лаборатории и сохранение находок. «Но наверняка денег имеется намного больше», — предположила репортерша, обматывая шариковую ручку прядью в волос и часто моргая. «Она стреляет в него глазами», — подумал Крис. «Он еще никогда не видел ни одной женщины, которая могла бы это делать. Для этого нужно было родиться француженкой. Но профессор, казалось, не замечал этого». «Да, денег гораздо больше», — согласился он. «Но они предназначены не для нас. Остальное — это непосредственные затраты на реконструкцию участка. Они расходуются отдельно. С тех пор, как вы, конечно, знаете, финансирование реконструкции осуществляется совместно с французским правительством». «Разумеется», — согласилась Дельвер, «так что, на ваш взгляд, полмиллиона долларов, которые тратит ваша команда, расходуется самым обычным порядком. Но об этом мы можем спросить Франсуа», — ответил Джонстон. «Но в этой части Франции работает 27 археологических партий. Они разрабатывают уровни, начиная от палеолитической стоянки, этим занимается университет Цюриф и совместно с фондом Карнеги Меллона, и кончая римским Кострумом, крепостью, которые вместе раскапывают университеты из Бордо и Оксфорда. Средняя ежегодная стоимость этих проектов и составляет приблизительно полмиллиона долларов в год». Я не знала этого. Она смотрела на него, и в ее глазах читалось открытое восхищение. «Слишком открытое», — подумал Крис. «До него внезапно дошло, что он может неправильно истолковывать происходящее, ведь это вполне могло быть просто ее методом получения информации». Джонстон оглянулся на Беллина, который шел несколько шагов позади. «Франсуа, что вы скажете по этому поводу?» «Я полагаю, вы знаете, что делаете, то есть говорите», — ответил Беллин. «Размеры финансирования варьируются от четырех до шести сотен тысяч американских долларов. Скандинавские, немецкие, американские исследования стоят больше. Палеолит обходится очень дорого, но действительно полмиллиона можно принять за среднюю величину». Мисс Дель Версио также смотрела на Джонстона. «И насколько крепкие контакты вам приходится поддерживать с МТК, профессор Джонстон, чтобы получать это финансирование?» «Практически никаких». «Практически никаких на самом деле?» «Их президент Роберт Дониджер появлялся у нас два года назад. Он влюблен в историю и был в восторге, прямо как ребенок. МТК посылает сюда примерно раз в месяц кого-нибудь из своих вице-президентов. Один из них сейчас находится здесь. Но вообще говоря, они предоставляют нам свободу действий». «А что вам известно о самой компании МТК?» Джонстон пожал плечами. «Они ведут исследования в области квантовой физики, производят компоненты, используемые для отображения магнитного резонанса в медицинских приборах и тому подобное. И попутно развивает несколько методик точного датирования предметов, основанных на квантовой технологии. А мы помогаем им в этом». «Понятно. А эти методы действенны? У нас есть опытный образец прибора на нашей базе, на ферме. Пока что они слишком хрупкие для полевой работы, постоянно ломаются. Получается, что МТК финансирует вас потому, что вы испытываете на практике их разработки?» «Нет», – возразил Джонстон, – «здесь дело совсем в другом. МТК разрабатывает оборудование для датировки по той же самой причине, по которой финансирует нас, потому что Боб Донниджер является энтузиастом истории. Мы – его хобби». «Дорогостоящее хобби». «Не для него», – сказал Джонстон. «Он миллиардер. Он купил Библию Гутенберга за 23 миллиона. Он купил руанский гобелен на аукционе за 17 миллионов. Так что наш проект для него просто мелочь. Возможно, и так. Но, мистер Донниджер, еще и серьезный бизнесмен. Да. Вы на самом деле считаете, что он поддерживает вас из личного любопытства?» Ее тон был легким, почти дразнящим. Джонстон посмотрел ей прямо в лицо. «Мисс Дельвер, думаю, что очень трудно узнать чьи-то истинные соображения». «Он тоже что-то подозревает», – подумал Крис. «Похоже, это ощутила и Дельвер. Она сразу же вернулась к более деловитой маниле». «Конечно, вы правы. Но у меня есть основания для такого вопроса. Разве не правда, что вы не являетесь владельцами результатов вашего исследования? Ведь все, что вы найдете, все, что вы обнаружите, принадлежит МТК». «Да, это верно. И это не тревожит вас? Если бы я работал для Microsoft, то результатами моих исследований владел бы Билл Гейтс. Все, что я обнаружил бы, принадлежало бы Биллу Гейтсу. Да, но вряд ли это одно и то же. Почему же? МТК, техническая компания, и Дониджер организовал этот фонд именно так, как это всегда делают технические компании. Договоренности не беспокоят меня. Мы имеем право публиковать наши результаты. «Больше того, они даже оплачивают публикации. После того, как одобрят их. Да, мы сначала посылаем наши отчеты им, но они еще ни разу не возражали. Значит, вы не видите за всем этим никакого более крупного плана МТК?» спросила она. «А вы?» – парировал Джонстон. «Не знаю», – призналась она. «Именно поэтому я и спрашиваю вас. Потому что, несомненно, во всем этом имеются определенные аспекты поведения МТК как компании, которые чрезвычайно сильно озадачивают меня. И что же это за аспекты?» «Ну, например», – сказала она, – «эта компания является одним из крупнейших в мире потребителей ксенона». «Ксенон? Вы имеете в виду газ?» «Да, он используется в лазерах и электронных трубках». Джонстон пожал плечами. «Они могут потреблять столько ксенона, сколько им вздумается. Я не вижу, каким образом это может касаться меня». «А как насчет их интереса к крепким металлам?» МТК недавно купила нигерийскую компанию, чтобы обеспечить себе стабильные поставки необия. «Ниобий?» – Джонстон покачал головой. «Что это такое?» «Это металл наподобие титана». «И для чего он используется?» «Для электромагнитов на основе сверхпроводимости и ядерных реакторов». «И вы бьетесь над загадкой, для чего МТК все это использует?» Джонстон снова покачал головой. «Вам следовало бы спросить это у них самих, мисс Дальвер». «Я так и поступила. Они сказали, что это нужно для исследования новых магнитов». «Ну вот. Разве у вас есть какие-нибудь основания не верить им?» «Нет», – сказала она. «Но, как вы сами сказали, МТК – это исследовательская компания. Они нанимают две сотни физиков для работы в своем главном центре, местечке Блэк-Рок в Нью-Мексико». «Совершенно ясно и бесспорно, что эта компания занимается высокими технологиями». «Да, вот я и удивляюсь. Зачем компании, разрабатывающие высокие технологии, столько земли?» «Земли?» – Джонстон явно упустил инициативу в разговоре. «МТК купила большие участки, труднодоступных местах, в разных концах мира. В горах Суматры, на севере Кампучии, на юго-востоке Пакистана, в джунглях Центральной Гватемалы, на высокогорном плато в Перу». Джонстон нахмылился. «Вы уверены? Да, они совершают приобретение и в Европе. К западу от Рима – полтысячи гектаров, в Германии, около Гельдюдерга – 700 гектаров, во Франции – тысячи гектаров, в возвестниковых холмах над рекой Лотт, и, наконец, прямо здесь. Здесь? Да, используя британские и шведские холдинговые компании. Они без всякой огласки приобрели 500 гектаров земель, окружающих ваш участок». «На сегодня это, главным образом, лес и сельскохозяйственные угодья». «Холдинговые компании?» Джонстон уже не в первый раз повторял слова собеседницы. «Благодаря этому сделки было очень трудно проследить. Безотносительно того, зачем МТК это понадобилось, очевидно, что их цель требует тайны. Но зачем эта компания могла взяться за финансирование ваших исследований, а также решила скупать все земли вокруг участка раскопок?» «Понятия не имею», – сказал Джонстон. «Тем более, что сам этот участок не принадлежит МТК. Вы, конечно, помните, что в прошлом году они передали весь этот район Кастельгард, Сен-Мэр и Ларо к французскому правительству. Помню, для освобождения от налогов. Но, тем не менее, этот участок не принадлежит МТК. Почему они должны покупать землю вокруг него? Я буду счастлива показать вам все, что у меня есть по этому поводу». «Пожалуй», – сказал Джонстон. «Вам действительно следует это сделать. Мои материалы здесь, а не в автомобиле». Они вместе направились к Лендроверу. Глядя на них, Беллин прищелкнул языком. «Ах, боже мой, боже мой, как же трудно доверять людям в наши дни». Крис совсем было собрался ответить на своем плохом французском языке, когда его радиотелефон издал сигнал. «Крис?» Это был Дэвид Стерн, физик, обслуживавший в экспедиции прибора. «Крис, профессор с тобой?» «Спросите его, не знает ли он человека по имени Джеймс Уонека?» Крис нажал кнопку ответа. «Профессор сейчас занят, а в чем дело?» «Это какой-то парень из Галлопа. Он звонит уже второй раз. Хочет послать нам картинку нашего монастыря, который, по его словам, нашел в пустыне». «Что? В какой пустыне?» «Может быть, он немного спятил?» «Клянется, что он полицейский, что-то бормочет о каком-то умершем служащем МТК». «Пусть он пошлет свою картинку нам по электронной почте», – распорядился Крис. «Посмотрим, что это такое». Он отключил радиотелефон. Белин взглянул на часы, опять щелкнул языком и перевел взгляд на автомобиль, возле которого стояли Джонстон и Дальвер. Они внимательно рассматривали бумаги и их головы почти соприкасались. «У меня есть собственные планы», – мрачно проронил министр. «Кто знает, насколько это затянется?» «Думаю», – ответил Крис, – «что, возможно, не слишком надолго». Спустя двадцать минут Белин, рядом с которым сидела мисс Дальвер, отправился на машине в обратный путь, а Крис и стоявший рядом профессор махали им вслед. «Я думаю, что все прошло довольно хорошо», – сказал Джонстон. «Что она вам показывала? Несколько записей о покупке земли в этом районе. Но это вовсе не убедительно». «Четыре участка были приобретены немецкой инвестиционной группой, о которой мало что известно. Два участка купил британский адвокат, который уверяет, что собирается поселиться здесь, выйдя в отставку. Еще один голландский банкир для своей взрослой дочери и так далее». «Англичане и голландцы уже давно покупают землю в Перегоре», – заметил Крис, – «в этом нет ничего нового». «Совершенно верно. А она убеждена в том, что эти покупки так или иначе связаны с МТК. Но все ее доводы очень шаткие, хотя ты должен был оказаться среди ее сторонников». Автомобиль скрылся из виду. Они повернулись и пошли к реке. Солнце уже поднялось довольно высоко и стало заметно теплее. «Очаровательная женщина», – осторожно произнес Крис. «Я думаю», – ответил Джонсон, – «что она слишком много сил отдает своей работе». Они сели в лодку, привязанную у берега. Крис взялся за весла и принялся выгребать через реку Кастельгарду. Оставив лодку у берега, они начали взбираться на холм Кастельгарда. Вскоре перед ними появились первые следы стен замка. С этой стороны от стен остались лишь поросшие травой валы, обрывавшиеся в длинных шрамах обнаженного растрескавшегося утеса. По прошествии шести веков это было очень похоже на естественное образование. Но на самом деле это были остатки крепостной стены. «Знаешь», – сказал профессор, – «вообще-то этой милой даме не нравится спонсорство со стороны корпорации. Но археологические исследования всегда зависели от сторонних благотворителей. Сто лет назад все меценаты были отдельными личностями, скажем, Карнеги, Пиобди, Стэнфорд. Но в наше время богатство стало корпоративным. И поэтому японское телевидение финансирует Сикстинскую капеллу, Бритиш Телеком финансирует Йорк, Филлипс Электроникс финансирует Тулусский Каструм, а МТК финансирует нас. «Помяни черта», – протянул Крис. Поднявшись на холм, они сразу же увидели черный костюм Дианы Крамер, стоявший рядом с Андре Мариком. Профессор вздохнул. «Этот день бесповоротно пропала. Надолго она к нам. Ее самолет стоит в Бержераке. Она собиралась отбыть во второй половине дня, часа в три». «Прошу прощения, что направила к вам эту женщину», – сказала Диана Крамер, когда Джонстон подошел к ней. «Она раздражает всех и каждого. Но мы были не в состоянии что-либо поделать». «Белин передал мне, что вы хотели, чтобы я поговорил с нею». «Мы хотим, чтобы с нею поговорили все, кто только может», – ответила Крамер. «Мы делаем все возможное, чтобы показать ей, что у нас нет никаких тайн». «Мне показалось», – сказал Джонстон, – «что ее главным образом волнуют земли, которые МТК покупала в этом районе». «Земли МТК?» – Крамер рассмеялась. «Я что-то об этом еще не слышала». «А она расспрашивала вас насчет необия и ядерных реакторов?» «Честно говоря, да. Сказала, что вы купили компанию в Нигерии, чтобы обеспечить стабильные поставки». «Нигерия», – повторила Крамер и помотала головой. «Какая читовщина!» «Наш необий поступает из Канады». «Знаете, необий вовсе не такой уж редкий металл. Его продают по 75 долларов за фунт». Она вскинула голову. «Мы предложили ей поездку по нашим объектам, интервью с нашим президентом, разрешили взять с собой фотографа, своих собственных экспертов, невзирая на то, что какие цели она преследует. Но нет. Вот она, современная журналистика. Не позволяй фактам стать у тебя на пути». Крамер повернулась и повела рукой в сторону руин Кастергарда. «Но в любом случае», – продолжила она, «я совершила в обществе доктора Марика превосходную экскурсию на вертолете и пешком. «Совершенно очевидно, что вы ведете изумительную, захватывающую работу. Успехи просто бросаются в глаза. Академический уровень весьма высок. Документация в идеальном порядке. Ваши люди довольны. Управление участком прекрасное. Просто невероятно. Я в восторге». Но доктор Марика сказал мне, что он может опоздать на, как это, «Урок владения мечом», – подсказал Марика, – «фехтование». «Что вы говорите? Фехтование на мечах? Я думаю, что ему следует пойти. Это звучит не как мероприятие, которое нужно отменить или перенести. Вроде урока фортепиано. Ну, а мы тем временем, может быть, обойдем участок с вами вдвоем?» «Конечно», – согласился Джонстон. Радиотелефон Криса подал сигнал. «Крис», – послышался голос, – «тебя вызывает Софи». «Я перезвоню ей». «Нет-нет», – возразил экранов. «Вы идите вперед, я поговорю с профессором наедине». «Обычно я беру Криса с собой», – быстро сказал Джонстон. «Он ведет записи. Я думаю, что сегодня это не понадобится». «Ну что ж, отлично». Он повернулся к Крису. «Но все же дай мне твое радио на всякий случай». «Никаких проблем», – бодро откликнулся Крис. Он отцепил трубку от пояса и вручил ее Джонстону. Тот, принимая радиотелефон, щелкнул пальцем по кнопке передачи и сразу же прицепил аппарат к ремню. «Благодарю», – сказал Джонстон. «А теперь лучше иди и позвони Софи. Ты же знаешь, что она не любит подолгу ждать». «Совершенно верно», – согласился Крис. Джонстон и Крамер неспеша отправились к руинам. А он бегом рванулся через поле к каменному зданию, в котором располагался штаб археологической партии. Археологи купили стоявший у самых остатков стен Кастельгарда обветшалый каменный склад, восстановили в нем крышу и закрепили каменную кладку. Здесь они разместили всю свою электронику, лабораторное оборудование и компьютеры. Необработанные записи и экспонаты сохранились на земле в просторной зеленой палатке, разбитой рядом с домом. Крис вошел в бывший склад, представлявший собой одну большую комнату, которую они разделили на две. Слева, сутулившись над листами пергамента, сидела в своем отсеке Элси Кастнер, лингвист и эксперт по графологии. Не обращая на нее внимания, Крис направился прямо в комнату, заполненную электронным оборудованием. Там Дэвид Стерн, тощий с большими очками на носу, технический эксперт проекта, разговаривал по телефону. Ну, объяснял Стерн своему собеседнику, вам нужно отсканировать этот документ с достаточно высоким разрешением и послать нам. У вас есть скамер? Крис принялся торопливо рыться в оборудование, сваленном на большом столе в поисках запасного радиотелефона. Как назло, они не попадались. Все зарядные устройства были пусты. «В полицейском управлении нет сканера?» удивленно воскликнул Стерн. «Почему бы вам не пойти туда и не воспользоваться сканером?» Крис тронул Стерна за плечо и прошептал. «Радио!» Стерн кивнул и отцепил свой радиотелефон от пояса. «Да, конечно, сканер больнице вполне подойдет. Может быть, у них найдется кто-нибудь, кто смог бы вам помочь. Нам нужно разрешение 12-18 или хотя бы 10-24 в формате JPEG. Потом вы перешлете его нам». Крис выбежал из помещения, на ходу прослушивая каждый канал. Стоя возле двери склада, он видел перед собой весь участок раскопок. Он видел, как Джонстон и Крамер идут по краю плато, образующего вершину холма, разглядывая монастырь. Женщина держала в руке записную книжку, она открыла ее и показала что-то профессору. И в этот момент он нашел их на восьмом канале. «Существенное увеличение темпов исследования», говорила она. «Что?» спросил профессор. Профессор Джонстон посмотрел сквозь свои очки в тонкое оправе на женщину, стоявшую перед ней. «Это невозможно», сказал он. Она глубоко вздохнула. «Наверное, я плохо объяснила вам ситуацию. Вы уже проводите некоторые работы по реставрации. А Боб хотел бы», продолжала она, «чтобы вы увеличили их объем, то есть перешли к полной программе реставрации». «Да, это невозможно. Объясните мне, почему». «Потому что мы знаем слишком мало, вот почему», сердитый ответил Джонстон. «Посудите сами. Единственная реставрация, которую мы пока что провели, была проделана только ради безопасности. Мы укрепили стены, чтобы они не падали на наших исследователей. Но мы не готовы к настоящему восстановлению строений в раскопках». «Ну, разумеется, частично», поправилась Крамер. «Я хочу сказать, взгляните на монастырь. Вы наверняка могли бы восстановить и церковь, и келейный корпус рядом с нею, и трапезную, и...» «Что?» опять воскликнул Джонстон. «Трапезную?» Джонстон указал на участок, где низкие стены и перекрещивающиеся траншеи образовывали запутанный лабиринт. «Кто сказал, что трапезная находилась рядом с келейным корпусом?» «Ну, я». «Вы понимаете?» «Это уже точно моя специальность», сказал Джонстон. «Мы до сих пор не знаем, где на самом деле находилась трапезная. Только в самое последнее время нам начало казаться, что она действительно могла находиться рядом с кельями, но уверенности в этом у нас пока что нет». «Профессор», раздраженно возразил экрана, «академическое изучение может продолжаться неопределенно долгое время, но в реальном мире результатов я всей душой за результаты», прервал ее Джонстон. «Но главный смысл раскопок, подобных этим, состоит в том, чтобы не повторять ошибки прошлых. Около сотни лет назад архитектор по имени Виолет Ледюк восстанавливал памятники по всей Франции. Некоторые он сделал удачно, но когда у него было недостаточной информации, он просто-напросто делал новые. И строения оказывались плодами его фантазии. «Я понимаю, что вы стремитесь к точности. Если бы я знал, что МТК требуется Диснейленд, я никогда не согласился бы на эту работу. Мы не хотим строить Диснейленд, но если мы примемся за реставрацию сейчас, мисс Крамер, то именно его вы и получите. Вы получите фантазию. Парк средневековья». «Нет», — возразила она, «я могу поручиться вам в самых сильных выражениях. Нам не нужна фантазия. Нам нужен исторически точно восстановленный участок. Но это невозможно. Мы полагаем, что это возможно. Каким образом?» «Несмотря на все мое уважение к вам, профессор, я должна заметить, что вы сверхосторожны. Вам известно гораздо больше, чем вы согласны признать. Ну, например, город Кастельгард ниже замка. Его наверняка можно восстановить. Я полагаю, что часть можно, да, и это все, о чем мы просим. Просто восстановить часть». Дэвид Стерн вышел из бывшего склада и наткнулся на Кри, состоявшего с прижатой к уху трубкой радиотелефона. «Подслушиваешь, Крис?» «Тихо!» остановил его тот. «Это важно!» Стерн пожал плечами. Он всегда ощущал себя несколько в стороне отпылавших энтузиазмом других аспирантов. Те были историками, а Стерн получил физическое образование и был склонен смотреть на вещи по-другому. Он просто не мог приходить в восторг по поводу обнаружения еще одного средневекового очага или нескольких костей из-за хранения. Вообще-то Стерн взялся за эту работу, которая заключалась в обслуживании электронного оборудования, выполнении различных химических анализов, датировке по радиоуглероду и тому подобным, чтобы быть поближе к своей подружке, сопровождавшей учеников летней школы, направившихся в Тулузу. Его интересовала идея квантового датирования, но оборудование пока что не работало. Из радиотелефона доносился голос Крамер. «А если вы восстановите часть города, говорила она, то вы могли бы также восстановить часть внешней стены замка, там, где она примыкает к городу. Вон ту секцию». Она указала на низкую полуобвалившуюся стену, пересекавшую участок раскопок с севера на юг. «Ну, полагаю, могли бы», продолжал отступление профессор. «И», давила дальше Крамер, «у вас появилась бы возможность продлить стену на юг, там, где она уходит в лес, так ли? И вы могли бы вырубить лес и восстановить башню». Стерн и Крис уставились друг на друга. «О чем она говорит?» удивленно спросил Стерн. «Какая башня?» «Никто еще даже не совался в лес», ответил Крис. «Мы собирались вырубить его в конце лета, а потом осенью исследовать это место». По радио они слышали, как профессор говорил. «Ваше предложение очень интересно, мисс Крамер. Позвольте мне обсудить его с сотрудниками, а потом мы опять встретимся за Ленчем». Крис увидел, как стоявший далеко в поле профессор обернулся, посмотрел прямо на них и указал пальцем в сторону леса. Миновав открытые поли раскопок, молодые люди поднялись на поросший зеленой травой прибрежный вал и вступили в лес. Деревья были стройными, но росли тесно, и под сенью их крон было темной и прохладной. Крис Хьюджес шел вдоль старой внешней стены замка, которая постепенно уменьшалась от заметного по пояс неровного барьера до гряды рассыпанных камней, скрывавшейся в густом подлеске. Ему пришлось пригнуться и, раздвигая папоротники и мелкий кустарник, следить, куда идет стена. Лес вокруг становился все гуще. Крис постоянно ощущал здесь состояние покоя. Он помнил, что когда он впервые увидел Кастельгард, почти весь участок был покрыт таким лесом. Немногочисленные уцелевшие стены были сплошь затянуты мхоморешайниками и казалось, будто они словно гигантские грибы возникли из земли. Тогда весь этот участок был окутан тайной, но она исчезла, как только расчистили землю и приступили к раскопкам. Стерн тащился следом за ним. Техник редко выходил из лаборатории и было похоже, что подобный образ жизни ему нравится. Почему все деревья такие маленькие, спросил он? Потому что это молодой лес, объяснил Крис. Почти все леса в Перегоре моложе 100 лет. Прежде вся земля здесь была расчищена под виноградники. И что же? Крис пожал плечами. Болезнь. Вредитель филоксера погубил все виноградные лозы на переломе столетий. И лес вырос снова. Здешнее виноделие чуть не погибло, добавил он. Французы спаслись только благодаря импорту филоксероустойчивых виноградных лоз из Калифорнии. Сейчас-то не совсем забыли об этом. Разговаривая, Крис продолжал внимательно смотреть на землю, тут и там находил обломки камня, что позволяло ему следовать вдоль того места, где некогда проходила старая стена. Но внезапно стена исчезла. Он потерял ее. Теперь ему нужно было вернуться назад и снова найти ее. Проклятие! Что случилось, поинтересовался Стенн? Я не могу найти стену. Она шла примерно здесь. Крис взмахнул ладони. И куда-то делась. Они стояли среди особенно густого подлеска, состоявшего из высоких папоротников, среди которых росла какая-то колючая лоза, похожая на виноградную, царапавшая голые икры Криса. Стенн был одет в брюки и направился вперед. Я не знаю, Крис, бормотал он. Она должна быть где-то тут. Крис знал, что назад возвращаться придется все равно. Но едва он успел повернуться, чтобы пройти по своим следам, как услышал отчаянный вопль Стерна. Крис оглянулся назад. Стерн пропал. Исчез. Крис стоял один посреди леса. Дэвид! Стон! Ох, будь оно проклято! Что случилось? Я разбил колено. Чертовски болит. Крис хорошо слышал голос своего спутника, но не видел его. Ты где? В дыре, ответил Стенн. Я провалился. Будь поосторожнее, если пойдешь за мной. На самом деле... Он заворчал, потом выругался. Не беспокойся, я могу стоять. Со мной все в порядке. На самом деле... Эй, что? Подожди минутку. Ну что еще? Просто подожди, ладно? На самом деле... Крис видел, как кусты и папоротники закачались, показывая, что Стерн направился налево. Потом Стерн заговорил. Его голос звучал неотчетливо. Эй, Крис, что? Это кусок стены, изогнутый. Что ты сказал? Я думаю, что стою на дне того, что когда-то было круглой башней, Крис. Не шути так, отозвался Крис. Он задумался. Откуда Крамер могла узнать об этом? Пошарьте в компьютере, распорядился профессор. Посмотрите, есть ли у нас хоть какие-нибудь съемки с вертолета, инфракрасные или радарные, на которых была бы видна башня? Может быть, она уже попадала в кадр, и мы просто не обратили на нее внимания? Ваша главная надежда на инфракрасную съемку, сделанную под вечер, откликнулся Стерн. Он сидел на стуле и на его колене покоился пакет со льдом. Почему именно под вечер? Потому что этот известняк хорошо поглощает тепло. Именно потому пещерные люди так любили эти места. Даже зимой в пещерах перегора известняк был на 10 градусов теплее, чем внешний воздух. Значит, вечером стена сохраняет тепло, а лес успевает остыть. И это видно на инфракрасном снеге. Даже из-под земли Стерн пожал плечами. Крис, сидя за компьютером, принялся стучать по клавиатуре. Вдруг компьютер негромко бибикнул. Изображение на экране резко изменилось. А, это электронная почта. Крис щелкнул мышкой по почтовому ящику. Там оказалось только одно сообщение, которое, правда, очень долго загружалось. Что бы это могло быть? Держу пари, что это тот парень уонека, заявил Стерн. Я велел ему послать довольно большой графический файл. Он, вероятно, не заархивировал его. Затем на экран выскочило изображение. Множество точек, выстроенных в геометрическом порядке. Все они сразу узнали схему. Это был, вне всякого сомнения, монастырь Сен-Мер. Их участок раскопок. И гораздо более детальный, чем на их собственных планах. Джонстон, не отрываясь, глядел на изображение и барабанил пальцами по столу. Очень странно, проронил он, наконец, что Беллин и Крамер оказались здесь в один и тот же день. Аспиранты уставились друг на друга. И что же в этом странного, решил спросить Крис. Беллин не попросил о встрече с ней, а ведь он всегда старается поговорить со спонсорами. Крис пожал плечами. Он казался очень занятым? Да, именно таким он оказался. Профессор повернулся к Стерн. В любом случае, распечатай это послание, сказал. Посмотрим, как на него отреагирует наш архитектор. Кэтрин Эриксон или просто Кейт, синеглазая дочерна загорелая пепельная блондинка, висела на ремнях на высоте 50 футов всего в нескольких дюймах от полуразрушенного потолка готической часовни Кастергарта. Она лежала на спине в сложной сбруе и спокойно делала в блокноте записи о нависающем над нею своди. Эриксон была самой молодой из аспирантов партии. Она и присоединилась к ней всего лишь несколько месяцев тому назад. Она поступила в Ель, чтобы изучать архитектуру, но вскоре обнаружила, что просто ненавидит выбранную специальность и перевелась на факультет истории. Там ее разыскал Джонстон и убедил присоединиться к нему. Он использовал те же аргументы, которыми привлекал к себе и других студентов. Почему бы вам не отложить в сторону эти старые книги и не заняться настоящей историей, практической историей? Как выяснилось, практическая история заключалась в том, чтобы висеть под потолком. Прежде Кейт представляла себе это совсем по-другому. Но она выросла в штате Колорадо и была увлеченной альпинистской. Она проводила каждое воскресенье, забираясь на скалы и поднимаясь на утесы, возвышавшиеся вдоль Дордони. Ей редко приходилось видеть кого-нибудь из собратьев по увлечению. И это было грандиозно. Дома иногда приходилось даже стоять в очереди, чтобы подняться на интересную вершину. Небольшой скорпелью девушка отделила в разных местах несколько кусочков штукатурки, чтобы использовать их для спектрального анализа. Добычу она поместила в пластмассовые контейнеры, похожие на кассеты для фотопленки, прикрепленные к ленте, которая проясывала ее торс словно патронтаж. Она делала пометки на контейнерах, когда снизу раздался знакомый голос. Ты не могла бы спуститься оттуда? Я хочу тебе кое-что показать. Посмотрев через плечо, девушка увидела внизу Джонстона. Без проблем, бодро откликнулась она. Кейт освободила один из стропов, плавно соскользнула вниз, мягко встала на ноги и откинула прядку белокурых волос с лица. Кейт Эриксон не была хорошенькой, о чем ей часто говорила мать, одна из доморощенных королев красоты, которых так много в Соединенных Штатах, но обладала тем свежим общим для всех американок обаянием, которое мужчины считают привлекательностью. Я так и думал, что ты куда-нибудь залезла, сказал Джонстон. Девушка отцепила ремни. Это единственный способ раздобыть необходимые материалы. Ну, если ты так говоришь, я серьезно ответил Кейт, если вы хотите получить архитектурную историю этой часовни, то мне следует забраться туда и раздобыть образцы штукатурки, потому что этот потолок восстанавливался много раз, то ли из-за того, что было плохо построен с самого начала и время от времени обрушивался, то ли его разрушали во время войн осадными машинами. Конечно, из-за войн, сказал Джонстон. Возможно, хотя я в этом и не уверена, возразила Кейт. Основные части замка, большой зал, внутренние жилые помещения очень солидные, но часть стен возведена халтурной. Иногда даже кажется, что стены были построены только для того, чтобы сделать в них тайные проходы. В этом замке таких несколько, один даже ведет на кухне. Не знаю, кто затеял эти перестройки, но наверняка он был параноиком. И, возможно, все это делали наспех. Она вытерла руки о шовке. Так, ну и что вы мне собирались показать? Джонстон протянул ей лист бумаги. Это была компьютерная распечатка, точки и пунктиры, выстроенные в определенном геометрическом порядке. Что это такое? Удивилась девушка. Это ты сама должна мне сказать. Похоже на Сен-Мэр? Правда? Я бы сказала, что да, но... Кейт вышла из часовни и с высоты кинула взглядом раскопки монастыря, находившиеся на равнине на расстоянии примерно мили. Очертания расчищенных участков, фундаментов и стен были очень похожи на рисунок, который она держала в руке. Ого, ну и что? На этой схеме есть детали, до которых мы еще не добрались, удивленно заявила она. Часовния с апсидой, пристроенные к церкви, еще один келейный корпус в северо-восточном секторе, и вот это похоже на сад, обнесенный стенами. И вообще, откуда вы взяли этот план? Ресторан в городке Маркейзайк располагался на краю плато, и оттуда открывался широкий вид на долину Дордоне. Крамер, сидя за столом, взглянула в сторону входа и с удивлением увидела, что там появился профессор в обществе Марика и Криса. Диана нахмурилась, она рассчитывала на приватный ренч и выбрала столик на двоих. Но Марик притащил два стула от соседнего стола, и археологи уселись за ее стол все вместе. Профессор наклонился вперед и пристально посмотрел на вице-президента МТК. Мисс Крамер, сказал он, «Откуда вам известно, где находится трапезная?» «Трапезная?» она пожала плечами, понятия не имеет. «Может быть, она упоминалась в еженедельном отчете о ваших результатах?» «Нет?» «Тогда, возможно, о ней упоминал доктор Марик». Она пробежалась взглядом по озабоченным лицам сидевших перед нею людей. «Господа, монастыри, в общем-то, не моя специальность. Наверное, я где-то слышал об этом. И о башне в лесу? Наверное, о ней говорилось в каком-нибудь старом отчете или она была на старой фотографии. Мы проверяли, ее нигде не было». Профессор положил на стол листок с планом и пододвинул к ней. «Каким образом у служащего МТК Джозефа Трауба оказался план монастыря, причем гораздо более подробный, чем тот, которым располагаем мы?» «Не знаю, а откуда он у вас?» «Как полицейского из Галлопа, города Нью-Мексико. Этот парень задавал мне некоторые из тех вопросов, с которыми я сейчас обращаюсь к вам». Диана ничего не сказала, она лишь посмотрела на профессора. «Мисс Крамер», произнес он после продолжительной паузы, «я думаю, что вы что-то скрываете от нас. Я думаю, что вы провели за нашей спиной свои собственные изыскания и не поделились с нами своими находками. Еще я думаю, что именно поэтому вы и Берлинт вели переговоры об эксплуатации участка, которым не привлекли меня. Французское правительство будет только радо вышвырнуть американцев с территории своего исторического памятника». «Профессор, вы совершенно не правы. Я могу поручиться?» «Нет, мисс Крамер, не можете». Он посмотрел на часы. «Когда вылетает самолет, на котором вы возвращаетесь в МТК?» «Три часа». «Я готов отправиться прямо сейчас». Он отодвинул свой стул от стола. «Но я лечу в Нью-Йорк, тогда, я думаю, вам было бы лучше изменить свои планы и направиться в Нью-Мексико». «Вы захотите встретиться с Бобом Дониджером?» «А я не знаю его расписание». «Мисс Крамер», он наклонился к ней через стол. «Разберитесь с этим». «Когда профессор уезжал, Марик сказал ему на прощание, «Я молю Бога, благосклонно взирать на ваше путешествие и вернуть вас назад невредимо». Он всегда так напутствовал уезжающих друзей. Это была любимая фраза графа Жофруа де Латура, жившего шестьсот лет назад. Кое-кто считал, что интерес Марика к прошлому гипертрофирован до размеров навязчивой идей. Но это увлечение было для него совершенно естественным. Еще будучи ребенком, Марик стремился окунуться в Средневековье, а теперь, похоже, пытался так или иначе перенестись в него и на деле. Как-то находясь в ресторане, он сказал приятелю, что не станет отпускать бороду, потому что это не принято. Знакомый удивленно возразил, «Как же не принято? Ты только посмотри, сколько бород вокруг». На что Марик ответил, «Нет, нет, нет, я хочу сказать, что это не принято в моем времени». А своим временем он как раз считал тринадцатое и четырнадцатое столетия. Многие ученые-медиавалисты могли читать на мертвых языках, но Марик мог разговаривать на них в Средневековом английском, старо-французском, окситанском и, конечно, латыни. Медиавалист – ученый, специализирующийся на истории Средневековья. Он прекрасно разбирался в одежде и вопросах этикета того времени. Будучи сильным и спортивным человеком, он решил овладеть военным мастерством того периода. В конце концов, это было время непрерывных войн. Он уже умел ездить на огромном першероне, которого использовал в качестве боевого коня, и получил определенные навыки владения копьем, так как имел возможность часами упражняться с квинтаной. Квинтана – столб со щитом на перекладине, который всадник должен пронзить копьем. Марик настолько хорошо стрелял из лука, что даже начал обучать других, а теперь он учился фехтовать на мечах. Но детальное знание прошлого никоим образом не уводило его от настоящего. После внезапного отъезда профессора все участники проекта почувствовали себя покинутыми и встревоженными. Мгновенно распространились самые дикие слухи, особенно среди новичков. МТК приостанавливает финансирование, МТК заменяет исследовательский проект созданием парка Средневековья, люди МТК убили кого-то в пустыне, и теперь у компании неприятности. Работа прекратилась, люди просто стояли, сидели, ходили, бесконечно переливали из пустого в порожнее. Марик наконец решил, что будет лучше всего созвать собрание, чтобы покончить со слухами, поэтому вскоре после полудня он пригласил всех в большую зеленую палатку возле склада. Марик объяснил, что у профессора с МТК возникли разногласия, и профессор отправился в штаб-квартиру компании, чтобы разобраться. Это просто недоразумение, заверят всех марок, которое разрешится в течение нескольких дней. Он сообщил, что будет в постоянном контакте с профессором, который обещал звонить каждые 12 часов, и он рассчитывает, что профессор скоро возвратится, и все встанет на свои места. Его старания не завершились успехом. Глубинное ощущение обеспокоенности сохранилось. Несколько человек из новичков решили, что день слишком жаркий для работы и будет лучше пойти поплавать на байдарках по реке, Марек, почувствовав, в конце концов, общее настроение, разрешил. Аспиранты, один за другим, обрадовались возможности использовать нечаянно выпавший выходной. Появилась Кейт с несколькими фунтами звенящего металла вокруг талии, и объявила, что она собирается подняться на утес возле гажика. Она спросила Криса, не хочет ли он пойти с ней. Чтобы подержать страховочную веревку, она знала, что сам он ни в коем случае не полезет на скалу. Но тот сказал, что отправляется вместе с Мариком в конюшню. Стерн объявил, что едет в Тулузу на обед. Рик Чанг отправился в лес Эйс навестить коллегу, раскапывавшего палеолитическую стоянку. Одна только Элси Кастер, графолог, решила остаться в бывшем складе, чтобы и дальше возиться с документами. Марик спросил, не хочет ли она поехать вместе с ним? Но она фыркнула, не говорите глупостей, Андре, и вернулась к работе. До конно-спортивного центра возле Сойека, где Марик тренировался два раза в неделю, было четыре мили. В дальнем конце малоиспользуемого поля он устроил тренировочный стенд со странной Т-образной установкой. На одном конце перекладины был закреплен деревянный квадрат, а на другом кожаный мешок, напоминавший боксерскую грушу. Это и была квинтана. Устройство настолько древнее, что еще тысячу лет тому назад часто встречалось на полях иллюстрированных монахами рукописей. Именно изучая старинные рисунки, Марик создал свою версию этого тренажера. Сделать квинтану было вовсе не так уж и сложно. Куда труднее оказалось раздобыть приличное копье. Это была проблема, с которой Марику приходилось вновь и вновь сталкиваться в его занятиях экспериментальной истории. Даже самые простые и наиболее распространенные предметы прошлого было почти невозможно воспроизвести в современном мире. И это в условиях, когда благодаря спонсорам из МТК с деньгами затруднений не было. В средневековые времена турнирные копья вытачивались на специальных деревянных токарных станках, куда помещались заготовки длиной более 11 футов. Этого требовал стандарт копья. Но токарных станков такого размера в мире оставалось очень мало. После напряженных поисков Марек обнаружил деревообрабатывающий завод в северной Италии около австрийской границы. Там могли изготовить древко нужного ему размера, но удивились, услышав его начальный заказ. 20. Копья ломаются, объяснил он, и мне их понадобится много. Чтобы не повредить лицо обломками, он приспособил к футбольному шлему своеобразное сетчатое забрало. Всякий раз появляясь на людях в этом шлеме, он привлекал всеобщее внимание. Больше всего он напоминал сумасшедшего пасечника. В конце концов Марек сдался перед современной технологией. Теперь он был вооружен алюминиевыми копьями, изготовленными компанией бейсбольные биты. Алюминиевые копья были лучше сбалансированы. Он даже воспринимал их как более подлинные, хотя, конечно, в средние века таких быть не могло. И поскольку проблема со щепками от сломанных копий больше не стояла, то теперь он ездил в обычном шлеме наездника. Именно такой и был сейчас у него на голове. Остановившись на краю поля, он помахал Крису, который налаживал квинтану. Крис, готово? Крис кивнул, развернул перекладину лицом к Мареку и махнул рукой. Марек опустил копье и послал лошадь вперед. Тренировка с квинтаной казалась простой, но это впечатление было обманчивым. Наездник галопом подъезжал к вешалке и старался поразить закрепленный на ней квадрат острием копья. Если он попадал в цель, то должен был успеть пришпорить лошадь, чтобы успеть пролететь мимо, прежде чем перекладина развернется и кожаный мешок ударит его по голове. Старину, Марек знал это точно, мешки делали настолько тяжелыми, что от подобного удара неопытный наездник мог вылететь из седла. Но сам он подобрал такой вес, при котором можно было лишь получить чувствительную оплеуху. В первой попытке Марек ударил точно в центр мишени, но не успел проскакать мимо и получил удар по левому уху. Он сдержал коня и повернул назад. «Крис, почему бы тебе не попробовать?» крикнул он. «Может быть, попозже», ответил Крис, разворачивая перекладину для следующей атаки. Мареку удалось за последние дни пару раз уговорить Криса испытать свои силы в единоборстве с Квинтаной, но он подозревал, что причиной здесь был внезапно проснувшийся у последнего интерес ко всем тонкостям искусства верховой езды. Марек развернул коня, сдернул его на дыбы и снова помчался к Винтане. Когда он только начал упражняться, попасть на полном голубе копьем в мишень размером всего в одратный фут казалось ему невероятно трудным делом. Теперь он научился этому и, как правило, поражал цель четыре раза из пяти. Лошадь громко стучала копытами, летела вперед, Марек опустил копье. Крис, привет! Крис обернулся и помахал рукой проезжавшей мимо девушки. В этот момент копье Марека ударило в цель и кожаный мешок, пролетев по кругу, силой ударил Криса по лицу. Крис лежал и сквозь гул в голове слушал звонкий девичий смех. Но девушка моментально соскочила с седла и помогла ему подняться на ноги. О, Крис, прости мне этот смех, проворковала она со своим милым британским акцентом. Это я во всем виноват. Мне ни в коем случае не следовало отвлекать тебя. Я в полном порядке, у Глюма ответил он. Он соскреб грязь подбородка и теперь стоял перед нею, пытаясь выдавить улыбку. Как всегда, он был поражен ее красотой, особенно в этот момент, когда предвечернее солнце озаряло сзади ее белокурые волосы такого изумительного цвета. Лицо девушки как будто светилось, подчеркивая глубину ее фиалковых глаз. Софии Рис-Хэмптон была самой красивой женщиной из всех, которых ему когда-либо в жизни довелось видеть. И самой интеллигентной, и самой воспитанной, и самой соблазнительной. О, Крис, Крис, проговорила София, поглаживая его лицо прохладными кончиками пальцев. Правда, я прошу прощения. Ну, как ты, получше? София была студенткой Челтонхэмского колледжа. Ей было 20 лет, на 4 года меньше, чем ему. Ее отец, Хью Хэмптон, был лондонским баристером. Баристер в Англии адвокат высшего ранга, имеющий право выступать во всех судах. Он приобрел в этих местах сельский дом, который предполагал сдавать на лето. В этом сезоне дом снимал профессор. София жила со своими друзьями в сельском доме поблизости. Однажды, когда она приехала что-то забрать из кабинета отца, Крис увидел ее и намертво остолбленел. И это, похоже, определило характер наших отношений, подумал он с сожалению. Вот и сейчас София, взглянув на него, сказала, «Мне льстит, Крис, что я произвожу на тебя такое впечатление, но я опасаюсь за твое здоровье». Она хихикнула и быстро чмокнула его в щеку. «Я звонил тебе сегодня?» «Знаю, но я был напрочь занят. У нас произошел кризис». «Кризис? Что ж представляет собой археологический кризис?» «Ничего удивительного. Стычка со спонсором». «А, МТК, из Нью-Мексико». В ее устах название штата прозвучало так, словно она говорила о крае света. «Ты знаешь, они хотели купить ферму моего отца». «Да ну». Они сказали, что им нужно снять этот участок на такой долгий срок, что лучше было бы просто купить его. Конечно, отец отказал. «Ну, разумеется, он улыбнулся ей». «Пообедаем?» «Окрис, сегодня вечером я не могу, но мы можем поехать завтра. Поедем?» «Конечно». «Утром в десять часов». «Отлично», согласился он. «Увидимся в десять». «Я не нарушаю твои рабочие планы». «Ты же сама знаешь, что нарушаешь. можно это сделать и в другой день». «Нет-нет», возразил он. «Завтра в десять утра». «Заметано», сказала она с потрясающей улыбкой. Честно говоря, София Хэмптон была слишком красивой, имела слишком совершенную фигуру, слишком очаровательные манеры для того, чтобы быть реальной земной девушкой. Марик и ее присутствие тоже отвлекло от тренировки. Но Крис был совершенно очарован. Когда София отъехала, Марик предпринял очередную атаку, на сей раз Крис благополучно уклонился от мешка. «Тебя водит за нос, мой друг», заявил Марик, направляясь назад. «Возможно», согласился Крис. Но его нисколько не волновало, так ли обстояло дело на самом деле. Наступивший день застал Марика в монастыре, где он помогал Рику Чангу раскапывать катакомбы. Они рыли здесь уже несколько недель. Дело продвигалось очень медленно, потому что им то и дело попадались человеческие останки. Всякий раз натыкаясь на кости, они откладывали в сторону лопаты и продолжали рыть совочками наподобие детских и зубными щетками. Рик Чанг был медиком-антропологом экспедиции. Взглянув на кусок кости с горошиной величиной из очередного захоронения, он мог сказать, от правой или левой руки этот фрагмент принадлежал мужчине или женщине, ребенку или взрослому, древнему или современному. Но человеческие останки, которые они находили здесь, озадачивали. С одной стороны, они все принадлежали мужчинам. На многих крупных костях сохранились боевые повреждения, некоторые черепа были пробиты стрелами, именно так в 14-м столетии погибало большинство солдат. Но никакие хроники ничего не сообщали о том, что монастырь подвергался нападениям, по крайней мере известные им хроники. Они нашли ржавую железку, похожую на обломок шлема, когда зазвонил сотовый телефон Марик. Это был профессор. «Как дела?» спросил Марик. «Пока что прекрасно. Вы встречались с Дониджером?» «Да, сегодня». «И?» «Пока не знаю». «Они все еще хотят форсировать восстановительные работы?» «Вообще-то я не уверен. Здесь все не так, как я ожидал». Профессор говорил неопределенно, казалось, что он сильно озабочен. «То есть?» «Я не могу обсуждать это по телефону», сказал профессор. «Но я хотел предупредить тебя, что не смогу позвонить тебе в ближайшие 12 часов, может быть, даже ближайшие сутки». «Ну, понятно, но в целом все нормально, все прекрасно, Андре». Марик не был полностью уверен в этом. «Вам не требуется аспирин». Это была одна из кодовых фраз, употреблявшихся, нет-нет, совершенно не нужен. «Вы кажетесь мне каким-то странноватым?» «Я бы сказал удивленным, но все идет прекрасно. По крайней мере, я думаю, что все прекрасно». Он помолчал. «А что с раскопками? Чем ты занимаешься?» «Сейчас я нахожусь с Риком в монастыре. Мы откапываем катакомбы в четвертом квадрате. Вероятно, мы закончим сегодня вечером или самое позднее завтра». «Отлично. Постарайся, Андре. Я свяжусь с тобой через день или два». Профессор отключился. Марек прицепил телефон к своему ремню и нахмурился, что, черт возьми, это все могло означать. В небе гудел вертолет, под его кабиной висели коробки датчиков. Стерн решил сделать несколько внеочередных облетов. Он надеялся разглядеть те детали, о которых упомянула Крамер, и инструментальной съемки. Марек все время думал о том, что показывает воздушная разведка, но связаться с вертолетом он мог только по радиотелефону, а ближайший находился на складе. «Элси», сказал Марек, войдя в бывший склад, «где радио, настроенное на Дэвида?» Конечно, Элси Кастер ничего не ответила, она даже не оторвала взгляда от лежавшего перед ней документа. Элси, симпатичная, полноватая женщина, была способна глубочайшей она просиживала в домике долгими часами, разбирая рукописные тексты на пергаментах. Профессия требовала от нее знания не только шести основных языков средневековой Европы, но и давно забытых местных диалектов, жаргонных выражений и сокращений. Марек считал, что ее участие в экспедиции было удачей, даже несмотря на то, что она держалась в стороне от остальной части группы. Временами ее поведение казалось немного странным. «Элси», повторила, она резко вскинула голову. «Что? Ой, извините, Андре, я только имею в виду...» Она ткнула пальцем в лежавший перед нее пергамент. «Это счет, который монастырь выставил немецкому графу за ночлег его свиты. 29 человек и 35 лошадей. Граф ездил с таким отрядом по окрестностям, но написано на смеси латыни и окситанского наречия, и почерк совершенно невозможен». Элси взяла пергамент и направилась к фотокопировальному столу в углу комнаты. Над столом на четырех опорах была установлена камера, со всех сторон на стол были нацелены лампы вспышки. Она аккуратно уложила пергамент, расправила его, приложила снизу бирку со штиховым кодом, рядом поместила двухдюймовую эталонную линейку и сделала снимок. «Элси, где радио, настроенное на Дэвида?» «Ой, извините, на дальнем столе, на нем наклейка с буквами Д и С». Марик подошел к столу, взял радиотелефон и нажал кнопку. «Дэвид, это Андре». «Привет, Андре». Марик с трудом разбирал его голос сквозь шум вертолета. «Ну, что ты нашел?» «Ноль». «Надо, де надо». «Абсолютно ничего». «Пусто», сообщил Стар. «Мы проверили монастырь, мы проверили лес. Ни одного из ориентиров, о которых говорила Крамер, не обнаружено. Ни локатором бокового обзора, ни радаром, ни в ультрафиолете, ни инфракрасным сканером. Я понятия не имею, каким образом им удалось сделать эти открытия». «Они неслись стремительным галопом по заросшему травой гребню длинного высокого холма, протянувшегося вдоль реки». «По крайней мере, Софи неслась галопом, а Крис неуклюже подпрыгивал и старательно удерживал равновесие, в буквальном смысле цепляясь за жизнь. Обычно во время прогулок она не ездила галопом, уважая своего не столь умелого спутника, но сегодня, проносясь по лугам, она во все горло кричала от удовольствия. Крис пытался следовать за ней, молясь про себя, чтобы она поскорее остановилась. Наконец, она натянула уздечку своего отфыркивающегося, взмокшего, вороного жеребца, конь со всадницей остановился. Ласково похлопывая животное по шее, девушка поджидала, пока Крис подъедет к ней. «Разве это не было великолепно?» воскликнула она. «Да», согласился он, пытаясь перевести дыхание, «конечно». «Должна заметить, Крис, что ты все делал очень хорошо, и твоя посадка становится лучше». В ответ он смог только кивнуть. Его зад болел от ударов оседло, а бедра просто омертвели от напряжения. «Как здесь красиво», сказала она, указывая на реку и темные замки на далеких утесах. «Разве это не великолепно?» И тут Софи поглядела на часы, что серьезно задела Криса. Но прогулка обещала быть удивительно приятной. Она ехала совсем рядом с ним, так что лошади чуть ли не соприкасались крупами, она время от времени наклонялась, чтобы прошептать что-нибудь ему на ухо. Однажды она положила ему руку на плечо и поцеловала в губы. А потом быстро оглянулась кругом, очевидно испугавшись своей смелости. С того места, где они находились, была хорошо видна вся территория раскопок. Руины Костельгарда, монастырь и на далеком холме Ларок. В небе пролетали облака, отбрасывая в долину отчетливые тени. Воздух был теплым и спокойным. Вокруг царила тишина, которая нарушала лишь отдаленный гул автомобиля. «О, Крис!» воскликнула девушка, еще раз поцеловала его. Когда они оторвались друг от друга, Софи посмотрела куда-то вдаль и вдруг широко замахала рукой. По проселочной дороге к ним пылил желтый открытый автомобиль. Это была спортивная машина, ее мотор глухо рычал, немного не доезжая до них, автомобиль остановился, и водитель, поднявшись из-за руля, уселся на спинку сидения. «На, Эджел!» с счастливым голосом воскликнула Софи. Человек в автомобиле лениво махнул в ответ. Его рука описала в воздухе плавную дугу. «О, Крис! Пожалуйста, будь умницей!» С этими словами Софи вручила ему уздечку своей лошади, соскочила на землю, сбежала с холма к автомобилю, обняла водителя и уселась рядом с ним в машину. Когда автомобиль рванул с места, она оглянулась на Криса и послала ему воздушный поцелуй. Заново отстроенный средневековый город Сарла казался особенно очаровательным по ночам, когда его прижавшиеся друг к другу дома и узкие переулки были освещены мягкими газовыми лампами. Марек и несколько аспирантов сидели в открытом ресторане на улице Турни под белыми зонтиками и потягивали темно-красный когор. Обычно Крису Хюджису очень нравились такие ночи. Но этим вечером все ему было не по нраву. Вечер был слишком теплым, металлический стул неудобным. Он заказал свое любимое блюдо пентатосепе, французское блюдо, цесарка с белыми грибами. Но птица казалась сухой, а грибы слишком мягкими. Даже разговоры раздражали его. Обычно аспиранты обсуждали то, что сделали за день, но нынешним вечером их молодой архитектор Кейт Эриксон встретила и пригласила сюда каких-то своих нью-йоркских знакомых. Пару биржевиков лет под 30 со своими подружками. Крис почти сразу же возненавидел их. Гости то и дело вставали из-за стола, чтобы поговорить по сотовым телефонам. Обе женщины были журналистками, а вернее рекламными агентами из одной и той же пиаровской фирмы. Они только что закончили грандиозную рекламную кампанию, пропагандировавшую новую книгу Марты Стюарт. Крикливая самоуверенность этих людей очень скоро начала действовать Крису на нервы. К тому же, как многие удачливые бизнесмены, новые знакомые были склонны обращаться с учеными словно с отсталыми людьми, не способными к существованию в реальном мире, к игре в реальные игры. А может быть, думал Крис, эти типы просто не могут представить себе, как кто-нибудь добровольно выбрал занятие, которое не сделает человека миллионером к 24 годам. Но все же Крис должен был признать, что они были вполне приятными людьми. Они пили много вина и задавали множество вопросов по поводу проекта. К сожалению, это были обычные вопросы, те, которые всегда задают туристы. Что в этом месте такого особенного? Откуда вы знаете, где надо копать? Откуда вы знаете, что искать? Насколько глубоко вы роете и каким образом узнаете, когда нужно остановиться? Ну а почему вы работаете именно там? Все-таки что в этом месте такого исключительного? Спросила одна из женщин. Участок очень типичен для того периода, объяснила Кейт, с двумя противостоящими один другому замками. Но настоящей находкой он оказался потому, что эта территория была в общем-то заброшена и там еще никогда не производились земляные работы. Это хорошо? То, что земля была заброшена? Женщина нахмурилась. Она прибыла из мира, где заброшенность была страшным грехом. Это очень желательно, вмешался в разговор Марек. В нашей работе реальные возможности возникают только в тех случаях, когда мир почему-то проходит мимо какого-то места стороной, как, например, получилось с Арла, вот с этим городом. Здесь очень мило, одобрительно заметила вторая женщина. Мужчины опять отошли в сторонку, чтобы поговорить по телефону. Но главная штука в том, сказал Кейт, что по чистой случайности этот старый город вообще существует. Сначала Сарла был городом паломников, выросшим вокруг монастыря со священными реликвиями. В конце концов город так разросся, что монастырь перебрался в другое место, где было побольше покоя и тишины. Сарла долгое время оставался важным торговым центром области Дордонь. Но с годами его значение неуклонно падало, и к 20-му столетию мир совершенно забыл о Сарла. Городок был настолько незначительным и бедным, что даже не имел денег на ремонт своих одрехлевших от времени кварталов. Старые дома оставались такими же, как были без современного водопровода и электричества. Многие оказались брошенными. Кейт объяснил, что в 50-х годах город наконец-то решил снести старые кварталы и возвести на их месте современные дома. Андре Малеро удалось воспрепятствовать этому. Малеро Андре 1901-1976 годы французский писатель, философ и политический деятель. Во время Второй мировой войны участвовал в антифашистском сопротивлении. После войны работал в правительстве Шарля де Голля. В 1959-1969 годах занимал пост министра культуры Франции. Он убедил французское правительство наскрести денег и взяться за реставрацию старинных построек. Народ считал его сумасшедшим, а теперь Сарла оказался самым аутентичным средневековым городом во Франции и одной из главных приманок для туристов стране. Очаровательно, неопределенно откликнула женщина. Внезапно оба мужчины вместе возвратились к столу, уселись и с видом выполненного долга одинаковыми движениями убрали в карманы свои телефоны. Что случилось, поинтересовалась Кей. Биржа закрылась, объяснил один из них. Вы говорили о Кастельгарде, так что же в нем такого особенного? Мы говорили о том, сказал Марек, чтобы в нем никогда никто не производил земляных работ. Но для нас также важно, что Кастельгард это типичный укрепленный город 14 века. Сам город старше, но между 1300 и 1400 годом в нем было возведено очень много построек. А старые перестроены для укрепления обороны, стали толще стены, выстроен их второй ряд, более сложными стали рвы и ворота. Когда это все происходило? В темные века? спросил один из мужчин, наливая себе вина. Темные века период европейской истории, началом которого принято считать 476 год нашей эры. Его завершение одни исторические школы относят к тысячному году, а другие к началу эпохи возрождения. Нет, ответил Марек, технически это высокое средневековье. Не такое высокое, как хотелось бы мне, ответил Держевик. А что там идет перед ним? Низкое средневековье? Правильно, сказал Марек. Эй, воскликнул его собеседник, поднимая свой бокал, но по первой. Примерно за 40 лет до наступления новой эры всей Европой управляли римляне. Та часть Франции, где они находились, в древности называлась Аквитания. Это название она получила от римских колонизаторов. Римляне строили по всей Европе дороги, организовывали торговые отношения и поддерживали общественный порядок. Европа процветала. Позднее, где-то в 400 году новой эры, Рим начал отзывать своих солдат выводить гарнизоны. После крушения империи Европа погрязла в беззаконие, которое продолжалось целых 500 лет. Численность населения многократно снизилась, торговля погибла, города превратились в мелкие поселения. Все римские провинции были захвачены варварскими ордами. Здесь хозяйничали готы и вандалы, гунны и викинги. Этот темный период получил название низкого средневековья. Но к концу тысячелетия, я имею в виду тысячный год, положение начало улучшаться, сказал Марек. К этому времени образовалось новое государственное устройство, которое мы называем теперь феодальной системой, хотя в те времена люди и представления не имели об этом термине. С возникновением феодализма появились сильные владыки, которые оказались в состоянии обеспечить порядок в своих владениях. Новая система работала, сельское хозяйство стало развиваться, торговля возобновилась, города начали расти, и к 1200 году Европа вновь расцвела, и население в ней оказалось даже больше, чем было во времена Римской империи. Получается, что этот самый 1200 год можно считать началом высокого средневековья, времени расцвета и роста культуры. Реакция американцев на эту микролекцию оказалась скептической. Если все было так хорошо, то зачем нужно было возводить повсюду столько оборонительных сооружений? Из-за столетней войны, объяснил Марек, которую вели между собой Англия и Франция. Наверное, это была религиозная война? Нет, ответил Марек, религия не имела к этому никакого отношения. В то время все были католиками. Неужели, а как же протестанты? Не было никаких протестантов. А где же они были? Они тогда еще не выдумали себя, высказал афоризм Марек. Да ну, тогда Англия. Один из мужчин недовольно нахмурился. Чего вы болтаете? Франция принадлежала Англии. Марек вздохнул. У него было собственное определение для таких людей. Провинциалы времени. Люди, не знавшие прошлого и гордившиеся этим. Провинциалы времени были убеждены, что настоящее является единственным временем, которое имеет хоть какое-то значение, и все, что происходило ранее, можно преспокойно игнорировать. Современный мир был неотразимым и новым, а прошлое не имело для них никакого значения. Изучение истории было таким же бессмысленным занятием, как, к примеру, овладение азбукой Морзе или искусством управления грузовым фургоном. И средневековье все эти рыцари, взвинящие брони и дамы в высоких остроконечных головных уборах настолько очевидно не имело отношения к реальности, что о нем и вовсе не стоило разговаривать. Но суть заключалась в том, что основы современного мира были заложены именно в средневековье. Все, начиная от системы правосудия до моноэтнического государства, от технологии до концепции романтичной любви первоначально возникло в средневековые времена. И самим понятием рыночной экономики, которой эти биржевые маклеры поклонялись, они были обязаны средневековью. Если они не знали главного о том, кем они сами являются, почему они делают то, что делают, откуда они возникли. Профессор Джонстон часто говорил, что человек, не знающий истории, не знает ничего. Это все равно, что лист, не знающий, что он является частью дерева. А биржевик продолжал наскакивать на Марика. Именно так все невеже отстаивают свое право на незнание. Да что за чушь вы несете? Англия владела частью Франции. Это же совершенный бред. Англичане и французы всегда ненавидели друг друга. Вовсе не всегда, возразил Марек, ведь мы говорим о том, что происходило 600 лет назад. Мир тогда был совсем не таким, как теперь. И англичане с французами были намного ближе друг к другу. После того, как Норманна в 1066 году захватили Англию, практически вся аристократия на острове оказалась французской. Они говорили по-французски, ели французские блюда, одевались по французской моде. И не следует видеть ничего удивительного в том, что они оккупировали французскую территорию. Вот и здесь, на юге, они больше ста лет владели Аквитанией. Допустим, но от чего ради велась эта война? Вероятно, французы решили возвратить все эти земли себе. Примерно так. Но и людишки, буркнул Держиник. Марек говорил так, будто читал лекцию первокосника, а Крис тем временем изучал глаза Кейт. Сейчас при свете люминесцентных ламп, черты ее лица, которые при свете солнца казались грубыми, выглядели гораздо мягче. Она вдруг показалась ему привлекательной. Но девушка выглядела на его взгляды, полностью сосредоточившись на своих приятелях-биржевиках. Обычное дело, подумал Крис, женщины тянутся к тем, у кого есть власть и деньги, даже к таким бездарям и пустобрехам, как эта парочка. Он поймал себя на том, что рассматривает часы своих соседей по столу. Оба носили большие тяжелые роликсы, но металлические браслеты их часов были расстегнуты, и они свободно болтались на запястьях, словно женские украшения. Это был символ богатства и независимости, случайная небрежность, подчеркивавшая, что обладатели этих часов находятся в отпуске. Манеры этих людей все сильнее раздражали его. Когда один из мужчин принялся играть с часами, он крутил их вокруг запястья, звонко пощелкивая браслетом, Крис, наконец, не выдержал. Он резко поднялся из-за стола, пробормотав что-то насчет того, что ему необходимо проверить результаты последних анализов, образцов, найденных в раскопках, и торопливо зашагал по улице Турни в сторону автостоянки, находившейся на краю старинного квартала. Ему казалось, что на всем протяжении улицы он встречал только влюбленные пары, прогуливавшиеся под руку. Каждая женщина обязательно шла, склонив голову на плечо спутника. Никто не разговаривал, молча наслаждаясь созерцанием окружающего. И с каждой встречающейся парой его раздражение становилось все сильнее, заставляя ускорять и ускорять шаги. Когда он в конце концов уселся в автомобиль и поехал домой, то почувствовал, что у него на душе стало намного легче. Найджел, каким же идиотом нужно быть, чтобы носить такое имя? На следующее утро Кейт опять висела в своей страховочной сбруе под сводами Костельгардской часовни, когда вдруг ее радиотелефон захрипел и сообщил «Горячий томалес, горячий томалес, четвертый участок, приходите попробовать, завтрак подан». Томал, томале, толченая кукуруза с мясом и красным перцем, мексиканское блюдо. Это было принятое в экспедиции условное кодированное сообщение о новом открытии. Археологи разработали систему кодов для всех важных сообщений, так как было известно, что местные власти частенько прослушивали переговоры. На различных раскопках уже бывали случаи, когда представители правительства являлись и конфисковывали находки, прежде чем исследователи успевали хотя бы вкратце изучить их и сделать полноценное описание. Хотя французское правительство относилось к археологам довольно лояльно, даже доброжелательно, пожалуй, гораздо лучше, чем американские власти. Отдельные его представители на местах пользовались печальной известностью благодаря непоследовательности своих поступков. И, конечно, частенько встречались проявления ревности к иностранцам, копавшимся в истории благородной Франции. Четвертый участок, насколько было известно, Кейт, находился в монастыре. Некоторое время она раздумывала идти ей туда или остаться в часовне, но в конце концов решила пойти. Дело заключалось в том, что повседневная работа экспедиции была в значительной степени скучной и бедной событиями, и археологам требовался хлыст для того, чтобы поддерживать свой энтузиазм на достаточно высоком уровне. А роль такого хлыста играли именно открытия, которые время от времени совершал кто-нибудь из их коллег. Кейт шла через руины Костельгарда. В отличие от многих своих товарищей, она была способна восстановить перед своим мысленным взором тот облик, который эти развалины имели в незапамятные времена увидеть город целиком. Ей нравился Костельгард. Это был деловой город, зародившийся и обустраивавшийся в эпоху непрерывных войн. Он обладал той неподдельной подлинностью, которая, как девушка обнаружила, отсутствовала у архитектурных школ. Она ощущала шеи и голыми ногами солнце и в который раз думала о том, как ей повезло, что она оказалась во Франции, а не сидит в Нью-Хэвене в тесной коморке, именовавшейся ее рабочим кабинетом на шестом этаже здания. Из огромных окон которого открывается вид на псевдоколониальное строение Дейвенпорт-колледжа и фальшивую готику гимназии Пейн-Уитни. Архитектурный факультет невыносимо угнеталки теории практика архитектуры приводили ее в совершенное уныние, и девушка никогда не сожалела о том, что переключилась на историю. Конечно, трудно найти какие-то минусы у лета в Южной Франции. Она удачно вошла в команду, работавшую здесь, в Дордоне. Нет, лето действительно пока что было очень приятно. Хотя ей пришлось поставить на место нескольких мужчин. Сначала какие-то поползновения предпринимал Марик, затем Рик Чанг, а потом ей пришлось иметь дело с Крисом Фюджисом. Крис тяжело принял отставку, которую дала ему английская девчонка, вероятно, он единственный не видел, что дело шло к этому, и теперь вел себя как раненый щенок. И вчера за обедом он все время пялился на нее. Мужчины, судя по всему, не понимают, что для женщины оскорбительно, когда кто-то начинает ухаживать за ней только для того, чтобы возместить потерю предмета своего истинного поклонения. Окончательно запутавшись в своих мыслях, Кейт спустилась к реке. Там была привязана небольшая грибная лодочка, на которую участники экспедиции переправлялись через реку. А около лодки ее поджидал улыбающийся Крис Хьюджис. «Я буду грести», предложил он. Кейт согласилась, и он легкими движениями весел направил лодку к другому берегу. Девушка молчала. Она сидела на корме, подставив лицо солнечным лучам. От тепла она ощущала приятную расслабленность. «Прекрасный день», услышала она слова Криса. «Да, хорошо». «Знаешь, Кейт», начал он, «мне действительно очень понравился вчерашний обед. Я подумал, может быть, приятно слышать это, Крис, ответила она, «но я должна быть честной с тобой». «На самом деле?» «И в чем же?» «Я только что порвала кое с кем». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». «И хотела бы сделать небольшой перерыв». «А-а-а-а», повторил он, «ясно, понимаю. Но, может быть, мы все-таки могли бы...» Она улыбнулась ему самой милой и открытой улыбкой, на какую была способна. «Я так не считаю». «Что ж, ладно». Кейт заметила, что ее спутник начал было дуться, но Крис вдруг добавил, «Знаешь, ты права. Я тоже думаю, что нам будет лучше остаться просто коллегами». «Решено», сказала она, протягивая Крису руку. Тот пожал ее ладонь. Лодка мягко ткнулась носом в берег. В монастыре большая толпа окружила четвертый участок. Все жадно пялились в глубину раскопа. Раскоп имел форму точного квадрата двадцать на двадцать футов. С северной и восточной сторон землекопы раскрыли плоские верхушки каменных арок, которые указывали на то, что раскопки дошли до уровня катакомб, располагавшихся под монастырем. Сами арки были заполнены слежавшейся землей. На прошлой неделе под северной аркой пробили траншею, но она, судя по всему, никуда не вела. Траншею закрепили деревянными подпорками, но сейчас никто не обращал на нее внимания. Все взгляды были устремлены на восточную арку, где недавно начали бить другую траншею. Работа продвигалась медленно, так как на пути то и дело попадались человеческие кости, которые Рик Чанг считал останками солдат. Глянув вниз, Кейт увидела, что стенки траншеи осыпались с обеих сторон, и земля практически полностью завалила канаву. Образовалась куча грунта, похожая на оползень, преградивший дальнейший путь, а на месте обвала обнажились черепа и длинные кости, большая часть которых лежала в явном беспорядке. Она увидела в раскопе и Рика Чанга, и Марика, и Элси, покинувшие ради находки свою берлогу. Элси притащила свою цифровую фотокамеру, установленную на штативе треножники, и почти непрерывно сверкала вспышкой, делая снимки. Позднее их введут в компьютер, чтобы создать искусственную панораму участка. Такие панорамы будут составляться снова и снова с часовым интервалом, чтобы запечатлеть каждую фазу раскопок. Марик поднял голову и увидел Кейт на краю котлована. «Эй!» крикнул он. «Тебя-то я и искал! Спускайся сюда!» Кейт спустилась по лестнице на глинистное дно ямы. Там, несмотря на яркое солнце и полуденный зной, она почувствовала запах сырой земли и клини. Один из черепов вывалился из своей глинистой постели и подкатился к самым ее ногам, но Кейт не коснулась его. Она твердо знала, что все кости должны оставаться на месте обнаружения до тех пор, пока Чанг не поработает с ним. «Это вполне могут быть катакомбы», сказала Кейт. «Но кости здесь не из-за хоронения. Возможно, здесь произошло сражение». Марик пожал плечами. «Сражения тут происходили повсюду. Меня больше интересует вот это». Он ткнул пальцем вперед в сторону, лишенной какой-либо отделки арки со скругленными углами. «Цистерцианцы, возможно, даже 12 век», начала была Кейт. «Да, несомненно», прервала ее Марик. «А как насчет этого?» Прямо под центром арки, на дне траншеи, зияло черное отверстие шириной примерно в три фута. «А ты что думаешь?» вопросом на вопрос ответила она. «Я думаю, что лучше всего будет забраться туда, немедленно». «Почему такая спешка?» удивилась Кейт. «Потому что там, ниже уровня раскопок, есть какое-то пустое пространство», ответил Гейтчан. «Комната, а может быть и несколько. Возможно». «А теперь туда попал воздух, наверное, впервые за все 600 лет». «А в воздухе содержится кислород», хмуро добавил Марик. «Вы думаете, что там могли сохраниться какие-нибудь предметы?» «Я не знаю, что там есть», ответил Марик. «Но чтобы там не находилось, в ближайшие несколько часов оно может оказаться непоправимо испорченным». Он повернулся к Чангу. «У нас есть змейка?» «Нет, она в Тулузе, на ремонте». «Змейкой» археологи называли между собой оптика-волоконный кабель, который можно было подключить к камере. Его использовали для съемки труднодоступных мест. «А почему бы не заполнить это помещение азотом?» поинтересовала Скейт. «Если бы они закачали этот инертный газ через отверстие, то он заполнил бы подземную комнату подобно воде и защитил бы любые экспонаты от окисляющего воздействия кислорода». «Я бы так и сделал», ответил Марик. «Но у нас есть только один баллон на 50 литров. Этого было совершенно недостаточно». «Она указала на черепа. Я понимаю, но если вы начнете что-нибудь делать, то нарушите. Мне кажется, что не стоит волноваться из-за этих скелетов», ответил Чанг. «Они уже перемещены из первоначального положения. И, судя по всему, это было массовое захоронение после сражения. Вряд ли мы сможем много узнать по этим останкам». Он обернулся и посмотрел вверх. «Крис, кто забрал прожектора?» «Не я», ответил Крис сверху. «Я думаю, что в последний раз ими пользовались именно здесь». «Нет, они на третьем участке», сообщил один из студентов. «Давайте их сюда. Элси, вы закончили свои съемки? Я спешу». «Да или нет? Еще минуточку». Чанг крикнул стоявшим наверху студентам, чтобы те принесли прожектора. Четыре человека тут же взволнованно сорвались с места. Марек обратился к оставшимся. «Ладно, ребята, мне нужны фонари, наборы для раскопок, кислородные приборы, телефонные гарнитуры, респираторы, кабели питания и связи. И все это немедленно». Преодолевая волнение, Кейт продолжала рассматривать отверстие под аркой. Сама арка казалась ей слабой, камни, похоже, почти не были скреплены между собой. Все арки, как правило, держатся за счет веса стен, опирающихся на центральный замковый камень. Но здесь вся кладка была перекошена, и верхняя изогнутая часть арки могла внезапно обрушиться. А в дыру можно было разглядеть, что там продолжает оползать земля. Кейт видела, как тут-то там вываливаются и соскальзывают вниз небольшие камешки. Она сочла это нехорошим признаком. «Андре, я считаю, что лезть туда небезопасно. Никто не говорит о том, чтобы лезть. Мы опустим тебя сверху. Меня? Да. Ты спустишься с арки, а потом пойдешь в глубину». Вероятно, у Кейт был ошарашенный вид, потому что Марр усмехнулся. «Не волнуйся, я пойду с тобой». «Ты понимаешь, что если мы ошибемся?» Она умолкла, подбирая слова. «Нас может похоронить заживо?» «Что с тобой?» насмешно расспросил Марр. «Нервишки сдают?» Больше ему ничего говорить не потребовалось. Десять минут спустя она висела в воздухе под показавшимся ей ненадежным арочным сводом перекрытия. За спиной у нее был рюкзак с набором для раскопок. Которому был добавлен кислородный баллон, а на поясе, как ручные гранаты, висели два небольших, но мощных переносных прожектора. Маску респиратора она сдвинула на лоб, из-под нее выглядывала душка наушника. Провода от радиотелефона уходили в карман, где лежал батарейный источник питания. Обвешанное таким количеством оборудования, Кейт почувствовал себя стесненно, неловко. Маррик стоял на своде над ней, держа страховочный канат. И внизу, в яме, Рик и его студенты напряженно глядели на нее. Она взглянула на Марика. Дай пять. Он вытравил пять футов канаты. И она опустилась вниз, чуть коснувшись влажной земли, свежеобразовавшейся насыпи. Из-под ее ног выскользнуло несколько струев земли. Кейт шагнула вперед. Еще три. Она стала на четвереньки, опустившись на насыпь всем своим весом. Земля держала. Но она тут же перевела встревоженный взгляд на арку. Замковый камень крошился по краям. Все в порядке, окликнула ее Маррик. Да, ответила она. Я пошла внутрь. Она отползла назад зияющему провалу под аркой. Взглянула вверх на Марика, стоявшего вне светового конуса прожектора. Не знаю, Андре, сможешь ли ты сюда спуститься? Земля может не выдержать твоего веса. Очень смешно. Кейт, ты не полезешь туда одна. Ладно, тогда, по крайней мере, дай мне прежде туда забраться. Она щелкнула тумблером, включив свой переносной прожектор. Включила радиотелефон, закрыла рот и нос маской респиратора и поползла сквозь отверстие во тьму. Воздух подземелье оказался на удивление холодным. Желтый луч ее прожектора пресал на голых каменных стенах и каменном полу. Чанг оказался прав. Это было помещение ниже уровня монастыря. И, похоже, в давние времена, до того, как обрушившаяся земля и камни перекрыли дальнейший проход, оно тянулось на немалое расстояние. Так или иначе, это помещение, в отличие от большинства других, не было заполнено землей. Она направила луч света на потолок, пытаясь определить его состояние, но не смогла как следует разглядеть перекрытие. Кейт еще немного проползла вперед на четвереньках, а потом начала спускаться, временами скользя по сырой насыпи к твердому основанию. Спустя несколько мгновений она уже стояла в катакомбах. Я на месте! Вокруг было темно, воздух был ощутимо влажным. Даже сквозь фильтры респиратора чувствовался неприятный запах сырости. Фильтры поглощали бактерии и вирусы. На большинстве участков раскопок никто и не думал о масках, но здесь они требовались, потому что на протяжении 14 века в городе трижды случались эпидемии чумы, истребившие третьего населения. Хотя считается, что чума переносится зараженными крысами, но существует легочная форма заболевания, и в этом случае зараза передается через воздух при кашле и чихании, поэтому любой, кто входит в древнее закупоренное помещение, должен учитывать. Она услышала шум у себя за спиной и, оглянувшись, увидела, что сверху из отверстия появился малик. Он поскользнулся и перескочил на земляной пол. В наступившую вслед за этим тишине они оба услышали негромкий шорох камешков и струек земли, неторопливо скатывавшихся с насыпи. «Ты понимаешь, сказала она, что нас тут может завалить и похоронить заживо. Всегда смотри на действительность со светлой стороны, ответил Марек. Он выступил вперед, держа в руках мощный прожектор и осветил большой участок подземелья. Теперь при ярком свете комната показалась удручающе пустой. Слева находился каменный саркофаг рыцаря, на сдвинутой крышке было вырезано рельефное изображение воина в доспехах. Заглянув внутрь саркофага, археологи увидели, что он пуст. Еще в подземелье находился грубый деревянный стол, стоявший вплотную к стене. На нем ничего не было. Левее начинался коридор, упиравшийся в каменную лестницу, которая вела наверх, заканчиваясь в обрушенной куче земли. В правой части комнаты была еще одна куча земли, которая обрушилась с потолка, перекрыв проход под соседней аркой. Марек вздохнул. Такие волнения и все попусту. Но Кейт, продолжая опасаться, что земля обвалится еще раз и заполнит подземелье, в котором они находились, пристально вглядывалась в правую кучу. Именно поэтому она и смогла это увидеть. Андре, позвала она, подойди сюда. Это была кочка цвета земли, грязно-коричневое вздутие на коричнево-бурой насыпи, но поверхность его слегка поблескивала. Кейт обмахнула находку рукой. Это оказалась клеенка. Девушка нащупала твердый угол. В клеенку что-то было завернуто. Марек заглянул через ее плечо. Очень хорошо, просто чудесно. А разве тогда существовала клеенка? О, да, клеенку изобрели викинги, вероятно, в девятом столетии. Она получила широкое распространение в Европе к нашему периоду. Хотя я не думаю, что нам удастся найти в монастыре еще что-нибудь завернутое в клеенку. Он помог ей откапывать находку. Они ковырялись в земле очень осторожно, не желая вызвать новый оползень прямо на себя, но вскоре откопались верток. Это был прямоугольник площадью примерно два квадратных фута, обвязанный промасленным шпагатом. Я предполагаю, что это документы, сказал Марек. Его пальцы дергались во флуоресцентном свете, так ему хотелось развернуть находку, но он сдержался. Мы возьмем это с собой. Он взял сверток под мышку, повернулся обратно к выходу. Кейт окинула кучу земли еще одним взглядом, стараясь не упустить ни малейшей детали, но она ничего не заметила. Тогда она перевела луч света в сторону и замерла на месте. Краем глаза она уловила вспышку яркого света, повернулась, посмотрела еще раз. Несколько секунд она не могла разглядеть сверкающие точки, но вскоре все же нашла ее. Это был торчащий из земли маленький кусочек стекла. Андре, воскликнула она, похоже, что я нашла еще кое-что. Стекло было тонким и совершенно чистым. Изогнутый гладкий край по качеству обработки казался совершенно современным. Кейт вытерла грязь с кончиков пальцев и извлекла из земли стекло от очков. Это была бифокальная линза. Что это такое? Удивился Андре, подойдя к ней. Это ты мне скажи. Он, прищурившись, рассматривал находку, держа ее совсем рядом со своим прожектором. Потом поднес ее вплотную к лицу, чуть не коснувшись стекла носом. Где ты нашла это? В голосе Марика слышалось волнение на этом самом месте. Лежала на виду так же как сейчас. Он говорил нервно, почти обвиняюще. Нет, торчал только краешек. Я вынула стекло из земли. Как? Пальцем. Значит, ты говоришь, что оно было частично захоронено в земле. По интонации заместителя руководителя экспедиции можно было подумать, что он не верит Кейт. Э, что это значит? Возмутилась она. Просто ответь, пожалуйста. Нет, Андре, оно было почти полностью захоронено. Из земли торчал только этот вот левый уголок. Жаль, что ты прикасалась к нему. Мне тоже жаль, если бы я могла предположить, что ты будешь вести себя так, словно этому нужно найти объяснение, прервал ее Марек. Повернись. Что? Повернись. Он взял ее за плечо и резким, даже грубым движением развернул, так что теперь она оказалась спиной к нему. Боже! Она взглянула через плечо, чтобы понять, что он делает, а Марек держал свой фонарь рядом с ее рюкзаком и медленно перемещал его, скрупулезно исследуя рюкзак с самого верха и вплоть до ее шорт. Ну и что ты собираешься мне сказать? Помолчи, пожалуйста. Прошла еще почти минута, прежде чем он закончил осмотр. Молния на нижнем левом кармане твоего рюкзака расстегнута. Ты расстегивала ее? Нет. Значит, она была открыта все время, с тех пор, как ты надела рюкзак. Видимо, так. Ты хоть раз задевала за стену? Кажется, нет. Кейт внимательно следила, чтобы ни за что не задевать, потому что не хотела, чтобы стена внезапно обрушилась. Ты в этом уверена? настаивал он. Ради всего святого, Андре. Конечно, уверена. Отлично. А теперь включил девушке свой мощный прожектор и повернулся к ней спиной. Что я должна проверять? поинтересовалась она. Это стекло очевидная контоминация, сказал Марек. Мы должны объяснить, откуда оно здесь взялось. Посмотри, не расстегнут ли где-нибудь мой рюкзак? Кейт послушно осмотрела рюкзак. Все застегнуто. Ты внимательно смотрела? Да, внимательно, раздраженно откликнулась она. Мне кажется, что ты сделал это слишком поспешно. Андре, я смотрела очень внимательно. Марек уставился на кучу глины перед ними. Оттуда то и дело вываливались мелкие камушки. Оно могло вывалиться из одного из наших рюкзаков, а потом его засыпало. Да, я думаю, что это возможно. Раз ты смогла откопать его кончиком пальца, значит, оно не было плотно впрессовано в землю. Нет, нет, оно лежало совершенно свободно. Отлично. В таком случае мы получили хоть какое-то объяснение. Какое же? Мы каким-то образом притащили эту линзу с собой, и пока мы раскапывали клюенку с документами, она вывалилась из рюкзака и ее присыпала землей. Потом ты увидела ее и откопала. Это единственное возможное объяснение. Ладно, Марек вынул фотоаппарат и несколько раз сфотографировал стекло с различных расстояний. Сначала очень близко, потом дальше и дальше. Только после этого достал пластмассовую коробочку, аккуратно поднял стекло пинцетом и положил его туда. Потом он достал моток мягкой обертки и рулончик клейкой ленты, запечатал коробку, заклеил сверток скотчем и вручил его кейт. Возьми его и, пожалуйста, будь поосторожнее. Он, казалось, смягчился и разговаривал не таким резким тоном. Хорошо согласилась она. Они принялись снова карабкаться на кучу земли, возвращаясь назад. Студенты восторженно приветствовали их. Клеенчатый пакет вручили Элсе и та торопливо удалилась с ним в старый склад базы экспедиции. Все, кроме Чанга и Криса Хюджиса, весело смеялись и сверкали улыбками на загорелых лицах. А эти двое, у которых на головах были наушники, слышали все разговоры, проходившие в пещере, и потому выглядели мрачными и растерянными. Контаминация раскопок, то есть загрязнение участка посторонними предметами, являлась чрезвычайно серьезным грехом, и это было всем известно. Ведь такие случаи говорили о небрежности в проведении работ и позволяли поставить под сомнение все остальные, даже самые интересные находки, сделанные экспедицией. Классическим примером тому мог послужить небольшой скандал, в Ресейзе под скальным выступом была обнаружена стоянка пещерных людей. Археологи вели раскопки на уровне относившемся к периоду 320 тысяч лет до новой эры. И вдруг один из них наткнулся на полускрытой землей презерватив фабричной упаковки из фольги. Конечно, никому и на мгновение не могла прийти в голову мысль, что находка имеет отношение к исследовавшемуся уровню. Но сам факт того, что эта штука оказалась там в земле, позволял предположить, что экспедиция не соблюдала правила проведения раскопок. В команде возникли панические настроения, которые не прошли даже после того, как аспиранта, работавшего на этом участке, с позором отправили в Париж. «Где эта стеклянная линза?» спросил Крис, обращаясь к Марику. «Укей». Она вручила пакетик Крису. И пока большинство восторженно аплодировало паре, вернувшейся из подземелья, тот, отвернувшись, снял обертку и принялся рассматривать прозрачную коробочку на свету. «Вне всякого сомнения, современное изделие», заявил он, скорбно мотнув головой. «Я, конечно, проверю, только проследи, чтобы эта ерунда была упомянута в отчете о работах на этом участке». Марик сказал, что обязательно проследит. После этого Рик Чанг повернулся и несколько раз хлопнул в ладоши. «Люди, все, веселье кончилось, назад, за работу». На вторую половину дня Марик наметил тренировку по стрельбе из лука. Студентам эти занятия очень нравились, и они никогда не пропускали их, а с недавних пор в группе лучников присоединилась и Кейт. Мишенью сегодня служила набитая соломой чучела, установленная в 50 ярдах от линии стрельбы. Молодежь со своими луками выстроилась вдоль черты, а Марик расхаживал позади шеренги. «Если вы собираетесь убить человека, сказал он, вам следует помнить, что почти наверняка на нем будет металлический нагрудник. Куда менее вероятно, что у него окажется броня на голове, шее или на ногах. Значит, чтобы убить его, вы должны стрелять в голову или в бок туловища, незащищенной броней». Кейт слушала Марик и все больше удивлялась. Андре ко всему подходил очень серьезно. Убить человека. В его устах это звучало так, будто он и на самом деле учил именно этому. Когда стоишь под желтым полуденным солнцем в Южной Франции, прислушиваясь к отдаленному гулу автомобилей на шоссе, сама мысль об этом кажется абсурдной. «Но если вы хотите просто остановить человека», продолжал Марик, «тогда стреляйте ему в ногу. Он сразу свалится. Сегодня мы воспользуемся 50-фунтовыми луками». 50 фунтов составляла величина усилия, необходимого для того, чтобы полностью натянуть тетиву. А сами луки, конечно, были тяжелыми, и натягивать их было трудно. Стрелы были длиной почти в три фута. Многим младшим студентам стрельба поначалу давалась с большим трудом, и Марик обычно заканчивал каждую тренировку упражнениями по поднятию тяжести, чтобы его подопечные накачали себе мускулатуру. Сам Марик мог натянуть 100-фунтовый лук. Он упорно утверждал, хотя в это было трудно поверить, ведь воспользоваться им мог далеко не каждый из его современников, что реальное оружие 14 века было именно таким. «Теперь», скомандовал Марик, «наложите стрелы, натяните тетиву, прицельтесь и отпустите их». Стрелы взвелись в воздух. «Нет, нет, нет, Дэвид, не старайся тянуть до тех пор, пока задрожит рука. Сохраняй контроль. Карл, обрати внимание на свою стойку. Боб, слишком высоко. Диана, не забывай про положение пальцев. Рик, сейчас намного лучше. Ладно, повторим еще раз. Наложите стрелы, натяните тетиву, прицельтесь и пускай». Уже ближе к вечеру Стерн вызвал Марика по радиотелефону и попросил его прийти на базу. Он сказал, что у него хорошие новости. Когда Марик вошел в каменное строение, Дэвид сидел за микроскопом, рассматривая линзу. «Ну, в чем же дело?» «Нет, смотри сам». Стерн отошел в сторону. Марик уселся на его место и приник к окуляру. Перед ним возникла линза, рассеченная плотной линией бифокального раздела. Местами на стекле были заметны беловатые круги, напоминавшие на первый взгляд колонии бактерий. «И что я, по твоему мнению, должен увидеть?» «С ноткой скепсиса», спросил Марик. «Посмотри на левый край». Марик передвинул предметный столик и в поле зрения объектива появился левый край стеклышка. Благодаря преломлению света в стекле срез казался ярко белым. Чуть позже он заметил, что эта белизна заходит за пределы среза и распространяется по поверхности стекла. «Это колонии бактерий, поселившихся на стекле», пояснил Стэн. «Вроде каменного лака». Каменным лаком часто называли слой из частиц почвы и бактерий, нараставшие на нижней стороне камни. Поскольку это образование было органическим, можно было определить его возраст. «Их можно датировать?» поинтересовался Марат. «Было бы можно», ответил Стэн, «если бы имелось достаточное количество культуры для углеродного анализа. Но я сразу могу тебе сказать, что органического вещества не хватит. С таким количеством получить более или менее точную дату невозможно. Нет смысла даже пробовать». «Ты уверен?» «Но дело в том, что этот край линзы оказался на виду». «Верно?» Уголочек, по словам Кейт, торчал из земли. «Да, но…» «Так вот, Андре, это старое стекло. Не знаю, какого оно возраста, но это не загрязнение слоя». Рик рассматривает все обнаруженные сегодня кости и считает, что часть из них относится гораздо более поздним периодом, чем наши раскопки, к 18-му, а то и к 19-му векам. А это означает, что на одном из трупов могли оказаться бифокальные очки. «Ну, не знаю, эта линза кажется изготовленной очень точно, что вовсе не означает ее принадлежность к новейшему времени», возразил Стэн. «Стеклянную шихту научились очень мелко и ровно размалывать уже лет 200 тому назад. Я договорюсь с одним оптиком из Нью-Хэвена о более тщательном исследовании этой линзы. Я также попросил Элси побыстрее посмотреть документы в приемке, просто для того, чтобы убедиться, что там нет ничего необычного. Но, в общем, я считаю, что мы можем не волноваться». «Это и впрямь хорошие новости», сказал Марек, усмехнувшись. «Я подумал, что тебе будет интересно все это услышать. Увидимся за обедом». В этот день они договорились пообедать на площади старинного городка Дом, превратившегося ныне в деревню, которая находилась на вершине скалистого холма в нескольких милях от их участка раскопок. Крис весь день без всяких причин огрызался на всех, кто к нему обращался. Но с наступлением сумерек его настроение несколько улучшилось. Было похоже, что он с нетерпением поджидает позднего обеда. Он то и дело спрашивал себя, получил ли Марек известие от профессора, и если нет, то как должны они поступать в этом случае? Грудь ему теснила от какого-то неясного предчувствия. Однако его хорошее настроение сразу же улетучилось, стоило ему заметить, что оба биржевых маклера со своими спутницами снова сидят за их столом. Очевидно, не получили приглашение и на этот вечер. Крис собрался было развернуться и уйти, но Кейт, вскочив с места, обняла его за талию и потащила к столу. «Я лучше уйду», чуть слышно пробормотал он, «я не вынесу этих людей». Но девушка что-то прошептала ему на ухо и усадила на стул. Оказалось, что биржевики должны были сегодня покупать вино «Шаттолафит Ротшильд» 95-го года, чуть ли не по две тысячи франков за бутылку. «Какого черта в конце концов?» подумал он. «Право, совершенно очаровательный город», тараторила одна из женщин. «По дороге мы видели стены вокруг него, такие длинные, высокие, и, знаете, очень симпатичные ворота на въезде в город, такие с двумя округлыми башнями по бокам». Кейт кивнула. «Это может показаться смешным», сказала она, «но многие деревни, которые теперь кажутся нам такими очаровательными, на самом деле были торговыми центрами 14-го столетия». «Торговыми центрами?» «Что вы хотите этим сказать?» удивила женщина. «В этот момент радиотелефон, как обычно висевший у Марика на поясе, издал призывный креск. «Андре, это вы?» «Это была Элси». Она никогда не ходила на обед вместе с коллегами, а допоздна засиживалась за описанием находок. Марика включил прием. «Да, Элси, я только что нашла нечто совершенно сверхъестественное. Слушай, слушаю. Я хотела бы, чтобы Дэвид сейчас приехал ко мне и помог с анализами. Но вот что, парни, если это шутка, то она мне не нравится». Радио щелкнуло и отключилось. «Элси» молчание. Марик оглядел, сидевшись за столом. «Кто-нибудь шутил с ней?» Все отрицательно замотали головами. «Может быть, она свихнулась?» предположил Крис Кьюджес. «Это не удивило бы меня? Столько времени просиживать над пергаментами?» «Поеду, узнаю, что у нее случилось», буркнул Дэвид Стерн, вставая из-за стола и почти сразу же скрылся в темноте. Крис подумал было отправиться вместе с ним, но Кейт метнула в него быстрый взгляд и улыбнулась. Поэтому он откинулся на спинку стула и протянул руку к бокалу с вином. «Так вы говорите, что эти города были чем-то наподобие торговых центров?» «Да, многие из них», ответила Кейт Эриксон. «Эти города были местами, где делались деньги для производителей сельскохозяйственной продукции, точно так же, как происходит это в современных торговых центрах. И так же, как наши торговые центры, все они строились по практически единому образцу. Она повернулась, не вставая со стула, и указала на лежавшую за ее спиной городскую площадь. Видите, крытый деревянный рынок посредине. Почти такие же рынки вы найдете здесь в очень многих городах. Это означает, что город представляет собой бастит, новую для того времени укрепленную деревню. В течение 14-го столетия во Франции была построена почти тысяча городов-бастидов. Часть из них предназначалась для контроля за территорией, но многие создавались просто для того, чтобы делать в них деньги. Разговор о деньгах вызвал интерес у биржевых спекулянтов. Один из них резко вскинул голову и спросил, «Минуточку, постойте, каким образом постройка деревни может быть связана с добыванием денег?» Кейт улыбнулась. Экономика 14-го века складывалась таким образом, начала она. Допустим, вы дворянин и владеете обширными землями. Территорию Франции тогда главным образом занимали леса. Значит, и ваша земля это в основном лес, населенный в Волкан. Возможно, на ней обитают несколько фермеров, которые вносят вам ничтожную арендную плату. Но это не дает возможности разбогатеть. А так как вы дворянин, то всегда отчаянно нуждаетесь в деньгах, чтобы вести большие и малые войны и развлекаться, швыряясь золотом направо и налево, как это ожидает от вас окружающий. И что же вы в таких условиях можете сделать, чтобы увеличить доход со своих земель? Вы строите новый город, заманиваете в свой новый город жителей, предлагая им особые налоговые льготы, различные привилегии, которые подробно перечисляются в городской хартии. Прежде всего, это послабление в части феодальных повинностей жителей. Но зачем нужны эти льготы? Спросил второй из биржевиков. Благодаря им у вас в городе вскоре появятся свои купцы и рынки, на которых они будут торговать. А тогда налоги и различные сборы станут приносить вам намного больше доходов. Вы собираете пошлины за все. За использование дороги, по которой идут и едут в город, за право войти в городские ворота, за право открыть лавку на рынке, за содержание стражников, поддерживающих порядок, за возможность заниматься ростовщичеством. Неплохо, заметил один из дельцов. Совсем неплохо. И кроме того, вы получаете процент от стоимости всего, что продано на рынке. Да ну, и какой процент? Это зависело от места и конкретных товаров. Вообще, от одного до пяти процентов. Таким образом, получается, что на самом деле именно рынок явился причиной основания города. Это хорошо видно из планировки поселений. «Вот, посмотрите на церковь», сказала Кейт, указав рукой в сторону. «В более ранние столетия церковь являлась центром любого города или деревни. Люди ходили к мессе по меньшей мере один раз в день. Вокруг церкви в буквальном смысле этого слова вращалась вся жизнь. Но в доме церковь стоит в стороне. Центром города теперь стал рынок». «Значит, дворяне получали все свои деньги от рынка?» «Нет, еще не все, так как наличие укрепленного города означает усиление защиты близлежащей местности. А отсюда следует, что крестьяне расчистят окрестности и устроят новые фермы. Таким образом, у вас увеличиваются еще и сельскохозяйственные арендные платежи. В целом, новый город был надежной инвестицией. Именно поэтому их было построено так много. Неужели это единственная причина, по которой строили города? Нет, многие из них были построены из военных соображений. «Такие...» Радиотелефон Марика издал призывный хриплый треск. Это снова была Элси. «Андре?» «Да», откликнулся Марик. «Лучше бы вам поскорее приехать сюда, потому что я не знаю, что со всем этим делать. С чем? Что случилось?» «Лучше приезжайте, немедленно». Генератор громко тарахтел, и старый деревенский амбар в темном поле под частыми звездами, сверкал ослепительным электрическим светом. Все столпились в амбаре. Элси сидела за своим столом посредине, уставившись в вошедших невидящим взглядом. «Элси?» «Это невозможно», сказала она. «Что невозможно?» «Что здесь произошло?» Марик взглянул на Дэвида Стерна, но тот, не поднимая головы, возился с каким-то прибором в углу комнаты. Элси вздохнула. «Я не знаю, не знаю», забармотала она с истерическими нотками в голосе. «В таком случае», прервал ее Марик, «начните сначала». «Ладно», согласилась Элси, «пусть будет сначала». Она встала, пересекла комнату и указала на несколько пергаментов, разложенных на аккуратно вырезанном полотнище пластиковой пленки. «Вот начало». «Комплект документов, которые я обозначила индексом М-031, обнаруженный в раскопках монастыря сегодня в первой половине дня. Дэвид попросил меня обработать эту находку как можно скорее. Никто не произнес ни слова. Все просто смотрели на нее. «Так», сказала она после паузы, «я просмотрела документы, как обычно. Я делаю это так. Я беру сразу штук десять пергаментов и несу их сюда, на свой стол». Она положила на стол десять листов. Теперь я сажусь за стол и просматриваю их один за другим. «Затем, после того, как я составила аннотацию содержания одного листа и ввела ее в компьютер, я переношу этот лист сюда, чтобы сфотографировать его». Она перешла к соседнему столу и разложила пергамент под объективом фотокамеры. «Мы хорошо знаем», попытался прервать ее Марек. «Нет», резко возразила она, «Вы совсем не знаете». Элси вернулась к своему столу и взяла из стопки следующий пергамент. «Итак, я обрабатываю все документы один за другим. В этой вот стопке оказались самые разнообразные документы. Счета, копии писем, ответы на распоряжение епископа, отчеты о ходе уборки урожая, перечни монастырского имущества. Все датируются с небольшими отклонениями 1357-м годом». Она один за другим брала пергаменты из пачки на столе. «И в конце концов», она взяла последний лист, «Я вижу это». Все уставились в одну и ту же точку. Никто ничего не сказал. По размеру пергамент был точно таким же, как все остальные в пачке, но вместо плотных строка к строке записей на латинском или старо-французском языке, этот содержал всего лишь два небрежно нацарапанных самых обычных английских слова. «Спасите меня!» 4.7.1357 года. «Если вы еще не слишком удивлены», добавила Элси, «сообщаю вам, что это почерк профессора». В комнате воцарилась тишина, никто не двинулся с места, даже не пошевельнулся. Все лишь молча смотрели на кусок пергамента. Марек лихорадочно обдумывал случившиеся, перебирая в уме возможности. Благодаря своему детальному энциклопедическому знанию средневекового периода, он много лет служил внештатным экспертом по средневековым экспонатам в Метрополитом музее искусств в Нью-Йорке и потому имел большой опыт в определении разнообразных фальшивок. Вообще-то ему редко попадались подделки средневековых документов. Обычно это были драгоценные камни десятилетнего возраста в старинном браслете или броневой панцирь, изготовленный на самом деле в Бруклине. Но опыт давал ему ясное представление о том, как провести проверку. «Ладно», сказал он, «начнем вы уверены, что это его почерк?» «Да», ответила Элси, «вне всяких сомнений». «А откуда вы это знаете?» «Я же графолог, Андре», фортнула она. «Но лучше удостоверьтесь сами». Она взяла со стола записку, которую Джонстон написал несколько дней назад, счет, в углу которого профессор небрежно нацарапал печатными буквами. «Нужно проверить эти расходы». Положила ее на пергамент рядом с надписью. «Вобщеизвестно, что печатные буквы легче анализировать. Например, его буква Н имеет дополнительную диагональную перекладинку. Он проводит одну вертикальную линию, поднимает ручку, проводит вторую вертикаль, а потом, не отрывая ручки от листа, ведет ее назад, чтобы провести перекладину, оставляя при этом в нижней части буквы диагональный штрих. Или посмотрите на Р. Он проводит черту снизу вверх, затем, не отрывая ручки, ведет обратно, чтобы сделать полукруг. Или Е, в которой он проводит вертикальную черту, а потом добавляет зигзагообразную линию, напоминающую греческую сигну. У меня нет ни малейших сомнений, это его почерк. А не мог кто-нибудь подделать его? Нет. В подделках всегда можно заметить лишние отрывы ручки от бумаги и много других признаков. Это писал он собственной рукой. А не мог он сам разыграть нас? Спросил Акейт. Если это шутка, то крайне дурного тона. А как насчет возраста этого пергамента, поинтересовался Марик? Он такой же, как у остальных листов из свертка? Да, ответил Дэвид Стерн, оторвавшийся наконец от своей работы. Даже без углеродного анализа, я могу утверждать, этот образец имеет тот же возраст, что и остальные. Марик задумался. Но как это может быть? Ты уверен? Это же различные виды пергамента. Поверхность кажется мне более грубой. Она действительно грубее, согласился Стерн, потому что плохо очищена. В средневековые времена пергамент очень ценился. Обычно его использовали, потом соскребали прежнюю надпись и использовали еще и еще раз. Но если мы посмотрим на этот пергамент под ультрафиолетовым освещением, кто-нибудь выключите свет? Кейт повернул выключатель, и в наступившей темноте Стерн включил ультрафиолетовый светильник, установленный у него на столе. Марек сразу же увидел, что на пергаменте проступил другой текст, малоконтрастный, но тем не менее видный четко. Сначала здесь был счет за постой, пояснила Элс. Его удалили быстро и грубо, как будто кто-то очень спешил. Вы хотите сказать, что прежний текст счистил профессор? спросил Крис. Понятия не имею, кто это сделал. Знаю только, что это был непрофессиональный писец. Ладно, сказал Марек. Есть один способ, чтобы со всей определенностью решить вопрос раз и навсегда. Он повернулся к Стерну. Как насчет чернил, Дэвид? Они действительно подлинные? Стерн замялся. Я не уверен. Не уверен, но почему? С точки зрения химического состава, ответил Стерн, все точно так, как можно было ожидать. Железо в форме закиси, смешанное с настоем галлов, как органическим связующим. Добавлено немного углерода, для большей черноты, и пять процентов сахароза. Тогда использовали сахар, чтобы придать чернилам больше блеска после высыхания. Так что, это обычные железо, галловые чернила. Они типичны для того периода. Но это само по себе означает не так уж много. Правильно, согласился Марек. Стерн говорил о том, что чернила для фальшивки не так уж трудно изготовить в любое время. Поэтому я провел кетриметрический анализ закиси железа и галлов продолжал Стан. Точно так же, как я обычно делаю в сомнительных случаях. Так устанавливается точный состав ингредиентов чернила. Так вот, анализ показал, что именно эти чернила подобны, но не идентичны чернилам, которыми написаны другие документы. Подобны, но не идентичны, повторил Марек. Насколько подобны? Как вы все знаете, средневековые чернила смешивались вручную перед использованием, потому что их нельзя было хранить. Настойка галлов, а это болезненные наросты на листьях дуба и некоторых других более редких растений, органическое вещество, следовательно, чернила в конечном счете должны протухнуть. Иногда в чернила добавляли вино, чтобы их можно было дольше хранить. Так или иначе, концентрация галловой настойки и железа в различных документах может быть очень различной. До 20, а то и целых 30 процентов. Таким образом, мы можем достоверно определить документы, написанные в один и тот же день одними и теми же чернилами. Этот конкретный образец чернил отличается от тех, которыми написаны другие документы из этой пачки, приблизительно на 29 процентов. Чушь какая-то! Марек даже помотал головой. Эти данные не подтверждают ни подлинности, ни подделки документа. Ты провел спектральный анализ. Да, только что закончил. Вот спектры трех документов. Тот, что возможно написан профессором посредине. Он показал три ломаные линии, состоявшие из пиков, торчавших вверх и вниз. Снова схожи, но не идентичны. Нет, это не схожи, возразил Марек, разглядывая спектрограммы. Потому что, помимо разницы в содержании железа, в чернилах профессора есть и другие элементы. Вот, например, что это за пик? Хром. Марек вздохнул. А это означает, что чернила современные. Вовсе не обязательно. Но ведь в то время, хоть раньше, хоть позже, в чернилах не было хрома. Верно. И все-таки он обнаруживается в чернилах, которыми писали манускрипты. Притом, довольно часто. В этой местности есть залежи хрома? Нет, ответил Стерн. Но хром ввозили во все уголки Европы, потому что его использовали в красителях для ткани, но и случалось добавляли в чернилах. А что ты скажешь о прочих загрязнениях? Спросил Марек, указывая на несколько других пиков. Он помотал головой. Прости, но я не куплюсь на это. Согласен, сказал Стерн. Скорее всего, это шутка. Но мы ничего не сможем сказать наверняка без углеродного анализа, продолжал Марек. Содержание углерода-14 позволило бы датировать и чернила, и пергамент с точностью около 50 лет. Таким образом, вопрос с подделкой был бы разрешен окончательно. Я хотел бы еще использовать термолюминесценцию и, возможно, лазерную активацию, раз уж дело дошло до серьезного исследования, добавил Стерн. Но ты не сможешь сделать все это здесь? Нет, мне нужно будет отправиться в Лес-Эйзи. В Лес-Эйзи, городе, расположенном в соседней долине, находился центр археологических исследований до исторического периода в Южной Франции. Там имелась хорошо оснащенная лаборатория, в которой было оборудование для углеродного и калийно-аргонового определения возраста образцов, а также для нейтронной активации и других сложных анализов. Результаты, разумеется, не могли быть такими же точными, как в центрах Парижа или Тулуза, но зато ученые могли получить ответы уже через несколько часов. Как ты думаешь, за ночь справишься? спросил Марек. Попытаюсь. Крис вернулся в комнату и присоединился к группе. Он незаметно выходил за дверь, пытаясь связаться с профессором по сотовому телефону. Нет, ответил он на молчаливый вопрос. Я слышал лишь его слова на автоответчике. Ну, сказал Марек, сейчас мы не можем сделать больше ничего. Я предполагаю, что эта записка изощренная шутка. Не могу представить себе, кто мог так разыграть нас, но кто-то все же это сделал. Завтра мы получим углеродную датировку надписи. Я полностью уверен в том, что она сделана совсем недавно. Элси, несмотря на все мое уважение к вам, должен сказать, что это, вероятно, подделка. Элси что-то пробормотала себе под нос. Но в любом случае, продолжал Марек, профессор должен позвонить завтра, и тогда мы спросим его, а пока что я предлагаю всем лечь спать и как следует отдохнуть. Войдя в старый амбар, Марек бесшумно закрыл за собой дверь и лишь после этого выключил свет, потом окинул взглядом помещение. В комнате, как он и ожидал, царил идеальный порядок. Строгостью обстановки она напоминала монашескую келью. Около кровати аккуратной стопкой лежало пять или шесть научных журналов, на столе справа, рядом с закрытым компьютером, ноутбуком, еще несколько. В столе имелся ящик, Марек выдвинул его и принялся торопливо там рыться. Но он не находил того, что искал. Он перешел к платиному шкафу. Внутри аккуратно висела одежда профессора, ни один предмет не соприкасался с соседним. Марек ощупал все карманы, но и там этого не оказалось. Возможно, этого и не было здесь, подумал он. Возможно, профессор взял это с собой в Нью-Мексико. Напротив двери находилось бюро. Он открыл верхний яхик. Монеты в небольшом блюдце, американские долларовые бумажки, скрепленные резинкой, несколько личных вещей, в том числе перочинный ножик, авторучка и запасные часы. Ничего необычного. Потом он увидел в глубине ящика пластмассовый футляр. Вынул его, открыл. В футляре оказались очки. Марек положил их на крышку бюро. Линзы в очках были бифокальными, овальной формы. Он вынул из кармана рубашки полиэтиленовый пакет и в этот момент услышал скрип двери за своей спиной. Обернувшись, он увидел, что в комнату вошла Кейт Эриксон. «Роемся в белье профессора?» спросила она, удивленно вздернув брови. Я увидела свет под дверью и решила заглянуть. Без стука, так же иронично осведомился Марек. «Все-таки, что ты тут делаешь?» уже серьезно спросила Кейт и в этот момент увидела пакет. «Неужели это то, о чем я подумала?» «Да». Марек извлек пинцетом из пакета одну бифокальную линзу и положил ее на крышку бюро рядом с очками профессора. «Отличаются», заметила девушка, «но я готова поспорить, что линза его. Я тоже». «Неужели ты не подумал об этом с самого начала? Я хочу сказать, он единственный из всей экспедиции носит бифокальные очки, и наша контоминация произошла из-за его стекла. «Это не контоминация», возразил Марек, «линза старая, но Дэвид говорит, что белые пятна это колонии бактерий. Нет, Кейт, эта линза не современная, она старая». Девушка наклонилась поближе. «Этого не может быть», уверенно заявила она. «Посмотри, как обточено это стекло, и стекла в очках профессоры, оно явно современное». «Я знаю, но Дэвид настойчиво утверждает, что линза старая, какого возраста, он не может сказать, то есть он не может датировать это стекло, точнее плесень на нем», Марек кивнул. «Недостаточно органического материала». «В таком случае получается», начала она. «Ты пришел в его комнату, потому что она умолкла, посмотрела на очки, затем на Марека, нахмурилась. «Но ведь я помню, Андре, ты утверждал, что надпись поддельная, именно так я и говорил, но тем не менее ты попросил Дэвида сделать углеродный анализ, этой же ночью, не так ли?» «Да». «А потом ты пришел сюда со стеклом, потому что встревожен». Она помотала головой, как будто хотела отогнать муху. «Чем же? Что, по твоему мнению, происходит?» Марек посмотрел ей в лицо. «Совершенно не представляю себе, полная бессмыслица. Тем не менее, ты беспокоишься?» «Да», признался Марек, «беспокоюсь». Следующий день оказался ярким и жарким. Палящее солнце неспеша двигалось по безоблачному небу. С утра профессор не позвонил. Марек дважды набирал его номер, но оба раза слышал голос автоответчика. «Оставьте ваше сообщение, я свяжусь с вами позднее». Никаких вестей не было и от Стерна. На звонки в лабораторию в Лес-Эйзи отвечали, что он занят. Наконец, ничего не понимающий сотрудник сказал. «Он снова перепроверяет анализы уже в третий раз». «Почему?» непрерывно гадал Марек. «Он даже собрался поехать в Лес-Эйзи. Туда было совсем недалеко. Но потом решил все-таки остаться в бывшем складе на тот случай, если профессор позвонит. Но тот так и не позвонил. Позже, когда утро уже было в разгаре, Элси выпрямилась за столом и громко произнесла «Ух, что еще?» Она рассматривала другой кусочек пергамента. «В свертке он лежал прямо перед тем, где написано рукой профессора», сказала она. Марек торопливо подошел к ней. «И что там?» «Такое впечатление, будто здесь отпечатались чернила от его надписи. Видите? Здесь, здесь и здесь». Марек пожал плечами. Скорее всего, он рассматривал его перед тем, как написать свою записку. «Но эти пометки находятся на полях?» возразила Элси. «Словно выделяют что-то». «Выделяют?» «Где?» спросил Марек. «О чем этот документ?» «О природе», ответил графолог. «Составленное одним из монахов описание подземной реки. Указано, в каких местах нужно соблюдать особую осторожность, приводится расстояние в шагах и так далее и тому подобное». «Подземная река?» Марек не проявил интереса. Монахи, помимо всего прочего, порой выступали в роли ученых-краеведов и частенько составляли небольшие эссе о местной географии, особенностях плотницкого ремесла, времени подрезки плодовых деревьев, лучших способов хранения зерна зимой и на великое множество других тем. Они были любопытны, но часто ошибались. «У Марселуса есть ключ», прочла она вслух из текста. «Что бы это могло означать?» «Как раз там, где профессор поставил свои пометки. Потом, что-то насчет гигантских ног». «Нет, ног гиганта». «Ноги какого-то гиганта». «И об этом говорит Вивикс, что на латыни означает...» «Позвольте, я посмотрю, это новое для меня слово». «Она зашуршала страницами словаря». Марек вышел из дома и принялся расхаживать взад-вперед около двери. Он все сильнее нервничал. «Странно», донесся до него голоса Элси. «Нет слова Вивикс, по крайней мере в этом словаре». Он увидел в открытую дверь, что она со свойственным ей педантизмом сделала пометку на листе бумаги. Марек вздохнул. Часы тянулись невыносимо медленно. Профессор не звонил. Близилось три часа. Студенты все чаще поглядывали в сторону большой палатки в ожидании обеденного перерыва. Марек, стоя невдалеке от двери, смотрел на них. Они выглядели беззаботными, то и дело смеялись, подталкивали друг друга, перешучивались. Послышался телефонный звонок. Он зашагал к дому. Трубку сняла Элси. Марек слышал, как она говорила. «Да, он здесь рядом со мной. Да, сейчас». Он торопливо вошел, почти вбежал в ее комнату. «Профессор?» Она помотала головой. «Нет, это кто-то из МТК». Марек взял из руки графолога телефонную трубку. «Говорит, Андре Марек», представился он. «Пожалуйста, подождите минутку, мистер Марек. С вами очень хотел поговорить мистер Дониджер». «Дониджер?» «Да, мы в течение нескольких часов пытались дозвониться до вас. Прошу вас, не кладите трубку, пока я разыщу его». Наступила длительная пауза. В коммутаторе на противоположном конце звучала какая-то классическая музыка. Марек закрыл ладонью микрофон. «Это Дониджер», сказал он Элси. «Неужели?» усмехнулась та. «Вам следует гордиться. Большая шишка собственной персоной». «С какой стати Дониджеру понадобилось звонить мне?» Прошло пять минут. Марек все так же сидел с телефонной трубкой в руке, когда в комнату с недоуменным выражением, застывшим на усталом лице, вошел Стерн, мелко потряхивая на ходу головой. «Ты не поверишь», заявил он с порога. «Да, а чему?» поинтересовался Марек, не выпуская трубку. Вместо ответа Стерн протянул ему листок бумаги, на котором были написаны два числа. «Шестьсот тридцать восемь сорок семь». «И что это, по-твоему, должно значить?» рассеянно спросил Марек. «Возраст чернил. Что ты несешь?» «Чернила на этом пергаменте», не обиделся Стерн, «имеют возраст шестьсот тридцать восемь лет плюс минус сорок семь лет». «Что-что?» Марек, похоже, по-настоящему опешил. «Все верно. Дата их изготовления тысяча триста шестьдесят первый год от Рождества Христова». «Что-что?» «Я тебя понимаю», спокойно сказал Стерн, «но мы повторили анализ три раза. В достоверности не может быть никаких сомнений. Если профессор действительно написал эти слова, то он сделал это шестьсот лет тому назад». Марек перевернул весток. С обратной стороны было написано «тысяча триста шестьдесят один сорок семь лет». Музыка в телефоне со щелчком прервалась и хорошо поставленный голос произнес. «Говорит Боб Дониджер, это мистер Марек?» «Да», — ответил тот. «Вы, возможно, не помните, но мы встречались пару лет назад, когда я посещал раскопки. Я отлично помню ваш приезд. Я звоню по поводу профессора Джонстона. Мы очень опасаемся за его безопасность. Он исчез?» «Нет, нет. Мы точно знаем, где он находится». В голосе Дониджера прозвучала какая-то странная интонация, из-за которой спина Марека вдруг покрылась гусиной кожей. «Значит, я могу поговорить с ним?» — спросил он. «Боюсь, что в настоящее время это невозможно. Профессор находится в опасности?» «Трудно сказать. Надеюсь, что нет. Но нам, судя по всему, потребуется помощь вашей группы и ваша лично. Я уже послал самолет чтобы доставить вас сюда». «Мистер Дониджер», сказал Марек, «мы, похоже, получили от профессора Джонстона сообщение, которое датируется шестью сотнями лет. Не будем обсуждать это по телефону», торопливо прервал его Дониджер. Но Марек обратил внимание на то, что его собеседник вовсе не удивился. «Во Франции сейчас три часа. Я не ошибся?» «Да, чуть побольше». «Очень хорошо», сказал Дониджер. «Выберите троих участников вашей группы, которая хорошо знает долину Дардоне. Поезжайте в аэропорт Даржерака. Не думайте о багаже. Мы снабдим вас всем необходимым, когда вы сюда приедете. Самолет приземлится в шесть часов по французскому времени и сразу же вылетит с вами в Нью-Мексику. Вас это устраивает? Да, но я вас встречу». И Дониджер повесил трубку. Дэвид Стерн посмотрел на Марека. «Так о чем шла речь?» «Отправляйся и найди свой паспорт», устало проронил Марек. «Что-что?» Теперь настала очередь Стерна удивляться. «Найди свой паспорт и возвращайся с автомобилем». «Мы куда-нибудь едем?» «Да», отрезал Марек и потянулся за радиотелефоном. Кейт Эриксон смотрела с вала замка Ларок во внутренний двор, обширное поросшее травой пространство посреди замка, лежавшее на 20 футов ниже, чем она находилась. По траве оттопталась толпа туристов. Они принадлежали к различным нациям, но все были облачены в яркие рубашки и шорты. Непрерывно щелкали устремленные в разные стороны фотокамеры. «Еще один замок!» донесся до нее снизу голос девочки. «Мамочка, ну почему мы должны все время шляться по этим дурацким замкам? Потому что это интересно папочке!» наставительно отлетела мать. «Мамочка, но они же все одинаковые!» «Я знаю, дорогая!» Папочка находился неподалеку, внутри прямоугольника, образованного остатками стен, обозначивших контур некогда существовавшего здесь помещения. Это, заявил он, обращаясь к своему семействе, был большой зал. Взглянув вниз, Кейт сразу же поняла, что он ошибается. Мужчина стоял в бывшей кухне. Это было совершенно очевидно, так как в левой стене до сих пор сохранились ясно видимые остатки трех духовок. И стоило ему обернуться, так он заметил бы почти неповрежденный каменный водовод, по которому подавалась вода. «А что было в большом зале?» спросила дочь. «Здесь устраивались спиры. Здесь король принимал вассальную присягу у рыцарей». Кейт вздохнула. «Они не нашли ни одного свидетельства того, что хоть один король когда-либо побывал в лароке. Напротив, документы указывали на то, что этот замок всегда принадлежал частным владельцам. В XI столетии его выставил некто по имени Арман де Клэри. Потом, в XIV веке, замок подвергся значительной перестройке. Было возведено второе полукольцо внешних стен и сооружены новые разводные мосты. Изменением своего облика замок Ларок был обязан рыцарю, которого звали Франсуа Ле Гросс, или же по-английски Фрэнсис Жирный. Замок был перестроен где-то около 1302 года. Несмотря на свое французское имя, Франсуа был английским рыцарем и отстроил Ларок в новом для того времени английском стиле, основоположником которого явился король Эдуард I. Замки Эдвардинского периода были большими, с просторными внутренними дворами и удобными, не без роскоши, покоями владетели. Это подходило Франсуа, который, судя по всему, обладал артистической натурой, склонностью к лене и, как следствие этого, часто нуждался в деньгах. Франсуа был вынужден сначала заложить свой замок, а потом и вовсе продать его. Во время Второлетней войны замок сменил целый ряд владителей, но укрепления неизменно поддерживались в идеальном состоянии. Замок ни разу не был взят приступом. Каждый раз смена власти в нем происходило в результате коммерческих сделок. Что касается большого зала, то ей с высоты были хорошо видны, слева практически полностью разрушенные, но все же довольно ясно различимые остатки стен, куда большего, чем кухня-помещение, почти в сотню футов длиной. Сохранились даже остатки монументального камина, высотой в 9 и шириной в 12 футов. Кейт знала, что любой большой зал такого размера должен был иметь каменные стены и дощатую крышу. И действительно, присмотревшись, она заметила в самых высоких зубцах руин пазы, в которых держались балки из мощных бревен. Балки укладывались крест-накрест и несли на себе крышу. Мимо нее по узкому гребню вала прошла группа британских туристов, и Кейт услышала слова гида. Эти валы были построены сэром Фрэнсисом Дурным в 1363 году. Фрэнсис был совершенно кошмарным созданием. Ее любимым занятием было мучить мужчин, женщин и даже детей в своих многочисленных темницах. А теперь, если вы посмотрите налево, то увидите так называемый прыжок любви, откуда в 1292 году бросилась и разбилась насмерть мадам Рно, опозоренная тем, что забеременела от юноши конюшево своего мужа. Правда, является спорным, сама она бросилась вниз, или ее столкнул оскорбленный и разгребанный супруг. Кейт еще раз вздохнула. Интересно, откуда они берут всю эту чушь? Не иначе выдумывает сам. Она вернулась к альбому, в котором делала зарисовки контур в стен. В этом замке имелись и тайные ходы, но Фрэнсис Жирный был толковым архитектором. Его тайные ходы предназначались главным образом для обороны. Один из них тянулся от вала вдоль дальней стены большого зала мимо тыльной стороны камина. Другой ход был проложен вдоль зубчатой стены, венчавшей южные валы. Но самый важный лаз она никак не могла обнаружить. Согласно сведениям, приводимым писателем XIV века Фруассаром, замок Ларук ни разу не смогли взять при помощи осады, так как противникам не удавалось найти потайной ход, по которому в замок доставляли продовольствие и воду. Тогда ходили различные упорные слухи, одни из которых утверждали, что этот тайный путь был связан с сетью пещер в возвестниковой скале, на которой возвышался замк. Другие же говорили, что он, уходя на изрядное расстояние, выходит наружу в укромном месте среди скал. Где-то среди скал. Самый простой способ выяснить истину заключался в том, чтобы, разыскав его выход в замке, проследить подземный путь. Но найти выход можно было только с помощью приборов. Лучше всего подошел бы эхолот или специальный радар-интровизор, но воспользоваться ими можно было только в пустом замке. Он был закрыт для туристов по понедельникам. Следовательно, это можно было бы сделать в ближайший понедельник, если ее радиотелефон подал сигнал вызова. Кейт, это был Марик. Она поднесла передатчик к лицу. Да, это Кейт, я слушаю. Немедленно возвращайся в амбар. У нас сложилась критическая ситуация. Послышался щелчок. Заместитель начальника экспедиции прервал связь. Крис Хьюджес, находившийся на глубине в 9 футов, автоматически прислушиваясь к прерывистому шипению дыхательного автомата своего Маланга, вытравливал тросик, при помощи которого удерживался на месте в мощном течении Дардоне. Видимость в воде сегодня была неплохой, не менее 12 футов, и он мог разглядеть целиком массивную опору укрепленного мельничного моста, стоявшую возле берега. Дальше, поперек реки, от опоры тянулась неровная цепь обточенных водой некогда обтесанных валунов. Это было все, что осталось от мостового пролета. Крис двигался вдоль этой цепочки, неторопливо изучая камни. Он искал углубления или иные признаки, по которым можно было бы определить, где находились ими от времени он пытался перевернуть то одну, то другую глыбу, но под водой это было очень сложно сделать, так как у него с собой не было ничего, что можно было бы использовать в качестве рычага. На поверхности реки над ним плавал пластмассовый буйок, на котором был закреплен красный в полоску флаг, показывавший, что вблизи работает водолаз. Этот сигнал должен был защитить его от шатавшихся вверх и вниз по реке лодочников. По крайней мере так предполагалось. Резко дернули и Крис оторвался от дна. Поднявшись к поверхности он ткнулся головой в желтое днище лодки. Гребец, держа в руке пластмассовый поплавок, кричал Крису что-то, как ему показалось на немецком языке. Крис вынул изо рта загубник и сказал «Просто опустите это в воду, будьте любезны». В ответ прозвучала длинная торопливая тирада по-немецки. При этом немец раздраженно тыкал пальцем в сторону берега. «Послушай, приятель, я не знаю, что ты, немец, продолжал кричать и указывать на берег, резко протыкая воздух пальцем». Крис оклянулся. На берегу стоял один из студентов их экспедиции, держа в руке радиотелефон и тоже что-то кричал. Крису потребовалось несколько секунд, чтобы понять. «Марек вызывает вас в амбар немедленно». «Господи Иисусе, а как насчет того, чтобы подождать полчасика, пока я закончу?» «Он сказал немедленно». Над отдаленным плато низко повисли темные тяжелые облака. Судя по всему, там вскоре должен был начаться дождь. Донни Джер в своем кабинете положил телефонную трубку и сказал. «Они согласились приехать». «Хорошо», откликнулась Диана Крамер. Она стояла перед ним, повернувшись к горам спиной. «Нам нужна их помощь». «К сожалению, да», согласился Донни Джер. Он встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате. Когда ему приходилось напряженно что-то обдумывать, он всегда испытывал потребность в движении. «Я совершенно не понимаю, как мы потеряли профессора», сказала Крамер. «Он, скорее всего, вступил в мир. Вы велели ему не делать этого. Вы велели ему ни в коем случае не выходить. А он, должно быть, вступил в мир». «Мы не знаем, что случилось», буркнул Донни Джер. «У нас нет ничего, кроме вонючих догадок». «Не считая того, что он прислал записку», возразила Крамер. «Да, по словам Кастер. Когда вы говорили с ней?» «Вчера поздно вечером», ответила Крамер. «Она позвонила мне, как только узнала об этом. Она была очень надежным источником для нас и ее...» «Не берите в голову», прервал ее Донни Джер, раздраженно махнув рукой. «Это не вопрос». Он всегда употреблял это выражение, когда считал, что разговор переходит к ненужным частностям. «А в чем же вопрос поинтересовалась Крамер?» «Вернуть его назад», отрезал Донни Джер. «Совершенно необходимо вытащить этого человека. Вот это и есть вопрос». «Никаких возражений», согласилась Крамер. «Это необходимо». «Лично я считаю, что этот старпер просто жопа», ворчливо сказал Донни Джер. «Но если мы не вернем его, это вернется кошмарным скандалом на весь мир». «Да, кошмарным». «Но я смогу с этим справиться», продолжал Донни Джер. «Сможете, я уверен». За несколько лет общения с Донни Джером у Крамер появилась привычка повторять реплики босса, когда тот пребывал в своем подвижном настроении. Посторонним это казалось проявлением лести, но сам Донни Джер считал такое поведение полезным. Частенько случалось, что Донни Джер, слыша, как Диана повторяет его слова и заявляет о своем согласии, отказывался от высказанного предложения или догадки. Крамер понимала, что в этом процессе она была всего лишь частью меблировки, стеной, от которой эхом возвращались к Донни Джеру его слова. Со стороны могло показаться, что беседа проходит между двумя людьми, но это было не так. Донни Джер разговаривал только сам с собой. Проблема, продолжал Донни Джер, состоит в том, что мы все увеличиваем число посторонних людей, знающих о технологии, но не получаем соразмерной отдачи. Исходя из того, что нам известно, эти студенты тоже не смогут вернуть его. У них больше шансов. Это лишь предположение. Он ускорил шаги, которые ничем не обоснованы. Я согласен, Боб, не обоснованы. А поисковую группу вы отправили назад? Кого вы посылали? Гомеса и Баретто? Они нигде не видели, профессор? Сколько времени они там пробыли? Полагаю, около часа. Они не выходили в мир? Крамер энергично помотала головой. К чему такой риск? В нем не было бы никакого смысла. Это всего лишь пара отставных морских пехотинцев. Боб, они даже если бы вышли туда, все равно не знали бы где и как искать. Им и в голову не пришло бы, чего там нужно опасаться. Тот мир совершенно не похож на наш. Зато эти аспиранты могут знать, куда заглянуть. В этом-то и вся суть, ответила Крамер. Издалека донесся приглушенный раскат грома. Стекло кабинета прочертили первые следы от тяжелых дождевых капель. Дониджер дониджер остановился перед окном и уставился на дождь. А что, если мы потеряем еще и аспирантов? Кошмарный скандал на весь мир. Не исключено, согласился дониджер. И нам следует готовиться к такой возможности. Скуля на малых оборотах турбинами по бетону летного поля в их сторону направлялся Гольфстрим-5 с большими серебряными буквами МТК на фюзеляже. Еще на ходу из него выдвинулся трап и облаченную форму стюардесса раскатило по его ступеням красную ковровую дорожку. Ученые взирали на необычную процедуру. Первым опомнился Крис Хьюджис. Это не розыгрыш, сказал он. Действительно, на трапе самый настоящий красный ковер. Ну, пойдемте, прервал его Марок и, забросив тощий рюкзак на плечо, зашагал к самолету. Марок отказался отвечать на расспросы аспирантов, ссылаясь на то, что сам почти ничего не знает. Он лишь сообщил о результатах у геродистого датирования. Сказал, что не в состоянии объяснить их. Сказал, что МТК просит их приехать, чтобы оказать помощь профессору и что все это крайне срочно. Больше он ничего не сказал и при этом обратил внимание на то, что Стерн тоже хранил молчание. Внутри самолет был отделан в серебристо-серых тонах. Стюардесса спросила, что они хотели бы выпить. Мужчина с жестким взглядом и коротко остриженными седыми волосами, шагнувшей из салона им навстречу, выглядел чужеродно в этой обстановке роскоши. Он был одет в обычный деловой костюм, но пока он пожимал руки каждому из прибывших, Марек безошибочно разглядел у него военную выборку. «Меня зовут Гордон», представился он, «вице-президент МТК. Добро пожаловать на борт. Полетное время до Нью-Мексико 9 часов 40 минут. А сейчас будет лучше всего, если вы сядете в кресло и пристегнете ремни». Опускаясь в кресло с высокими спинками, новые пассажиры уже почувствовали, что лайнер, набирая скорость, мчится по взлетно-посадочной полосе. Еще через несколько секунд двигатели взревели, и Марек, выглянув в иллюминатор, увидел, как живописная французская земля стремительно уходит вниз. «Могло быть и хуже», думал Гордон, сидя в хвостовой части с салона самолета и рассматривая группу. «Вне всякого сомнения, это были настоящие ученые. Они казались изрядно озадаченными. У них не было заметно никакой координации, не ощущалось никакого чувства команды. Но, с другой стороны, все они, похоже, были в приличной физической форме, особенно этот иностранец, Марек. Он казался достаточно сильным. И женщина тоже была неплоха. Крепкие, мускулистые руки, закостеневшие мозоли на ладонях, уверенно держатся. Видимо, это работяга сумеет многое выдержать, подумал он. Но красивый мальчишка окажется бесполезным. Гордон вздохнул, заметив, как Крис Хьюджес посмотрел в иллюминатор, полюбовался собственным отражением в стекле и пригладил волосы рукой. И еще Гордон не мог ничего решить насчет четвертого мальчишки, который выглядел более туповатым, чем остальные. Он, судя по всему, проводил все время на открытом воздухе. Его одежда выгорела на солнце, а стекла очков были исцарапаны. Но Гордон вспомнил, что это техник, знает все о приборах и ничего об окружающем его мире. Было трудно судить, как он себя поведет, если ситуация осложнится. Тут силач Марек обратился к нему. Вы не собираетесь рассказать нам, что происходит? Я думаю, что вы уже все знаете, мистер Марек, отозвался Гордон. Разве я не прав? У меня имеется клочок шестисотлетнего пергамента с письмом профессора, написанным чернилами шестисотлетней давности. Да, именно так. Марек потряс головой, словно отгоняя видение. Но я боюсь поверить в это. Что касается пергамента, сказал Гордон, это просто технологический факт, вполне реальный, это можно осуществить. Он поднялся со своего места и прошел по салону, чтобы сесть рядом с группой. Вы имеете в виду путешествие во времени, уточнил Марек? Нет, ответил Гордон. Я говорю вовсе не о путешествии во времени. Путешествие во времени невозможно. Это известно всем. Сама концепция путешествия во времени не имеет смысла, так как время не течет. На самом деле представление о том, что время проходит лишь особенность восприятия человеческой нервной системы, событий и явлений. В действительности время не проходит. Проходим мы. Само время инвариантно. Оно просто есть. Поэтому прошлое и будущее не являются различными местами, как, например, Нью-Йорк и Париж. И так как прошлое не является местом, вы не можете попасть туда. Историки хранили молчание, они лишь смотрели на него. Важно составить себе ясное представление об этом, продолжал Гордон. Технология МТК не имеет никакого отношения к путешествию во времени, по крайней мере, впрямую. То, что мы развиваем, это разновидность путешествия космического. Говоря точнее, мы используем квантовую технологию для манипуляции ортогональным изменением координат мультимира. Они все так же безучастно смотрели на него. Это означает, сказал Гордон, что мы осуществляем перемещение в другое место многомерной Вселенной. И что такое мультимир? спросила Кейт. Мультимир это мир определяемый квантовой механикой. Это означает, что квантовая механика, переспросил Крис. А что такое квантовая механика? Гордон замялся. Это не так уж просто объяснить, ответил он наконец, но поскольку вы историки, я попробую воспользоваться историческим подходом. Сто лет назад, начал Гордон, физики поняли, что энергия, подобно свету или магнетизму, или электричеству, имеет форму непрерывных волн. Мы постоянно говорим о радиоволнах и световых волнах. Вообще представление о том, что все формы энергии обладают такой волновой природой, явилось одним из крупнейших достижений физики 19 века. Но существовала одна небольшая проблема, продолжал он. Оказалось, что если осветить металлическую пластину, возникает электрический ток. Физик Макс Планк изучал отношения между количеством света, падающего на пластину, и количеством произведенного электричества, и пришел к выводу, что энергия не является непрерывной волной. Напротив, было похоже, что энергия состоит из отдельных частиц, которые он назвал квантами. Открытие того, что энергия существует в виде квантов, и явилось началом квантовой физики. Спустя несколько лет Эйнштейн показал, что фотоэлектрический эффект можно объяснить, исходя из предпосылки, что свет состоит из частиц, которые он назвал фотонами. Эти фотоны света ударялись в металлическую пластину и выбивали из поверхности электроны, производя электричество. Математические уравнения работали. Они подкрепляли точку зрения, согласно которой свет состоит из частиц. Пока ясно? Да. Довольно скоро профизики начали понимать, что не только свет, но и вся энергия состоит из частиц. Фактически все вещество Вселенной имеет форму частиц. Атомы состоят из тяжелых частиц в ядре и легких электронов, мотающихся вокруг него. Итак, по новым представлениям, все состоит из частиц. Так? Так. Частицы суть дискретные единицы или кванты. И теория, которая описывает поведение этих частиц, квантовая теория, главные открытия физики 20-го года. Слушатели Дружно Кирмилов. Физики продолжают изучать эти частицы и начинают понимать, что это очень странные объекты. Нельзя точно определить их местонахождение. Нельзя точно измерить их характеристики. Нельзя предсказать их поведение. Иногда они ведут себя подобно частицам, иногда подобно волнам. Иногда две частицы взаимодействуют друг с другом, даже несмотря на то, что их разделяет миллионы миль и следовательно не может быть никакого контакта. И так далее. Теория начинает приобретать черты сверхъестественности. К настоящему времени с квантовой теорией произошли два события. Первое, то, что она получила множество подтверждений, это, видимо, наиболее доказанная теория в истории науки, сканеры в супермаркетах, лазеры и компьютерные чипы, все это основано на квантовой механике. Таким образом, можно считать, что, вне всяких сомнений, квантовая теория является верным математическим описанием Вселенной. Но суть проблемы в том, что это всего лишь математическое описание, только набор уравнений, и физики не могут представить себе мир, который описывает эти уравнения. Он получается чересчур противоречивым, чуть ли не сверхъестественным. Эйнштейну это очень не нравилось. Он чувствовал, что это свидетельствует о серьезных промахах в теории. Но теория получала все новые и новые подтверждения, а ситуация становилась все хуже и хуже. В конечном счете, даже ученые, получившие Нобелевские премии за вклад в разработку квантовой теории, были вынуждены признать, что не понимают ее. Таким образом, сложилась очень странная ситуация. На протяжении большей части 20-го столетия существует теория Вселенной, которую все используют, из которой все согласны. Но никто не может сказать, что же она все-таки говорит о строении мира. Но какое отношение все это имеет к мультимиру, спросил Марек. Я как раз подхожу к этому, ответил Гордон. Множество физиков пыталось объяснять эти уравнения, сказал Гордон. Но все объяснения по той или иной причине оказывались неудачными. И тогда, в 1957 году, физик по имени Хью Эверетт предложил новую смелую гипотезу. Эверетт заявил, что наша Вселенная, та Вселенная, которую мы видим, Вселенная камней и деревьев, людей и безмерно удаленных галактик, является только одной из бесконечного количества Вселенных, существующих бок о бок. Все эти Вселенные непрерывно разделяются и отличаются одна от другой. Так что имеется Вселенная, где Гитлер проиграл войну, и другая, где он победил, Вселенная, где Кеннеди погиб, и другая, где он остался жив. Есть мир, в котором вы утром почистили зубы, и мир, где вы этого не делали, и так далее, и тому подобное. Бесконечность миров. Эверетт назвал свою гипотезу многомирной интерпретацией квантовой механики. Его объяснение было совместимо с квантовыми уравнениями, но физики посчитали, что с ним очень трудно согласиться. Им совершенно не понравилась мысль о череде беспрестанно расщепляющихся миров. Они сочли невероятным, что реальность может иметь такую форму. Большинство физиков до сих пор отказываются принять эту теорию, добавил Готт, даже несмотря на то, что еще никто не доказал ее ошибочность. Сам Эверетт не желал мириться с возражениями коллег. Он настаивал на том, что теория верна нравится она им или нет. Те, кто не верил в его теорию, были просто-напросто старомодными тугодумами, такими же, как те ученые, которые отказались принять теорию Коперника, поместившую Солнце в центр Солнечной системы. В то время она тоже казалась невероятной. А Эверетт клялся, что концепция множественности миров на самом деле верна, что действительно существуют множественные вселенные, причем существуют они непосредственно рядом с нашим собственным миром. Все эти множественные вселенные получили в конечном счете наименование Мультимир. Минуточку, минуточку, перебил его Крис. Вы говорите нам правду? Да, подтвердил Гордон. Правду. А откуда вам это известно? В свою очередь, спросил Марк. Я сейчас покажу вам кое-что, ответил Гордон. Он достал простую картонную папку, на которой было написано МТК ЗВК «Технология». Он вынул оттуда чистый лист бумаги и начал рисовать. Лет 200 назад был проведен один очень простой эксперимент. Были поставлены две стенки, одна перед другой. В первой стенке имелась одна вертикальная прорезь. Он показал археологам рисунок. Теперь освещаем сзади стену с прорезью. На противоположной стене вы увидите белую линию подхватил Марат от света проникающего через прорезь. Правильно. Она будет выглядеть примерно так. Гордон вынул полоску фотобумаги. Гордон продолжал рисовать. Теперь мы сделаем в стене не одну, а две прорези. Точно так же светим на нее сзади и на противоположной стене вы на этот раз увидите две вертикальные линии, заявил Марат. Нет, вы увидите несколько светлых и темных полос. Он показал другую полоску и продолжал Гордон если вы пропустите свет через четыре прорези то получите половинное количество полос по сравнению с предыдущим разом. Потому что каждая вторая полоса вместо того чтобы быть светлой окажется черной. Марат нахмурился. Большее количество прорезей означает меньшее количество полос. Но почему же? Обычно это явление объясняют при помощи схемы которую я только что набросал. световые потоки проходящие через прорези накладываются один на другой словно две волны. В некоторых местах они усиливают друг друга а в других взаимно гасятся. И таким образом на стене образуется чередование светлых и темных полос. Мы говорим что волны интерферируют одна с другой давая в результате интерферационную картину. Ну и что здесь неверно? растерянно спросил Крис Хьюджис. Неверно то Веско ответил Гордон что я привел вам объяснение на уровне девятнадцатого века. Оно могло считаться безукоризненным в ту эпоху когда всем было известно что свет это волна. Но со времен Эйнштейна мы узнали что свет состоит из частиц именуемых фотонами. Каким образом по вашему мнению пучок фотонов может образовать такую решетку? Воцарилась тишина археологи недоуменно покачали головами. В разговор впервые вступил Дэвид Стэрн. Частицы не настолько просты как вы их описали. Они в определенных ситуациях обладают некоторыми свойствами сходными с волновыми. Частицы могут интерферировать между собой в данном случае фотоны светового луча интерферируют друг с другом образуя такую картину. Это кажется логичным отозвался Гордон. В конце концов луч света состоит из мириадов и мириадов крохотных фотонов. Нетрудно вообразить что все они будут тем или иным образом взаимодействовать друг с другом создавая в итоге интерферационную картину. Все дружно кивнули. Действительно это было нетрудно вообразить. Но так ли это на самом деле спросил Гордон. Так и все происходит как мы предположили. Единственный способ выяснить это заключается в том чтобы устранить любое взаимодействие между фотонами. Давайте попробуем иметь дело с одним фотоном за раз. Это было осуществлено экспериментально. Вы делаете световой луч настолько слабым что одномоментно вылетает только один фотон. А перед прорезями вы помещаете очень чувствительные датчики настолько чувствительные что не могут зарегистрировать попадание одного единственного фотона. Согласны? Археологи снова интерференции с другими фотонами быть не может так как мы имеем дело с единственным фотоном. Именно так фотоны испускаются по одному датчики отмечают где в них попадают эти фотоны. Он извлек очередную полоску фотобумаги. Через несколько часов мы получаем результат. Из того что мы видим продолжал Гордон следует что отдельные фотоны попадают только в определенные места и никогда в другие. Они ведут себя точно так же как в интенсивном луче света. Но они испускаются по одному. Рядом нет никаких других фотонов с которыми они могли бы интерферировать. Но все же с ними что-то интерферирует потому что они воспроизводят обычную интерферационную решетку. Следовательно очередной вопрос. С чем интерферирует отдельно взятый фотон? Тишина. Мистер Стерн. Стерн потряс головой. Если давайте останемся в реальности. В конце концов этот эксперимент был проведен с реальными фотонами которые ударялись в реальные датчики. И что-то реальное с ними интерферировало. Вопрос что это было? Это должны быть другие фотоны пожал плечами Стерн. Да согласился Гордон но где они? Мы имеем датчики и тем не менее не обнаруживаем никаких других фотонов. Так где же находятся интерферирующие фотоны? Стерн вздохнул. Ладно неохотно пробормотал он и поднял руки вверх. Ты о чем? удивленно спросил Крис. Что значит ладно? Скажите им темнул Гордон Стерн. Он хочет убедить нас в том что интерференция проявляющаяся у отдельно взятого фотона доказывает мир намного больше чем то что мы видим в одной лишь нашей вселенной. Из этого следует что интерферирующие фотоны должны находиться в других вселенных а это в свою очередь доказывает что другие вселенные существуют. Совершенно верно поддержал его Гордон и они иногда взаимодействуют с нашей собственной вселенной. Прошу прощения сказал Марек. Не могли бы вы повторить это еще раз? Почему с нашей вселенной должна взаимодействовать какая-то другая вселенная? Такова природа мультимира пояснил Гордон. Вы же помните что я говорил вам в мультимире вселенные постоянно расщепляются а это означает что существует неисчислимое множество других вселенных очень похожих на нас. И такие вот подобные вселенные взаимодействуют между собой. Каждый раз когда мы создаем световой луч в нашей вселенной практически идентичные лучи одновременно возникают во многих подобных вселенных и фотоны рождающиеся в тех и других вселенных интерферируют с фотонами нашей вселенной образуя ту самую картину которую мы видим. И вы уверяете нас что это достоверно? Абсолютно достоверно. Эксперимент повторялся много раз. Марик хмурился. Кейт сидела уставясь в стол. Крис чесал в затылке. Наконец Дэвид Стерн прервал молчание. Но ведь не все вселенные подобны нашей. Нет. А совпадают лишь все они с нашей по времени. Нет не все. Значит некоторые вселенные существуют в более раннее время. Да фактически. Поскольку их количество бесконечно существует вселенные всех более ранних времен. Стерн на несколько секунд задумался. И вся ваша лекция сводится к намеку на то что МТК владеет технологией позволяющей осуществлять путешествия в эти другие вселенные. Да не помедлив ни мгновения откликнулся Гордон. Именно об этом я вам и говорю. Каким образом? Мы прокладываем пространственно-временные туннели в квантовой пене. Вы имеете в виду пену Уиллера субатомные флуктации пространства-времени? Да. Но ведь принято считать, что это невозможно. Гордон улыбнулся. Вы лично убедитесь, что это не так и достаточно скоро. Мы? Что вы хотите этим сказать? Еще больше нахмурился Марек. Я думал, что вы уже догадались, спокойно ответил Гордон. Профессор Джонстон находится в четырнадцатом столетии. Мы хотим, чтобы вы отправились туда и вытащили его. Никто не издал ни звука. Дверь салона открылась, и вошла стюардесса. Она нажала кнопку, и на все иллюминаторы надвинулись плотные шторки. Цвет померк. Стюардесса постелила простыни и одеяло на кушетке, стоявшие вдоль салона. На каждую постель она положила большие наушники. Отправились туда, повторил слова Гордона Крис Хьюнджис. И каким же образом? Гораздо проще будет показать вам это на примере, ответил Гордон. Он вручил археологам по маленькой целлофановой упаковке с какими-то пилюлями. А сейчас я хотел бы, чтобы вы приняли это. А что это такое? Спросил Крис. Три вида успокоительных лекарств, сообщил Гордон. А потом я хотел бы, чтобы вы все легли и надели наушники. Можете поспать, если захотите. Полет пролится меньше десяти часов, так что в любом случае вы успеете воспринять не очень много, но по крайней мере привыкнете к языку и произношению. К какому языку? Продолжал недоумевать Крис. Тем не менее он спокойно протянул руку за пилюрами. Староанглийский и средневековый французский языки. Но я и так знаю эти языки, заметил Марек. Не уверен, что вы владеете правильным произношением. Наденьте наушники. Но ведь правильного произношения не знает никто, настаивал Марек. Однако он одернул себя, едва успев закрыть рот. Мне кажется, уверенно возразил Гордон, вы сможете убедиться в том, что мы это знаем. Крис улегся на дно из кушеток, укрылся одеялом и закрыл уши наушниками. По крайней мере, они заглушали звук реактивных двигателей. Пилюли, похоже, очень сильные, подумал он, потому что внезапно почувствовал себя совершенно расслабленным. Его глаза против воли закрывались. Он услышал, что началось воспроизведение записи. «Сделайте глубокий вдох», произнес приятный голос. «Вообразите, что вы теплым летним днем находитесь в красивом саду. Здесь все знакомо вам, вы ощущаете покой, вам легко и удобно. Прямо перед собой вы видите дверь, ведущую в подвал. Вы открываете эту дверь. Подвал хорошо знаком вам, потому что это подвал вашего собственного дома. Вы начинаете спускаться по каменным ступеням в теплый и уютный подвал. Оттуда доносятся голоса, с каждым шагом вы все лучше слышите их. Они кажутся вам приятными и умиротворяющими». Действительно послышался диалог мужского и женского голосов. «Иф мян хат, хэр байо зин хат, грах мэрси, аэр пра зи». Фразы становились все длиннее. Вскоре Крису стало трудно сознательно воспринимать их. «Ай эм чунг колт, эволт лайфер халф акоут». Крис мягко неощутимо уплывал в сон, ощущая при этом, что продолжает спускаться по лестнице все глубже и глубже в напоминающие пещеру теплое уютное место полное эхо. Он был умиротворен, хотя последние две фразы, которые ему удалось запомнить, породили в нем подобие беспокойства. «Дичт зисилва ту фичт, вахр бест мэй свярде». Но сразу после этих слов он еще раз спокойно вздохнул и уснул. «Блэк рок» «Рискуйте всем, в противном случае не получите ничего». Жофруа де Чарни 1358 год Они вышли из самолета на еще влажную после дождя взлетно-посадочную полосу. Стояла прохладная ночь, небо было густо усеяно звездами. На востоке Марек разглядел темные очертания плоскогорий, над которыми низко нависали тучи. Неподалеку от рулежной дорожки поджидал мощный джип «Ленд Крузер». Уже несколько минут спустя они ехали по шоссе, по обеим сторонам которого возвышался густой лес. «Где мы находимся, если поточнее, поинтересовался Марек?» «Примерно в часе езды к северу от Альбукерке», ответил Гордон. «Ближайший город Блэк-Рок. Именно там располагается наш исследовательский центр». «Впечатление такое, будто мы угодили в самую середину ничто», заметил Марек. «Так может показаться только ночью. Вообще-то здесь в Блэк-Рок размещается 15 компаний, ведущих исследования в области высоких Техновон. Кроме того, чуть дальше по этой же дороге находится Сандия, до Лос-Аламоса еще час езды, а затем Уайт-Сэнс и так далее. Они проехали по шоссе еще несколько миль. Затем в свете фар возник большой бело-зеленый плакат с надписью «МТК Лаборатория Блэк-Рок». Ленд-Крузер свернул направо на извилистую дорогу, взбиравшуюся на поросшие лесом холмы». Стерн, находившийся на заднем сидении, обратился к Гордону. «Вы недавно сказали нам, что можете сообщаться с другими вселенными». «Да». «Через квантовую пену». «Совершенно верно». «Но ведь в этом нет никакого смысла», с отчетливым раздражением в голосе заявил Старн. «Кстати, что такое квантовая пена?» Подавив зевок, спросил Утель. «Это след рождения вселенной», туманно ответил Старн. Но тут же он принялся объяснять, что вселенная возникла как одна единственная точка немыслимо плотного вещества. А затем, это случилось 18 миллиардов лет назад, в этой первичной точке произошел взрыв, получивший название «большой взрыв». После взрыва вселенная начала расширяться в форме сферы, если, конечно, не считать того, что эта сфера не была геометрически правильной. А внутри сферы вещество вселенной распределялось не совсем равномерно. Именно поэтому галактики распределены во вселенной нерегулярно. Каким-то образом в первичной точке возникли крошечные, невообразимо малые дефекты распределения массы. И эти дефекты так и не погасились. Их до сих пор можно обнаружить во вселенной. Не может быть! И где же их можно увидеть? В субатомных явлениях. Квантовая пена это просто, если можно так выразиться, фигура речи, подразумевающая, что на ничтожно малых расстояниях в пространстве времени существуют ряд и пузырьки. Но масштаб этой пены значительно меньше, чем элементарные частицы, из которых состоят атомы. И в этой пене могут возникать каналы, по мнению ряда ученых. Другие ученые считают, что этого не может быть. Может быть, резко заметил Гордон. Но даже если они существуют, то как вы можете использовать их для перемещения? Ведь нельзя же просунуть человека в такую, мягко говоря, узенькую дырку? Туда вообще ничего нельзя просунуть. Правильно, согласился Гордон, точно так же, как вы не можете засунуть лист бумаги, а тем более книгу, в телефонный провод. Но вы можете послать факс? Стерн нахмурился. Но это совершенно разные вещи. Почему же, возразил Гордон, вы можете передать что угодно, если овладеете способом, позволяющим сжать и закодировать объект. Разве не так? Теоретически да, ответил Стерн. Но ведь вы говорите о сжатии и кодировании полного объема информации об определенном человеке. Именно так. Но это же невозможно. Гордон с довольным видом улыбнулся. Почему же, повторил он? Потому что полное описание человека, всех миллиардов клеток, их взаимосвязей, всех химических элементов и молекул, из которых они состоят, их биохимического состояния, содержит такой объем информации, с которым не справится ни один существующий компьютер. Но ведь это всего лишь информация, ответил Гордон, пожав плечами. Да, колоссальная по объему информация. Мы сжимаем ее, используя рекурсивный алгоритм, позволяющий избежать потерь. Даже в таком случае остается неимоверно прошу прощения, вмешался в разговор Крис, вы говорите, что сжимаете человека? Нет, мы сжимаем информационный эквивалент человека. И как это осуществляется, спросил Крис. При помощи алгоритмов сжатия, методов упаковки данных для компьютера, чтобы они занимали меньше места. Примерно такие же, как IPG и MPG, с помощью которых уплотняется визуальный материал. Вы знакомы с ними? У меня есть софт, в котором эти методы применяются, но больше я ничего об этом не знаю. Софт жаргонное выражение программистов и пользователей компьютеров, программное обеспечение. «Ну и что же», сказал Гордон, «все программы сжатия данных работают по одному и тому же принципу. Они ищут подобие в данных. Предположим, что у вас есть изображение розы, состоящее из миллиона пикселов. Каждый пиксел имеет характеристики, местоположение и цвет. Получается три миллиона единиц информации, много данных. Но большинство этих пикселов окажутся красными и окруженными другими красными пикселами. Программа просматривает картинку строка за строкой и разыскивает смежные пикселы, имеющие один и тот же цвет. Если они обнаруживаются, программа дает компьютеру команду «обозначить красным этот пиксел и еще 50 пикселов в той же строке». Затем перейти к серому цвету и сделать следующие 10 пикселов серыми. И так далее. Это позволяет хранить не информацию о каждой отдельной точке, а инструкцию о том, как воссоздать картинку. Таким образом, количество данных сокращается в десятки раз по сравнению с тем, что было первоначально. Но даже в этом случае, возразил Стерн, речь идет не о двухмерной фотографии цветка, а о трехмерном живом объекте, описание которого потребовало бы настолько большего количества данных, что для работы с ними возникнет необходимость параллельной обработки массивов. Тевнув, подхватил Гордон. Вы совершенно правы. Крис снова нахмурился. Что такое параллельная обработка? Вы соединяете несколько компьютеров и делите работу между ними. Так получается значительно быстрее. В большом компьютере, предназначенном для параллельной обработки данных, содержится 16 тысяч соединенных между собой процессоров. А если компьютер по-настоящему большой, то 32 тысячи. А у нас работает в параллель 32 миллиарда процессоров. Миллиарда? пробормотал Крис. Стерн перегнулся через спинку переднего сидения. Это невозможно. Даже если вы попробуете сделать один, он снова откинулся и уставился в потолок автомобиля, что-то считая в уме. Если расстояние между материнскими платами, допустим, один дюйм, получается стопка 2600. Получается стопка в полмили высотой. Даже если расположить кубически, то все равно получится колоссальное здание. Вы никогда не смогли бы такое построить, тем более охладить его. И такая машина все равно никогда не смогла бы заработать, потому что процессоры находились бы слишком далеко друг от друга. Гордон выжидал с улыбкой глядя на Стерна. Единственный возможный способ создать такую многопроцессорную машину, сказал тот, состоит в том, чтобы использовать квантовые характеристики отдельных электронов. Но тогда речь пошла бы уже о квантовом компьютере, а такого еще никто не соорудил. Улыбка Гордона сделалась чуть шире. Неужели, негромко проговорил Старн, позвольте мне объяснить вам, чему так удивился Дэвид, обратился Гордон к остальным. Обычные компьютеры производят вычисления, используя при этом два электронных состояния, означающие единицу и ноль. Вся работа компьютеров и заключается в переборе единицы нолей. Но лет 20 назад Ричард Фейнман предположил, что можно создать чрезвычайно мощный компьютер, в котором будут использоваться все 32 квантовых состояния электронов. В настоящее время многие лаборатории ведут работы по созданию таких квантовых компьютеров. Их преимущество невообразимо большая мощность, настолько большая, что с их помощью действительно можно описать полный комплект данных о трехмерном живом объекте и уплотнить его в электронный поток, точь-в-точь так же, как это делается в ФАКСе. Тогда становится возможной и передача электронного потока через канал в квантовой пене и восстановления образа в другой вселенной. Именно этого мы и добились. Это не квантовая телепортация и не пересылка элементарных частиц. Это прямая связь с другой вселенной. Археологи сидели молча и лишь поглядывали на Гордона. Ленд Крузер выехал на открытое место. Приезжие увидели множество двухэтажных домов из кирпича и стекла. Они выглядели на удивление обычными и с успехом могли бы находиться в предместе любого американского города. Это МТК? Не без недоверия спросил Марек. Мы предпочитаем сдержанность ответил Гордон. Вообще-то мы выбрали это место потому что здесь находится старая шахта. Сейчас трудно найти хорошую шахту. Слишком уж много физиков используют их для разработки своих проектов. В стороне от дороги несколько человек освещенных ярким прожектором готовили к запуску метеорологический шар-зонд. Воздушный шар был 6 футов в диаметре бледной расцветки. Пока машина проезжала мимо, зонд стремительно умчался в небо, унося с собой маленький контейнер с приборами. Для чего это поинтересовался Марек? Мы контролируем состояние облачного покрова ежечасно, особенно в штормовую погоду. Это непрерывное исследование, при помощи которого мы рассчитываем установить, не может ли погода оказывать влияние «Чего?» спросил Марек. Автомобиль плавно остановился перед самым большим зданием. Охранник в форме распахнул дверь. «Добро пожаловать вам, ТК», произнес он с широкой улыбкой. «Мистер Дониджер ждет вас». Дониджер торопливо шел по просторному холлу, рядом с ним шагал Гордон, Крамер поспешала позади. Дониджер на ходу просматривал лист бумаги, на котором были напечатаны имена археологов «Обязались эти ребята, Джон?» «Лучше, чем я ожидал. Они находятся в хорошей физической форме, знают местность, знают то время. А как долго их придется уговаривать?» «Мне кажется, что они практически готовы. Вам только нужно будет осторожно поговорить с ними об опасностях. «Вы предлагаете мне вести себя нечестно?» резко спросил Дониджер. «Просто проявить некоторую предусмотрительность при описании подробностей», ответил Гордон. «Они очень смышленные ребята. Правда?» «Что ж, посмотрим». Он резким движением распахнул дверь. Кейт и остальных приезжих оставили одних в просторном конференц-зале. Огромный обшарпанный стол, окруженный креслами на колесиках, на стене рядом с ним большая темно-зеленая доска, покрытая нацарапанными небрежным почерком формулами. Формулы были настолько длинными, что занимали всю доску. Для Кейт они представляли совершенно загадочный набор символов, девушка как раз собралась спросить Стерна, что они означают, когда в комнату влетел Роберт Дониджер. Кейт была удивлена тем, насколько молодым он оказался. Миллиардер выглядел не намного старше, чем они, и особенно благодаря своему костюму. Потрепанные кроссовки, джинсы и серебристые чуть переливающиеся футболки. Несмотря на поздний вечер, он казался переполненным энергией. Дониджер быстрой походкой обошел стол и пожал руки прибывшим, назвав каждого из них по имени. Кейт, сказал он, улыбнувшись ей, рад видеть вас. Я прочел ваш предварительный отчет о часовне. Это впечатляет. Удивленная она лишь пробормотала. Благодарю вас. Дониджер уже мчался дальше. Вот и вы, Крис, приятно снова встретиться с вами. Мне понравился предложенный вами подход к реставрации мельничного моста с помощью компьютерного моделирования. Думаю, что он оправдает себя. Крис едва успел кивнуть, а Дониджер уже обращался к следующему. Вы Дэвид Старн? Мы еще не встречались с вами, но я знаю, что вы тоже физик, как я. Совершенно верно. Добро пожаловать на борт, и Андре ничуть не уменьшились. Ваша работа о турнирах Эдуарда I бесспорно доказала правоту Койтмайна. Прекрасное исследование. А теперь прошу всех вас присесть. Они сели в кресло, а Дониджер пробежал во главу стола на свое привычное место. Я перейду прямо к сути, заявил он. Мне нужна ваша помощь. И вот почему. За последние десять лет моя компания развела революционно новую технологию. Эта технология не военная, но при этом и не коммерческая, которую можно было бы продавать ради прибыли. Как раз напротив, это исключительно плодотворная мирная технология, которая принесет большую пользу человечеству. Огромную пользу. Но, повторяю, мне необходима ваша помощь. Задумайтесь на мгновение, продолжал Доннинджер, насколько неравна технология распределена между различными областями знаний в 20-м столетии. Физика обладает наиболее продвинутыми технологиями, в том числе и кольцевыми ускорителями элементарных частиц. Диаметр этих сооружений достигает нескольких миль. Почти такое же положение в химии и биологии. Сто лет назад Фарадей и Максвелл работали в крошечных частных лабораториях. Дарвин обходился блокнотом и микроскопом. Но сегодня ни одно серьезное научное открытие невозможно совершить при помощи таких простых инструментов. Наука попала в крайнюю зависимость от передовых технологий. Но что происходит с гуманитарными отраслями? Какое развитие за это время получили они? Донниджер сделал риторическую паузу. Ответ никакого. Они не имеют никаких достойных упоминаний технологий. Литература вед или историк работает совершенно так же как и их предшественники сто лет назад. Да, разумеется, произошли некоторые незначительные изменения в методах определения подлинности документов. Появилась возможность использовать сиди ромы кое-что еще. Но основная повседневная работа ученого осталась той же самой. Он оглядел сидящих на мгновение задержав взгляд на каждом из них. Налицо явная несправедливость. Различные области человеческого знания находятся в совершенно неравном положении. Историки медиеволюсты гордятся тем, что в 20-м столетии их работы привели к революционному пересмотру истории. Но ведь в этом же столетии физика претерпела три революции. Лет сто назад физики спорили о возрасте Вселенной и источнике энергии Солнца. Никто на Земле не знал ответов. Сегодня они известны каждому школьнику. Сегодня мы знаем каковы длина и ширина Вселенной, представляем себе ее строение, начиная с уровня галактик до уровня элементарных частиц, из которых состоит атом, и даже элементарнейших частиц, образующих последний. Мы узнали также много, что можем подробно рассказать, что происходило в течение первых нескольких минут рождения взрывающейся Вселенной. Могут ли историки, занимающиеся средневековьем, поспеть за этим прогрессом в пределах своих областей знаний? Однозначно нет. Почему? Потому что им не помогает новая технология. Никто не развивал никаких новых технологий, которые могли бы принести ощутимую пользу историкам до сих пор. Мастерский спектакль, подумал Гордон. Одно из лучших представлений Донни Джера. Очаровательно, энергично, местами даже чрезмерно. Фактом же было то, что Донни Джер представил ребятам захватывающее объяснение проекта, ни словом не упомянув о его истинной цели, не сказав ничего о том, что происходило на самом деле. Но я уже говорил вам, что мне требуется ваша помощь, она мне очень нужна. Поведение Донни Джера изменилось. Теперь он говорил медленно, мрачно, обеспокоенно. Вы знаете, что профессор Джонстон приехал сюда, чтобы разрешить некоторые вопросы. Он считал, что мы скрываем от него информацию. Честно говоря, мы так и поступали. У нас была некоторая информация, которой мы не делились с ним, потому что не могли объяснить, как мы ее получили. И еще потому, подумал Гордон, что Крамер провалило свое задание. Профессор Джонстон, как это называют в определенных кругах, наехал на нас, продолжал Донни Джер. Я уверен, что вам хорошо знакомы его манеры. Он даже угрожал тем, что обратится к прессе. В конце концов, мы показали ему технологию, которую собираемся показать вам. Он был потрясен, точно так же, как будете потрясены и вы. Но он настаивал на том, чтобы самому отправиться туда, условно говоря, в прошлое, и лично убедиться. Донни Джер сделал паузу. Мы не хотели отпускать его, но он снова стал угрожать. В итоге у нас не осталось иного выхода, кроме как сделать то, чего он хотел. Это было три дня назад. Он все еще находится там. Он попросил вас о помощи, отправив записку, которую он был уверен, что вы не сможете не найти. Вы знаете этот район и время лучше, чем кто-либо еще в мире. Вы должны отправиться туда и вернуть его. Вы его единственный шанс. Что конкретно случилось с ним после того, как он отправился в прошлое, спросил Марк. Мы этого не знаем, ответил Домиджер. Но он нарушил правила. Правила? Вы должны понять, что эта технология совершенно новая. Мы стараемся соблюдать при ее использовании максимальную осторожность. Мы начали посылать туда наблюдателей уже почти два года назад. Это были отставные морские пехотинцы, хорошо обученные военные. Но, конечно, они не историки, и мы держали их на коротком поводке. То есть мы никогда не позволяли нашим наблюдателям входить в мир, который они посещают. Мы не разрешали никому оставаться там дольше, чем на час. И мы не разрешали никому отходить дальше, чем на 50 ярдов от аппарата. Никто никогда еще не покидал аппарат и не входил в мир. Но профессор сделал это, полуутвердительно спросил Марк. Судя по всему, да. И мы тоже должны будем сделать это, если собираемся найти его. Мы должны будем войти в этот мир. Да, подтвердил Дониджер. И по вашим словам, мы окажемся первыми людьми, которые совершат такой поступок, первыми людьми, которые вступят в иной мир. Да, вы, а перед вами еще профессор. Тишина. Внезапно лицо Марика расплылось в широкой усмешке. Потрясающе воскликнуло. У меня уже кончается терпение. Но другие ничего не говорили. Они казались встревоженными, растерянными. Насчет того парня, которого нашли в пустыне, вдруг заговорил Стан. Джо Трауп, откликнулся Дониджер, он был одним из лучших наших ученых. Что он делал в пустыне? Просто приехал туда, обнаружили его автомобиль, но мы понятия не имеем, почему его туда понесло. Вероятно, у него было что-то не в порядке со здоровьем, продолжал Стерн. Медики обнаружили какие-то странности в его пальцах. Я не видел ничего подобного в акте вскрытия, ответил Дониджер. Там было написано, что он умер от сердечного приступа. Следовательно, его смерть не имела никакого отношения к вашей технологии. Абсолютно никакого, отрезал Дониджер. Наступила новая пауза. Крис заерзал в кресле. Выражаясь обывательским языком, спросил он, насколько эта технология безопасна? Более безопасна, чем езда на автомобиле, без колебаний ответил Дониджер. Вы получите исчерпывающие инструкции, и мы отправим вас вместе с нашими опытными наблюдателями. Поездка продлится не более двух часов. Вы лишь попадете туда и заберете своего шефа назад. Крис Хьюджес барабанил пальцами по столу. губу. Все молчали. Это дело совершенно добровольное, нарушил тишину Дониджер. Братся за него или нет зависит только от вашего желания. Но профессор просил вас о помощи, и я не думаю, что вы подведете его. Но почему вы не поручите это вашим наблюдателям, спросил Стэн? Потому что они слишком мало знают, Дэвид. А вам известно, что тот мир не очень похож на наш. Вы местность, знаете время, вы знаете языки и обычаи. Но ведь наши знания чисто теоретические, заметил Крис. Не более того, согласился Дониджер. Группа во главе с Гордоном вышла из конференц зала, чтобы осмотреть оборудование. Дониджер проводил их взглядом и обернулся, когда в зал через другую дверь вошла Крамер. Она наблюдала за происходившим по внутреннему телевидению. Как вы «Они согласятся?» «Да, они согласятся. Они справятся с этим?» Крамер помедлилась ответом. «Я бы сказала 50 на 50». Они спустились по бетонному пандусу, достаточно широкому, для того, чтобы по нему мог проехать грузовик. Внизу оказалась тяжелая стальная двустворчатая дверь. Марок заметил по бокам пандуса с полдюжины телекамер. Их объективы сопровождали людей, шедших по спуску и замерли, когда группа остановилась возле двери. Гордон молча ожидал, окинув телекамеры взглядом. Дверь отворилась. Гордон провел их в небольшую комнату. Стальные створки с негромким стуком закрылись за спиной последней. Гордон прошел чуть дальше, остановился возле следующей двери и также замер в ожидании. «Вы не можете открыть ее сами?» удивился Марек. «Нет. Почему? Вам не доверяют?» «Здесь не доверяют никому», спокойно ответил Гордон. «Можете поверить мне на слово, пока не поступит указание, что мы именно те, кто должен пройти внутрь, дверь не откроется». Дверь открылась. Они вошли в металлическую клеть, имевшую какой-то особый, типично промышленный облик. Марек сообразил, что это шахтный подъемник. Воздух был холодным, слабо попахивал пресенью. Дверь позади них закрылась, клетка начала шумом спускаться. «Мы опустимся на тысячу футов», предупредил Гордон. «Запаситесь терпением». Клеть остановилась, дверь открылась. Они вышли в длинный бетонированный туннель, в котором звонкое эхо разносило их шаги. «Это уровень обслуживания и управления», пояснил Гордон. «А сами приборы находятся еще на 500 футов ниже». Они подошли к очередной двери. На сей раз толстенные створки были темно-синими и прозрачными. Сначала Марек подумал, что они сделаны из чрезвычайно толстого стекла, но когда створки, управляемые негромко урчащим механизмом, разошлись в стороны, он увидел в их толще чуть заметное колебание. «Вода», сказал «В защитных перегородках очень много воды. Квантовая технология крайне чувствительна к внешним влияниям. Космические лучи, случайные электромагнитные поля и тому подобное. В первую очередь именно поэтому мы забрались сюда». Следующая дверь, показавшаяся впереди, была похожа на обычный вход в любую лабораторию. Две створки, застекленные тонким стеклом, за которыми оказался небольшой холл, окрашенный больничной белой краской. По обе стороны холла находилась еще по паре дверей, раскрывавшихся наружу. На двери слева висела табличка «Предсжатие», на правой «Подготовительное», а в глубине холла они увидели еще одну табличку, которая гласила просто «Передача». Гордон потер руки. «Давайте зайдем направо, на подготовку». Комната была маленькой и напоминала Марику о больничной лаборатории, вызвав в мозгу неприятное возбуждение. Посреди помещений стояла вертикальная труба, высотой приблизительно в 7 футов и диаметром в 5. Дверь, подвешенная на петлях из толстого металла, была открыта. Внутри труба была окрашена тусклыми полосами. «Это что, устройство для загара?» подчеркнуто весело спросил Марик. «Вообще-то это самое передовое резонансное устройство для съемки образов. На основе магниторезонансного томографа, но вы сможете убедиться в том, что и сама машина тоже хороша. Для вас это окажется еще и хорошей практикой перед тем, как придется иметь дело с основной аппаратурой. Пожалуй, вам стоит пойти первому, доктор Марик. «Пойти туда?» Марик с комическим испугом указал на трубу. «Стоит закрыть дверь, и она будет выглядеть точь-в-точь, как белый гроб». «Просто снимите одежду и войдите внутрь. Все устроено точно так же, как медицинский томограф. Вы не почувствуете вообще ничего. Весь процесс займет около минуты, а мы будем неподалеку». Группа вышла через боковую дверь с маленьким окном в соседнюю комнату. Марик не разглядел, что там. Дверь с негромким щелчком закрылась. В углу он увидел стул, подошел к нему, разделся до гола, повесил одежду, вернулся к сканеру, шагнул внутрь, послышался щелчок интеркома. «Доктор Марик», раздался голос Гордона, «будьте любезны, посмотрите себе под ноги». Марик послушно взглянул вниз. «Видите круг на полу? Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваши ноги полностью находятся в пределах этого круга». Марик переступил с ноги на ногу, выполняя указания. «Спасибо, так, прекрасно, сейчас дверь закроется». Послышалось негромкое гудение моторчика и выпуклая дверь плавно закрылась. Марик услышал шипение, собровождавшее движение двери. «Герметическое помещение?» спросил он. «Да, сейчас вы можете почувствовать, как внутрь поступает прохладный воздух. Во время работы прибора вы получите больше кислорода. Вы ведь не страдаете клаустрофобией?» По крайней мере, до сих пор не замечал. Марик осмотрел кабину. Бредные полосы, как он теперь обнаружил, были щелями, покрытыми прозрачной пластмассой. В их глубине он заметил светящиеся лампочки, какие-то мелкие механизмы. Воздух стал заметно холоднее. «Начинаем установку параметров», предупредил Гордон. «Постарайтесь не двигаться». Внезапно полосы вокруг Марика начали вращаться, механизмы защелкали, полосы мелькали все быстрее и быстрее, и вдруг внезапно рывком остановились. «Все хорошо. Вы нормально себя чувствуете?» «Впечатление такое, словно меня засунули в мельницу для перца», поделился впечатлениями Марик. Гордон рассмеялся. «Калибровка закончена. Остальное зависит от точного выбора времени, так что процедура проводится автоматически. Просто выполняйте инструкции, которые услышите». «Договорились?» «Хорошо». Щелчок в динамике. Марик остался один. Незнакомый голос, записанный на пленку, произнес. «Процедура сканирования началась. Включаем лазеры. Глядите прямо перед собой. Не поднимайте голову». В то же мгновение труба озарилась изнутри ярко-голубым светом. Сам воздух, казалось, светился. Лазеры поляризуют ксенон, который накачивается в отсек. Пять секунд. «Ксенон?» подумал Марик. Ярко-голубой свет вокруг него становился все ослепительнее. Он скосил глаза на свою руку, но едва смог разглядеть ее очертание сквозь заполнявшую кабину светящуюся пелену. «Концентрация ксенона достигнута. Сейчас мы попросим вас сделать глубокий вдох». Марик на мгновение задумался. «Глубокий вдох? Ксенона? Оставайтесь в таком положении, не двигаясь в течение 30 секунд. Готовы? Стойте смирно, глаза открыты, глубокий вдох, не дышите, начали». Внезапно полосы начали бешено вращаться, затем они одна за другой принялись дергаться взад и вперед. Создавалось впечатление, будто они разглядывают его и вынуждены время от времени возвращаться для повторного осмотра. Каждая полоса, казалось, перемещалась сама по себе. У Марика возникло странное ощущение, будто его исследует сотни глаз. Записанный голос произнес, «Сохраняйте неподвижность, пожалуйста. Осталось 20 секунд». Все вокруг него мелькало, жужжало и пощелкивало, и затем внезапно все замерло. Несколько секунд тишины. Снова защелкали какие-то механизмы, снова зашевелились полосы, правда, теперь они двигались в иной плоскости. «Пожалуйста, стойте неподвижно, 10 секунд». Полосы начали описывать кольца. Их движение постепенно синхронизировалось, пока, наконец, они не стали вращаться все вместе, как единое целое. Потом движение прекратилось. «Сканирование окончено. Благодарю вас за участие». Голубое сияние померкло, щелкнул замок, раздалось шипение воздуха, и дверь плавно открылась. Марек вышел наружу. Гордон в соседней комнате сидел перед монитором компьютера. Остальные, сдвинув стулья, скучились возле него. «Большинство людей», сказал Гордон, «не имеют ни малейшего представления о том, что обычное магниторезонансное обследование в больнице изменяет квантовое состояние атомов в организме, точнее говоря, угловой импульс ядерных частиц». Статистика использования магниторезонансных томографов говорит о том, что изменение квантового состояния не дает никакого отрицательного эффекта. На самом деле человек просто никак не реагирует на это. Но при магниторезонансном обследовании человек помещается в очень мощное магнитное поле, порядка полутора Тесла, что примерно в 25 тысяч раз сильнее, чем природное магнитное поле Земли. Нам это не требуется. Мы используем сверхпроводящее устройство квантовой интерференции, которые настолько чувствительны, что могут измерить резонанс, используя одно лишь магнитное поле Земли. В нашем приборе вообще нет никаких магнитов. В комнату вошел Марек. «Как я выгляжу?» громко спросил он. На экране в разных оттенках красного было видно прозрачное пестрое изображение его организма. Вы видите содержимое длинных костей, позвоночного столба и черепа, пояснил Гордон. Теперь появилась костная оболочка, вот мелкие кости, все увидели полный скелет, они обрастают мускулами. Компьютер показал подобие картинки из учебника анатомия. «У вас необыкновенно быстрая машина», заметил Старн. «О, мы еще специально замедляем вывод на дисплей», ответил Гордон. «В противном случае вы просто не успели бы ничего увидеть. Фактическое время обработки можно принять за ноль». «Ноль?» выпучил глаза Старн. «Иной мир», кивнул Гордон. «Прежние критерии в нем не действуют». Он повернулся к археологам. «Кто следующий?» «Они прошли комнате с табличкой передачи». «Зачем нужно было все это делать?» спросил Кейт. «Мы называем эту процедуру предсжатием», ответил Гордон. «С ее помощью мы получаем возможность передавать данные быстрее, потому что большая часть информации о вас уже загружена в машину. Мы быстро делаем заключительное сканирование для выявления отличий, а потом передаем». Они вошли в другой подъемник, а потом миновали еще одну пару заполненных водой дверей. «Ну вот», сказал Гордон, «мы и на месте». Группа вышла в огромный ярко освещенный зал, похожий на пещеру. Шаги разносились с нем отчетливым эхом. Воздул был прохладным, почти холодным. Они шли по металлическому мостику, переброшенному в сотни футов выше пола. Взглянув вниз, Крис увидел три изогнутых стены, заполненные водой. Они образовывали незамкнутую окружность, разделенную промежутками, в которые свободно мог пройти человек. Внутри этой внешней стены находились три меньшие дуги, образовывавшие вторую стену, а внутри второй стены размещалась еще и третья. Каждая меньшая дуга была повернута по отношению к большей так, чтобы промежутки не находились на одной линии, поэтому вся конструкция напоминала лабиринт. В сердцевине концентрических окружностей находилась площадка диаметром около 20 футов. Там размещалась с полдюжины сооружений по форме и размерам напоминавшие клетки или будки телефона автомата. Они не имели никакой специфической окраски, а сверху были закрыты бледно-серыми металлическими колпаками. По полу внутри кольцевой ограды переливался волнами какой-то белый туман. Там же лежали какие-то резервуары, повсюду извивались толстые черные силовые кабели. Вообще это место было похоже на производственный цех, и действительно вокруг одной из клеток возились несколько человек. Это наш участок передачи, сказал Гордон. Как вы видите, тщательно огорожены. Мы строим второй участок, но он будет готов только через несколько месяцев. Гордон указал в отдаленную часть пещеры, где возвышался второй ряд концентрических стен. Они были прозрачны, так как их еще не заполнили водой. С мостика на площадку, окруженную стеклянными стенами, люльки тросового подъемника. Мы спустимся туда, спросил Марек. Пока еще нет. Один из техников поднял голову и помахал рукой. Норм, долго еще до учебных стрельб, спросил Гордон. Всего пара минут, Гомес уже идет сюда. Хорошо. Гордон обернулся к своим спутникам. Давайте подойдем к отсеку управления и посмотрим. На возвышавшейся над полом платформе стояли слабо озаренные синим светом аппараты, казавшиеся серыми и негромко жужжали. Их основания были спрятаны покрывавшим пол белым туманем. Станина одного из аппаратов была открыта и в ней копались двое рабочих в синих куртках на меху. Устройства внешне представляли собой открытые цилиндры с металлическими крышками на торцовых сторонах. Каждое устройство стояло на массивной металлической станине. Металлическая крыша опиралась на три металлических стержня. Техники протянули множество черных кабелей вниз с расположенной выше решетки и подключили их к верхней части одного из устройства. Они делали это так же ловко, как служители автоколонки вставляют шланги в баки машин-клиентов. Место между станиной и крышей было совершенно пустым. Вообще весь аппарат казался обескураживающим пустотелом. И даже стержни были странными треугольными сечения и утончавшимися по длине. Из-под крыши аппарата казалось сочился бледно-голубой дым. Эти устройства были совершенно не похожи ни на один прибор или механизм, который Кейт когда-либо приходилось видеть. Она разглядывала их через огромные экраны, помещавшиеся в узенькой комнатушке диспетчерской. У нее за спиной находились пульты, за которыми сидели двое техников в рубашках без пиджаков. В диспетчерской не было окон, хотя экраны полностью возмещали этот недостаток. Вы видите самую последнюю версию нашей ЗВК технологии, объявил Гордон. Эти буквы означают замкнутое время подобное кривая, топологическая форма пространства времени, которую мы используем для перемещения туда и обратно. Чтобы создать эту аппаратуру, пришлось выработать принципиально новые технологии. То, что вы видите перед собой, это уже шестая версия, а первый опытный образец был построен три года назад. Крис молча рассматривал аппараты. Кейт Эриксон с подчеркнутым интересом оглядывала диспетчерскую. Стерн взволнованно потирал верхнюю губу. Марек не отрывал от него взгляды. Все существенные элементы, продолжал Гордон, расположены в стании, в том числе Индиева, Галиева, мышьяковые запоминающиеся устройства, лазеры и аккумуляторные батареи. Испаряющиеся лазеры, конечно, находятся в металлических полосах. Металл неопределенного цвета, необий, баллоны высокого давления алюминиевые, корпуса запоминающего устройства полимерные. В помещение вошла молодая женщина с короткими темно-рыжими волосами и уверенными манерами. Она была одета в свободную рубашку, шорты и ботинки, и вид у нее был такой, словно она собралась на сафари. Гомес будет в числе ваших помощников, когда вы отправитесь в путешествие. Сейчас она отправится туда же, чтобы провести то, что мы между собой называем учебными стрельбами. Она уже включила свой навигационный маркер, установила целевую дату и теперь собирается убедиться, что все рассчитано правильно. Гордон нажал клавишу селектора. Сью, не покажете ли вы нам ваш навигационный маркер? Женщина протянула в согнутой ладони белую прямоугольную пластинку. Она воспользуется им для возвращения и вызова аппарата для возвращения. Сью, покажите нам кнопку, прошу вас. Ее трудновато заметить, сказала женщина, повернув пластинку тыльной стороной. Вот здесь имеется крошечная кнопка. Ее нужно нажимать ногтем большого пальца. Таким образом, вызывают машину, когда вы считаете, что пора возвращаться. Спасибо, Сью. Всплеск поля, объявил один из техников. Все обернулись и взглянули на него. Один из экранов на пульте показывал холмистую трехмерную поверхность с зубчатой выпуклостью посредине, напоминавшую по виду горный пик. Хорошо, похвалил Гордон, классически, поскольку наши датчики напряженности поля основаны на сверхпроводящих устройствах квантовой интерференции мы способны обнаружить чрезвычайно тонкие разрывы континуума в местных магнитных полях. Мы называем их всплески поля. Мы регистрируем их начало за два часа до самого события. А это на самом деле началось примерно два часа назад. И означает, что машина возвращается сюда. Какая машина, спросил О'Кей? Машина Сью. Но ведь она никуда не уезжала. Я знаю, ответил Гордон. Может показаться, что в моих словах нет никакого смысла. Квантовое явление вообще часто оказывается в противоречии со здравым смыслом. Вы говорите, что получили сигнал о ее возвращении еще до ее отправления. Именно так. Но каким же образом продолжала недоумевать Кейт? Гордон вздохнул. Это довольно сложно. На самом деле то, что мы видим в поле, это функция вероятности. Вероятности того, что машина собирается возвращаться. Обычно мы не думаем об этом в таких терминах. Мы просто говорим, что она возвращается. Но если выражаться точно, всплеск поля действительно сообщает нам о высокой вероятности возвращения машины. Кейт помотала головой. Все равно я ничего не понимаю. Давайте исходить только из того, сказал Гордон, что в обычном мире мы всегда уверены в незыблемом порядке причин и следствий. Причины являются первыми следствия за ними. Но этот порядок событий далеко не всегда соблюдается в квантовом мире. Следствия могут проявляться одновременно с причинами, следствия могут даже предшествовать причинам. А то, что мы сейчас наблюдаем, лишь незначительный, совершенно рядовой пример подобного положения. Рыжая женщина Гомес вошла в один из аппаратов и вставила белую табличку в щель в станине перед собой. Вот она установила свой навигационный маркер, который ведет машина туда и обратно. А откуда вы знаете, что это возвращение произойдет? Негромко спросил Стерн. Перемещение в мультимире, ответил Гордон, создает своего рода потенциальную энергию. Ее можно уподобить растянутой пружиной, которая стремится вернуться в первоначальное положение. Так что машины могут возвращаться домой относительно легко. Вот отправиться туда это хитрая штука. Она и кодируется в той керамической таблетке, которую вы только что видели. Он наклонился вперед и нажал кнопку интеркома. Сью, вы надолго уходите? Вернусь через минуту, возможно две. Хорошо, связь кончаю. Теперь заговорили техники. Они вглядываясь в многочисленное табло перед ними, щелкали переключателями на пульт. Проверка гелия, приказал один из операторов. Показывает полный, ответил второй, вглядываясь в пульт. Электромагнитное излучение проверено. Приготовиться к лазерному уравниванию. Второй оператор перекинул тумблер, техник щелкнул выключателем и из металлических полос в центре машины уперлась плотная стена зеленых лазанных лучей, оставлявших на лице и теле Гомес бесчисленное множество зеленых пятнышек. Сама женщина при этом неподвижно стояла с закрытыми глазами. Полосы начали медленно вращаться, женщина в центре сохраняла неподвижность. Лазеры чертили на ее теле зеленые горизонтальные полосы, затем полосы замерли. Лазеры уравнены. Увидимся через минуту, Сью, сказал Гордон и повернулся к остальным. Отъезд. Водные щиты, защищающие клетку кольцевыми стенами, засветились бледно-голубым светом. Аппарат снова начал неторопливо вращаться, женщина в центре стояла неподвижно, машина двигалась вокруг нее. Жужжание делалось громче, вращение ускорялось. Женщина стояла все в такой же спокойной и расслабленной позе, только открыла глаза. На эту поездку продолжал рассказывать Гордон, она затратит всего лишь минуту или две, но аккумуляторы заряжены на 37 часов. Таков предел для этих машин, именно столько времени они могут пробыть в ином пространстве, не возвращаясь домой. Мелькание полос стало стремительным, наблюдатели услышали быстрый дробный звук, напоминавший автоматную очередь. Это проверка площадки, инфракрасные датчики смотрят, нет ли кого-нибудь рядом с аппаратом. Если не будет свободного пространства в два метра со всех сторон кабины, то перехода не произойдет. Это мера безопасности. Нам совершенно не хочется, чтобы машина появилась в глубине каменной стены. Ну вот, пускают ксенон, сейчас она отправится. Жужжание стало теперь очень громким, аппарат уже вращался с такой скоростью, что металлические полосы исчезли из виду. Можно было совершенно четко разглядеть стоявшую в кабине женщин. Они услышали знакомый голос с записи. Он говорил, стойте неподвижно, глаза открыты, глубокий вдох, задержать время. С вершины аппарата до самых ног женщины быстро пробежало единственное кольцо. А теперь смотрите, внимательно посоветовал Гордон, все происходит очень быстро. Кейт увидела, как из всех полос к центру кабины вновь устремился свет лазером. На сей раз он был ярко-фиолетовым. Женщина, стоявшая внутри, казалось, за доли секунды раскалилась до бела, а затем взорвалась внутри машины вспышкой ослепительно белого света. Кейт закрыла глаза и отвернулась. Когда она снова повернулась к площадке, перед глазами у нее мелькали световые блики, и еще несколько секунд она не видела происходившего. Затем она поняла, что аппарат стал меньше. Он теперь не соприкасался со спущенными сверху кабелями, которые свисали свободно. Еще одна лазерная вспышка, машина стала еще меньшей. Женщина внутри тоже уменьшилась, теперь ее рост составлял всего лишь около трех футов, и на глазах зрителей продолжал уменьшаться в сверкании лазерных вспышек. Боже, пробормотал Стерн, не отрывая глаз от разворачивавшихся событий, на что должно быть похоже такое ощущение? Ни на что ответил Гордон. Вы ничего не чувствуете. Время прохождения нервного импульса от кожи до мозга измеряется примерно сотни миллисекунд. Лазерное испарение осуществляется за 5 наносекунд. Вас давно уже нет. Но ведь она все еще там. Не от вы ошибаетесь. Она исчезла при первой лазерной вспышке. А сейчас компьютеры лишь обрабатывают данные. То, что вы видите, это артефакт пошаговой компрессии. Сжатие приблизительно до минус двух. Сверкнула еще одна вспышка. Вспышки становились с каждым разом все менее впечатляющими. А клетка теперь уменьшалась быстрее. Только что она была высотой в три фута, а теперь стала в два. Вот она уже почти не возвышалась над полом. Женщина походила на куклу в спортивной одежде. Минус четыре невозмутимо проронил Гордон. Сверкнула очередная вспышка, на сей раз совсем рядом с полом. Теперь Кейт вообще не могла разглядеть клетку. Что с ней случилось? Все на том же самом месте. Следующая вспышка сверкнула, как мог бы сверкнуть лежащий на полу осколок зеркала, на который упал солнечный луч. Минус пять. Вспышки мелькали теперь все чаще и все заметнее слабели. Вот уже словно светлячок в траве, а Гордон продолжал считать их. И минус четырнадцать все. Не было больше никаких вспышек. Вообще ничего не происходило. Клетка исчезла. На ее месте был пустой темный резиновый пол. Вы рассчитываете, что мы совершим это? Выговорила наконец Кейт. При этом не возникает никаких неприятных ощущений, отпликнулся Гордон. На всем продолжении перехода вы полностью сохраняете сознание. Хотя как это происходит, мы объяснить не в состоянии. На заключительных стадиях сжатия данных вы находитесь в наимельчайших измерениях субатомного масштаба. И сознание не должно иметь места. Но все же оно функционирует. Мы считаем, что это может быть артефактом галлюцинации, сопровождающей переход. Если так оно и есть, то данное явление близко к тому, которое принято называть фантомными болями у инвалидов в ампутированных конечностях. Это может быть своего рода мозговой фантом. Конечно, мы говорим об относительно очень кратких периодах времени, наносекундах, но ведь никто не имеет точного представления о том, что такое сознание. Кейт продолжала хмуриться. Уже в течение некоторого времени она любовалась тем, что увидела глазами архитектора, пусть и недоучившегося, проявление формы порожденной функции. Разве не замечательной была концентрической симметрии этих огромных подземных сооружений, слегка напоминающих средневековые замки, даже несмотря на то, что эти сверхсовременные постройки были возведены вообще без какой-либо эстетической задачи. Они были построены лишь для того, чтобы решить научную проблему, но впечатление, которое они производили в итоге, показалось ей восхитительным. Но теперь, когда она столкнулась с осуществлением задачи, для которой использовались эти аппараты, ей пришлось приложить все свои силы, чтобы заставить себя поверить в то, что она минуту назад увидела собственными глазами. И архитектурное образование не могло тут принести никакой пользы. Но этот метод сжатия человека, для этого требуется разобрать его на части? Нет, мы уничтожили ее, прямо сказал Гордон. Необходимо уничтожить оригинал, для того, чтобы на противоположном конце он мог бы восстановиться. одно не может произойти без другого. Но это значит, что она на самом деле умерла? Я так не сказал бы. Видите ли, но если уничтожить человека, который находится на одной из сторон, настаивал и кей, разве он не умрет? Гордон вздохнул. Трудно говорить об этом в традиционных понятиях, сказал он. Поскольку вы возрождаетесь практически в тот же самый момент, когда вас уничтожили, то как можно утверждать, что вы умираете? Вы не умираете, вы просто перемещаетесь куда-то в иное место. Стерн был убежден, пусть даже это была всего лишь интуиция, что Гордон, рассказывая о технологии, был не до конца откровенным. При одном лишь взгляде на изогнутые щиты из воды и стекла, различные аппараты и механизмы, огражденные этими щитами, у него возникало ощущение, что за этим кроется еще что-то, оставшееся без объяснений. Он попытался докопаться до секрета. Так, значит, сейчас она находится в другой вселенной, спросил он. Совершенно верно. Вы передали ее, и она прибыла в другую вселенную, точно так же, как это происходит с сообщениями по факсу. Уместная аналогия. Но чтобы восстановить ее, вам нужен еще один факсовый аппарат с той стороны. Гордон мотнул головой. Вот тут вы ошиблись. Не нужен. Но почему же? Потому что она уже там. Стерн нахмурился. Она уже там? Как это может быть? В самый момент передачи человек уже находится в другой вселенной, и поэтому нам не нужно его восстанавливать. Но все же почему? Настаивал Стерн. Пока что просто считайте это свойство мультимира. Мы можем обсудить этот вопрос позже, если вам захочется. Я не уверен, что вашим коллегам будет интересно забивать мозги подобными деталями, сказал Гордон, кивнув на остальных. Стерн задумался. Нет, тут кроется еще что-то. Что-то, о чем он не хочет говорить нам. Стерн снова обглянулся на площадку перехода, пытаясь найти там какую-нибудь нелогичную деталь, какой-нибудь неуместный предмет, поскольку он был уверен, здесь должно оказаться хоть что-нибудь неуместное. Если я не ошибаюсь, вы говорили нам, что отправляли в иную вселенную всего лишь несколько человек. Именно так. И не по одному человеку, как правило, по одному, очень редко двоих. Тогда зачем вам столько аппаратов, поинтересовался Стерн. Я насчитал восемь штук, разве не было бы достаточно двух? То, что вы видите, это результаты нашей исследовательской программы, пожар плечами объяснил Гордон. Мы постоянно работаем над развитием проекта. Все, что говорил вице-президент МТК, было вполне логично, и голос его звучал также ровно. Но Стерн был твердо уверен, что в глазах Гордона ему удалось кое-что заметить. Проблески глубоко запрятанной тревоги. За всем этим скрывалось что-то еще. Мне казалось, продолжал Стерн, что целесообразнее проводить доработки на одних и тех же образцах. Гордон еще раз пожал плечами, но промолчал. Несомненно. А чем занимаются эти ремонтники? Стерн не желал ограничиться услышанным и продолжал расспросы. Я имею в виду аппарат в углу. Он ткнул пальцем в сторону людей в меховых куртках, которые, стоя на четвереньках, копались конкретно они там чинят. Дэвид начал было Гордон. Я действительно считаю, эта технология действительно безопасна, перебил его Стерн. Судите сами, вздохнул Гордон. На большом экране, который показывал опустевшую недавнюю площадку перехода, замелькали вспышки. Вот и она, сказал Гордон. Вспышки становились все ярче и ярче, люди снова услышали торопливые пощелкивания, начало не громкое, а потом все сильнее и сильнее. Наконец клетка достигла своего первоначального размера, туман, покрывавший площадку, закружился в вихре и отполз в сторону. Из кабины выбралась женщина и помахала рукой зрителям. Стерн, прищурившись, рассматривал ее. На вид она находилась в прекрасном состоянии, ее внешность была точно такой же, что и перед отправлением. Гордон в упор взглянул на него. Поверьте мне, проникновенно произнес он, на безопасно. Он повернулся к экрану. Ну, Сью, как там дела? Превосходно, ответила та. Площадка перехода находится на северном берегу реки, укромное место в лесу и погода довольно хорошая для апреля. Она взглянула на часы. Собирайте вашу команду, доктор Гордон, я намереваюсь зажечь еще один маячок, а тогда можно будет вернуться туда и вытащить старикашку, прежде чем кто-нибудь успеет накостылять ему по шее. «Повернитесь, пожалуйста, на левый бок». Кейт перекатилась на бок и с тревогой взирала на то, как пожилой человек в белом медицинском халате поднял орудие, напоминавшее пистолет, которым строитель вводит герметик в щели и приложил к ее уху. «Вы почувствуете тепло?» «Тепло?» Ей показалось, что в ухо плеснули кипятком. «Это что такое?» «Органический полимер», объяснил человек, «неядовитый, не вызывает аллергических реакций». «Подождем восемь секунд». «Отлично, а теперь делайте, пожалуйста, жевательное движение. Нужно, чтобы он держался достаточно свободно». «Очень хорошо, продолжайте жевать». Она слышала, как он отошел от нее. Позади нее на столе лежал Крис, после него Стерн, а затем Марек. Она слышала, как старик говорил ее товарищу, «Повернитесь, пожалуйста, на левый бок, вы почувствуете тепло». Спустя немного времени он вернулся, велел ей повернуться на другой бок и ввел полимер в правое ухо. Гордон наблюдал за процедурами из угла комнаты. Материал пока еще находится в стадии эксперимента, но до сих пор все работало хорошо. Это полимер, который начнет самостоятельно разлагаться через неделю. Еще через несколько минут пожилой человек позволил всем встать. Подойдя к каждому, он подергал торчавшие из ушей пластмассовые пробки. «У меня прекрасный слух», сказала Кейт, обращаясь к Гордону, «и мне вовсе не нужен слуховой аппарат». «Это не слуховой аппарат», ответил тот. На противоположной стороне комнаты другой человек с помощью бормашины высверливал середину из пластмассовых затычек и вставлял на ее место какие-то крохотные электронные устройства. Он работал на удивление быстро. Когда электроника оказывалась на месте, он закрывал отверстие каплей пластмасс. «Это машинный переводчик с радиомикрофоном. На тот случай, если вам придется общаться с людьми, и нужно будет понять, что они говорят». «Но даже если я их пойму», обреченно заметила Кейт, «то все равно не смогу ответить». Марек слегка подтолкнул ее. «Не волнуйтесь, я говорю на окситанском и средневековом французском языках». «Замечательно», не скрывая сарказма, воскликнула она. «И ты, конечно, обучишь меня им за оставшиеся 15 минут». Кейт была вся напряжена в ожидании того, что ее сейчас уничтожат, испарят, разрушат или черт знает, что еще не могли устроить в этой кошмарной машине, и слова сами выскакивали у нее изо рта. Марек удивленно посмотрел на нее. «Нет», серьезно ответил он, «но если ты будешь держаться рядом со мной, то я смогу о тебе позаботиться». Серьезность старшего товарища каким-то образом помогла ей немного успокоиться. «Он предельно порядочный человек», подумала она. «Наверное, он действительно позаботится обо мне. Ей стало легче». Прошло несколько минут, и все были оснащены крошечными наушниками из пластмассы телесного цвета. «Сейчас они выключены», сообщил Гордон. «Чтобы включить их, достаточно нажать пальцем на любое ухо. А теперь прошу вас пройти сюда». Гордон вручил каждому из них по небольшому кожаному мешочку. «Мы разработали пакет первой помощи. Вот опытные образцы». «Вы первые, кому предстоит войти в мир, и поэтому не исключено, что они могут вам понадобиться. Вы можете спрятать их под одежду». Открыв один из мешочков, он вынул оттуда маленький алюминиевый баллончик, лишь немногим больше пальца, примерно 4 дюйма в длину и дюйм в диаметре. «Это единственное средство обороны, которым мы можем вас снабдить. Здесь 12 доз гигидрида этилена с белковым субстратом. Можете посмотреть его действия на коте». «Эй, Джи! Джи, Джи, где вы?» На стол вскочил красивый черный кот. Гордон погладил подставленную спину, а потом коротко пшикнул баллончиком у него под носом. Кот моргнул, фыркнул и рухнул на бок. «Пробудет без сознания около 6 секунд», сказал Гордон, «А потом еще сохранится эффект амнезии». «Но имейте в виду, что действие газа очень кратковременное. Чтобы получить хоть какой-то эффект, нужно брызнуть им прямо в лицо человеку». Пока он говорил, кот уже явно начал приходить в себя. Гордон опять запустил руку в мешочек и вынул оттуда три красных бумажных кубика, величиной напоминавшие сахар-рафинад. Каждый был покрыт слоем бессветного воска. Они были похожи на боеприпасы для фейерверка. «Если вам понадобится разжечь огонь, сказал он, вы сможете сделать это с их помощью. Дерните за нитку и кубик загорится. На них проставлены цифры 15, 30, 60. Это количество секунд перед воспламенением. Покрыты воском для водонепроницаемости. Но должен предупредить, срабатывают не всегда». «А чем плохо это?» спросил Крис Хьюджис, щелкнув зажигалкой. «Не соответствует периоду, вам нельзя брать туда с собой пластмассу». Гордон возвратился к комплекту. «Еще тут несколько препаратов для оказания первой медицинской помощи. Ничего слишком интересного, противовоспалительное, от расстройства желудка, антиспазматическое, обезболивающее. Вы же не хотите мучиться от рвоты в замке?» задал он риторический вопрос. «А вот таблеток для обеззараживания воды мы вам дать не можем». Стерн слушал все это, испытывая ощущение нереальности происходившего. «Мучиться от рвоты в замке», подумал он. «Послушайте, и, наконец, универсальный карманный набор инструментов, в который входит в частности нож и отмычка. В собранном виде набор походил на стальной армейский нож швейцарского производства. Гордон вложил его в мешочек. «Возможно, вам не придется воспользоваться ничем из этих вещей, но в любом случае вы возьмете их с собой. А теперь пойдемте одеваться». Стерн не мог избавиться от постоянного ощущения тревоги. Милая пожилая женщина, с виду типичная бабушка, оторвавшись от швейной машинки, вручила им костюмы для вылазки в иной мир. Белые полотняные трусы, похожие на боксерские шорты, но без резинки, кожаный поясной ремень и черные шерстяные не то штаны, не то чулки. «Что это такое?» спросил Стерн. «Колготки?» «Это называется шоссе, мой дорогой». В них тоже не было никакой резинки. «А на чем они держатся?» «Нужно пропустить их под поясом, а сверху надеть камзол или привязать к подвязкам камзола». «Подвязкам?» «Совершенно верно, мой дорогой, к подвязкам вашего камзола». Стерн поглядел на своих товарищей. Они спокойно сгребали один за другим предметы одежды, которые им давала старушка. Было видно, что они знают, что для чего предназначено и держались спокойно, как в универмаге. Зато Стерн пребывал в полной растерянности и был близок к самой настоящей панике. Вот ему вручили белую полотнянную рубаху длиной чуть ниже пояса, еще одну рубаху из тонкого простеганного войлока, который назвали камзолом. И, наконец, кинжал на стальной цепи. Он искосо посмотрел на оружие. Такой возьмет каждый. Если ничего не произойдет, то кинжал понадобится хотя бы для еды. Он рассеянно положил его поверх кучи одежды, продолжая шарить в ней в поисках того, что назвали подвязками. Одежда подбиралась так, чтобы придать своим владельцам нейтральный облик, сказал Гордон. Она не покажется ни дорогой, ни слишком бедной. Примерно так выглядели бродячие торговцы, мелкие стряпчие или разорившиеся дворяне. При этих словах Стерн получил обувь, похожую на кожаные шлепанцы с заостренными носками. Разница состояла лишь в том, что на его новое приобретение были ремешки с тустными металлическими пряжками. Продолжение следует...